так вот наша модель которую мы хотим пошить мы увидели что здесь у нас идет смотри вот тут планка да здесь у нас воротник на стойке и сам воротник притачивается длинный рукав который фиксируется вот такой вот лямочка или патиком таким вот чтобы можно было закатывать здесь есть талиевая вытачка она здесь явно видно вот здесь вот тут она расширяется клеточка вот здесь она плавненько наталью сводится и значит как здесь поступил производитель с данной вытачкой нагрудная все-таки думаю что вот здесь вот идет размоделирование вот этой косну как вот этой нагрудной вытачки которую на сверху мы ее вот сюда переводим и легкая талевая вытачка а почему вся нагрудная вытачка не переведена вниз тогда бы очень сильно вот эта полоска бы была бы деформирована то есть не было бы вот такой вот приталенности красиво но я покажу сейчас на выкройке и вот мы зарисовали вид спереди вид сзади нашу модель мы обязаны это всегда делать мало ли что мы там видим фотографии мы должны всегда ведь спереди вид сзади зарисовывать вот наша вот если вот так вот сквозь смотреть вот это наша стоечка а на ней воротник это обыкновенная как бы выкройка планочка до максимум три сантиметра шириной вот это талевая вытачка которая до груди и вот это размоделированная нагрудная вытачка вот сюда ну и на нужном нам на нужной нам высоте мы потом заготовим вот эти карманы с клапаном и настрочим вот рукав мы все-таки попробуем сделать рубашечный он же с более меньшим окатом да вот мы с тобой тут даже пишем вот мы решили посмотреть мы все-таки краем рубашечный рукав даем тут побольше припуски и в длину и в ширину для того чтобы если нам не понравится как он будет сидеть а то мы всегда можем перекрыть вточной рукав видите вот это вот линия вточную рукав это рубашечный рукав то есть добавляем больше где-то по три сантиметра припуски по боковым и к низу и мы решили все-таки один рукав раскрыть второй не кроить это против правил при первой примерке но тем не менее мы манипуляции эти посмотрим ведь сзади да наш воротничок со стоечкой средней шоу в обязательном порядке чтобы увеличить лучшее прилегание по спинке это талевые вытачки приталенные ну я бы как в рельеф сюда бы их не заводила то есть это вот примерно до вот этого уровня и наш рукав обязательно порядке идет на манжете вот и мы сейчас берем нашу с тобой выкройку вот и озвучивая что у нас нету рубашечного рукава что нам нужно сделать помнишь я рассказывал что значит промеряем по вогнутой линии это наша многострадальная отработаннейшая выкройка а вот ее надо будет конечно с тобой нам вернуть в обратное ну в нормальное состояние изначальное состояние что нормально изначально вот мы сейчас тобой его переведем да а вот эту вытачку оставляем можно даже вот в закрытой вот этой вот вытачки нагрудной вот то о чем я вам говорила вот смотрите если мы берем и вот эту нагрудную вытачку она же у нас вот такая вот в изначальном виде да вот она вот все закрыто здесь вверху только вытачка вот если мы ее вот сюда не переводим как вот мы сейчас у нас было сделано а если мы ее переводим вниз вот смотри что происходит его что у позволения буду резать потом если надо будет заклеить я про деформацию клеточки какая будет очень сильная смотри это у нас цельно да вот я закрываю вот эту вот посмотри как сильно распахивается нагрудная вытачка это не выгодно производителю ну что больше ткани уходит сильнее ломается клетка это если иногда надо то можно делать и еще один минус вот этой вот вытачки которая переведена вниз вот тут очень сильно большой объем сутюшки выпуклости вытачки ее лучше размоделировать вот так и туда и сюда но у нас здесь то вы как я тебе говорила легкая приталенность по талии а вся остальная вытачка переведена сюда в бок да вот сюда на 3-4 сантиметра вниз вот и вот сюда мы ее переводим так сейчас переводим вот эти перед и зад и наш рукав нам сейчас нужен это наш точную рука значит что мы переводим выкройку и по вогнутой линии вот это вот задний окат проймы промеряем и вот этот переднюю часть проймы примеряем и уже на основании вот этих вот линий мы с тобой скорее всего что тут они есть 19 323 и 8 вот и на основании этих линий мы с тобой уже строим рубашечный рукав сейчас пока паузу нажми вот мы проверили да действительно вот вот это повогнутая линия 23 8 а это линия по вогнутой 19 3 да и сейчас по этим . мы будем с тобой строить рубашечный рукав но мы немножко поправились поэтому нам надо опять снять можно объем груди объем талии объем бедер и посмотреть насколько надо увеличить хорошо сейчас опять паузу еще можно было бы обхват плеча измерить то есть мы сейчас поскольку мы поправились то есть мы измерили еще раз грудь талию бедро и обхват плеча на всякий случай обычно она если увеличивается то все соразмерно увеличится а п 32 и теперь примеряем что у нас тут грудью ну тогда уже давай хотя бы вот с этими с боковым швом я уже буду примерять и здесь смотри здесь там и притально сделали значит здесь где-то сантиметр был съеден то есть чтобы высчитать вот эту цельную линию то есть думаю что где-то здесь двадцать пять с половиной по спинке сзади а здесь вот по линии груди я видишь вот примеряю не до этой точки а до бокового шва я же должна примерять вот 25 с половиной это на спинке а мы проверяем прямо с открытой вытачкой грудной это можно вот так вот 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 так нужно как положишь тебе удобно вот давай лучше закрыта потому что когда потеряетесь но 25 с половиной и вот здесь вот 51 с половиной видишь вот заканчивается вот и сятой с половиной да и мы с тобой тут пишем что вот по груди у нас такой 51 с половиной это без прибавки это с прибавкой вот сорок восемь минус 51 вот три с половиной сантиметра прибавки порой в районе груди это нормальная прибавка для рубашки приталенной я считаю ничего не на те груди добавлять давай сорок восемь минус пятьдесят один с половиной три с половиной талии смотрим теперь смотри промеряем нашу талии только за без без вытачки да вот смотрим здесь у нас 10 и 3 и вот сюда мы переносим до 10 3 вот ровно 18 только здесь вот у нас вот наша . вот по вот этим точкам до этой точки потом после этой точки да там у нас было ровно 18 не там не приплюсовывайте вот сразу же тут считаю нас двадцать шесть и девять и здесь двадцать шесть и девять и того у нас талия получается 38 талия вот у нас там наверное можете с утяжкой мы что-то мерили нет ну ладно вот такого видишь минуса пошли на талии да да и смотрим по по бедру что у нас двадцать пять и один это вот наша отработанная выкройка по которой в принципе мы теперь все время будем дальнейшие все вот 51 с половиной тут надо увеличивать грудь осталось прибавкой все хорошо а бедра и и далее увеличились вот и смотри что нам тут не хватает фактически 2 с копейками так это будет четкое облегание нам то все нужно прибавка по-любому нам хотя бы полтора сантиметра прибавки надо дать да то есть нам надо 42 этому все к половинке прибавляем 42 плюс хотя бы минимум полтора сантиметра мы прибавку должны дать и того у нас должно быть по талии не вот это значение 39 и 8 а 42 плюс полтора 42 плюс полтора это у нас 43 с половиной должно быть да а теперь вычитаем то что у нас есть 39 и 8 вот три целых семь десятых у нас минусом идет нам надо добавить в талию с двух сторон с двух сторон все мы сейчас это рассчитать то есть это где-то по сантиметре 7 до 1 и сейчас мы это рассчитаем давай теперь бедра смотреть вот у нас бедра 54 и 3 но бедра могут быть такими же но лучше хотя бы там ну хотя бы плюс сантиметр дать хотя бы даже наши модели здесь знаешь как делают такие вот такие вот что вот здесь сшили или разрезики или вот такая линия пошла даже такого нету а мы можем сделать хочешь сделать тогда тебе легче будет если будешь плавать опять в весе то это мы тебе на примерке тогда наметим да потому что это классическая блузка ну вот блузка рубашка получается и очень удобная и на выпуск на брюки как ты хотела и в заправку вот давай поэтому мышцы да все должны с тобой прорисовывать пожалуйста мы ее туда не будем здесь разрезики делать а сделаем вот чуть-чуть выпад по переду чуть выпад за позаду там уже будем прорисуем и что у нас тогда давай хотя бы плюс один сантиметр по бедру потому что у нас же она не ниже бедра заканчивается а где-то посерединку бедра то есть нам в принципе тем более если у нас будут вот эти вот завышения то есть если мы поправимся похудеем не будет сильно заметно эти моменты все да вот тут 54 и 3 плюс 1 до 55 и 3 вот у нас вот здесь должно быть 55 и 3 а у нас минус 51 с половиной то есть у нас 3,8 минусом грубо говоря одинаково талии бедра вот увеличились то есть обычно на самом деле очень редко когда грудь увеличивается вот и теперь мы должны с тобой вот это расстояние разделить на 2 мы возьмем по 38 например там да и на две стороны надо распределить то есть мы этим увеличиваем по боковому и ну под потали по бедру да значит три целых восемь десятых делим на 2 1 целое девять десятых ну тут уже будем делать везде одинаково два значит смотри да ну давай грубо 2 хорошо значит нам надо в талии вот тут вот это же наша линия талии после внесения всех изменений в выкройку да мы вот здесь чтобы ровно на 2 увеличиваем и здесь ровно на 2 увеличиваем да и вот так плавно сводим линию сейчас я тебе даю бумагу мы переснимаем и все изменения вносим хорошо теперь опять мы здесь вот увеличили 2 сантиметра вот тут вот это была предыдущая она нас не устраивала у нас она на самом деле чуть чуть выше вот мы на 2 сантиметра вот так делаем вот даже вот например вот сейчас она у нас лежит вот давайте вот так холостую просто в виду вот линия талии да пошла вот и вот в этом месте вот у нас расходятся вот как проще это сделать вот два сантиметра вот так откладываем и просто вот эту линию вот так вот сводим тут ты знаешь я бы даже наверное чуть-чуть увеличила бы в итоге грудь и грудь и грудь да хотя бы по сантиметрику потому что смотри видишь вот эта линия она получается слишком слишком прямая получается что как-то вот очень пряменько все может быть даже наверное сантиметрику а вот здесь вот как я тебе покажу вот смотри вот эта линия вот она у нас и выложилась вот увеличивая просто вот смотри вот в этом месте значит вот в этом у нас ровно с тобой сантиметр там увеличиваем а здесь у нас в этом месте где у нас сводится вот эта вытачка мы добавляем с тобой по 1 и 1 вот и здесь 1 и 1 правда вот эту линию уже вот так вот так себе можно подлинить вот эти линии лучше их даже вот так вот сводить может даже себе помнишь тебе говорила надо разделить на пополам чтобы лучше понимать как она укладывается берем ее делим пополам если она вот здесь вот так вот ну тут можно и например вот этой свести а это плавненько тоже вот так это вот так чтобы у нас здесь мы не были обрезаны не под линейку сводим а плавно сводим саму линию так что сойдется тут даже можно на выпаде все равно да смотри вот здесь почти восемнадцать если здесь почти восемнадцать то вот сюда но она на самом деле потом даже завернуться короче вот эту линию вот так оставляешься лишним и потом срезаем после простачивания полоса основная линия у нас вот с тобой так же самое мы сейчас там выведем паузу пока нажми и так же самое на задней половинке вот два сантиметра вот здесь вот ровно один сантиметр и вот тут по боку два сантиметра и берем наш бочок и плавим эти линии сводим здесь такой перепад то что была вот здесь линия талии мы коррекцию тут делаем сейчас переснимаем тебе выкройку делаем коррекцию сделаем плавное бедро а вот эти линии плавно сводишь вместе измеряем высоту оката нашего рубашечного рукава для этого мне надо вот эту рюточку раздвинуть и вот так вот ее поставить и вот так чтобы примерно по ровно и вот эта часть лежала и как мы для обычного высоты оката а ну вот она у нас и есть вот вот когда мы соединяем вот эти обе точки делим пополам и опускаем перпендикулярно вниз вот у нас вот это 17 3 для рубашечного рукава нам нужно вот эту вот это вот высоту оката вот эти 17 и 3 разделить на 2 17 3 делим на 2 вот 8 и 7 у нас высота оката 8,7 вот сюда и ставим что от этой точки до вот этой 8,7 помнишь у нас в водолазке совсем маленький окат вот теперь дальше теперь отсюда до сюда мы можем просто провести под прямым углом в две стороны вот эту вот линию а потом мы соединяем прямоугольник вот эти две точки но не совсем как бы соединяем а выстраиваем здесь вот это значение 19,3 то есть вот так вот по этой линии 19,3 это будет перед да а вот здесь зад от вот этой точки до вот этой у нас вот это расстояние 23,8 просто это покажу я сейчас пока зарисовываю и потом внизу мы берем опьем запястье плюс там прибавочка сколько нам надо берем даже вот так вот ее и тоже не должно прям плотно или должно быть не-не-не-не-не тоже чтобы ну давай вот так но с учетом того чтобы она подкатывалась А ты ее будешь раз А, вот тут у нас будет шовчик А, все, оно расстегивается. Благодаря этому оно будет сюда подкатываться потому что тут представляешь тут надо ширину манжеты здесь сделать такую как вот здесь Да, согласна закатиться вот 20 максимально можно там в редких случаях 20 день вот это уже с прибавочкой 20 сантиметров максимально значит мы вот тут в две стороны делаем по 10 сантиметров и все а вот это сама длина рукава у нас по 58 до измеряем а длина 58 все теперь мы это все мы сюда вносим в эту нашу выкройку чтобы подожди ты не выключайся самое интересное будет так давай я тут чуть подлиннее сделаю 60 чтобы линии красиво потом свести нашу кого-то 58 и от вот этой точки вниз мы отступаем восемь целых семь десятых вот и в две стороны мы с тобой под прямым углом и как я тебе говорила что вот это у нас перед будет а вот это будет за то что ты мне в группе писала как же построить рубашечный рукав и вот тут эти горела 19,3 потом мы это расстояние делим на 2 и потом еще раз делим на 2 здесь мы будем занижать на 05 здесь завышать на 05 здесь мы потом примерим сколько в итоге у нас с тобой ширина рукава она вообще достаточно будет надо всегда после этих вот всех манипуляций промерять рубашечный рукав дает очень хорошую вот тут вот облегаемость ну как бы прибавочку а здесь у нас 2380 вот это тоже это расстояние делим на 2 еще каждая здесь мы 05 занижаем здесь завышать это если мы хотим с с тобой чтобы у нас центр совпадал с центром плеча и средняя линия средний шов рукава совпадал с боковым а он точно совпадет да вот сейчас да потому что я себе относительно проймы относительно вот этого вот я выстраиваю окат перед и окат зада потому что вот тут у нас там длиннее ну там можно и по-другому было бы поступить но мы давай уже с тобой совсем будем затошными и сделаем так вот именно под твою собственную выкройку а центр будет сайте будет оно так свободен и вот здесь мы тоже давай проведем и по 10 как мы с тобой решили ну там еще плюс складочки на самом деле будут может там не просто со швом там сделаем это рукавчиком этом со складочками сделаем в общем то сейчас еще а давай сразу до просчитывать вот если у нас нам нужен такой вот прямоугольник а высота сколько будет нашего манжета 4 наверное 4 это даже может высота 5 сантиметров потом мы хотим чтобы уже в застегнутом виде он был в объеме 20 сантиметров в застегнутом виде 20 это сейчас мы складочки считаю это уже застежкой это уже застежка где-то у нас идет там порядка ну максимум двух сантиметров то есть здесь уже уже 20 плюс 2 и плюс одна складочка да ну хотя бы одна одна вот сзади вот там где застежка там складочка где-то по полтора сантиметра либо одному или по полтора и еще плюс три сантиметра это самое наша складочка и еще плюс мы можем не делать шов а можем сделать просто вот складку еще одну между вот этими вот вот когда наш манжет застегивается почему это покажем потом на видео сейчас пока просто расчеты вот 20 основное 2 это полузанос вот тут где будет петелька с пуговичками да это у нас складка это полузанос да это общий объем и плюс где-то сантиметра четыре пять еще дается вот как она будет выглядеть на разрез ну не разрез а как складка еще одну будет можно делать разрез на его просто очень сложно обрабатывать а я хочу попробовать можно попрактиковаться с разрезом можно ну давай пока сейчас без разреза пока смотрим да 2 плюс 3 это 5 плюс 4 9 этого у нас 29 в длину да и высоту 5 сантиметра но он же должен быть двойным значит 5 умноженное на 2 это все без припуска а дома и манжета и того я поняла и внизу у нас аж 29 сантиметров 29 делим на два это по 14 с половиной сантиметров две стороны ну да хорошо так вот тут вот видишь у нас как идет как смещение ну давай сделаем 14 с половиной в одну сторону и 14 с половиной в другую сторону и только сейчас мы вот это сводим вот эти вот видишь он не совсем-то и узкий рукав смотри вот это я очень редко такое даю когда по переднему здесь больше это потому что мы рубашечный рукава в обыкновенную пройму для вточного рукава делаем что по переднему больше вот это нет изгиб тут меньше здесь дальше потому что я сейчас предполагаю что наши точки с тобой сейчас должны совместиться центр с центром и боковой с боковым то есть обычно это равные да да обычно у меня он даже в тетрадке вот теперь его можно вырезать то есть вот это у нас долевая и сейчас вырезай и потом дальше я еще скажу что паузы а теперь остановка просто центру сдвигаем вот эти вот линии средний шов рукава и сейчас опять дополнительную коррекцию а мы считаем что чтобы забыли проверить ширину рукава сколько у нас в итоге сейчас с тобой получается аж 40 а у нас 32 8 сантиметров прибавка больше на хорошо если надо будет мы потом мы потом все остальные когда еще можно шевать там такую линию можно делать косу посмотрели что у нас получается что вот тут сильно она выходит вот так я тебя отмечаю плавно сведем тоже желательно коррекции и вот здесь вот так вместе складываем сейчас обрежем ее тогда она будет четко увидишь линия пробилась вот не за рукава видишь на секундочку вот прям на секундочку вот четко по этой линии у нас просто не одинаковый шов будет внизу вот видишь он будет плавно или же час мы это просто вырежем все и рука к планка у нас с тобой она в готовом виде 3 сантиметра это у нас вот это же центр переда значит мы вот сюда отступаем полтора сантиметра вот и она у нас вот такая вот будет в готовом виде но я стараюсь всегда планку делать сразу выкраиваю ее значит просчитываем сейчас вот это мы с тобой там еще проведем вот эту линию вот смотри вот сюда полтора потом нам нужно будет вот сюда до трех дойти да я тебе просто рассчитываю сколько к этой линии мы сейчас будем сюда добавлять да вот полтора я отложила да это как или можно вообще сейчас не заморачиваться с этой линии а просто от центра сколько нам нужно вот туда добавить на планку она на сразу же будет сильно выкроена эта планка вот смотри вот здесь полтора потом вот сюда назад возвращаемся вот 3 и нам нужен еще сантиметр на подгибку еще сантиметр и плюс сантиметр это воно нужно вот центра вот этому вот центра переда отложить полтора плюс три сантиметра мы заворачиваем полностью и плюс один сантиметр на подгибку и того от вот этой линии вот туда нам нужно пять с половиной сантиметра в этом месте с припуском все я навожу это прям вот вот по прямой линии да можешь да вот этот центр так и остается ты к ней сюда пять с половиной это у тебя будет только напиши что с припуском в общем бери все машину секундочку нет ты с моей стороны я тебе опять же показываю что клеточка у нас особенная она не одинаковая видишь и мы решили что низ нашего изделия будет по вот этой черте клеточки идти значит следовательно мы и эту выкройку вот сюда вот вниз ставим хорошо так и мы с тобой решили что мы подстраиваемся вот эту шикарную красивую голубую часть я ее примеряю она как раз ровно у нас три сантиметра с тобой на планку формируем вот эту вот голубую полоску как ее мы формируем вот это помнишь ты говорила этот центр нашей нашего переда да и у нас в две стороны по полтора сантиметра и будет наша планка и вот я тебе говорила сейчас на полтора сантиметра на полтора сантиметра вглубь наши выкройки откладываем вот это расстояние вот нам ровно три сантиметра наша планка и ровно посередине нас центр переда и вот мы положили сместили и положили вот сюда вот видишь от полтора сантиметра вот здесь голубая часть и здесь голубая часть единственное конечно она должна была быть здесь как-то по ровно идти ну хбшка она после стирки она после утюжки она обычно деформируется это всегда очень хорошо видно на вот таких вот тканях вот и теперь участка канал лежит мы с тобой обводим два сантиметра припуски сантиметр два сантиметра здесь нету припуска да вот обводим и крым только в один слой клеточку длины нам хватит оставляем на всю длину вот эту на тебя потом померяем у нас даже меньше будет нас вот так с тобой даже будет вот так в итоге потом не надо много делать здесь мы не забираем нет вот мы даже тут с тобой даже припуск дали побольше в один слой все краем вот одну детальку раскроем а только потом на ту сторону наложим и только потом будем кроить вот ту во первых тут видишь и полоска то особо в разные стороны идет она будет еще и зеркали то есть мы каждый раз мы будем прикладывать выкройку и кроить да здесь мы то же самое можно даже сразу например и эти что ты нашла пошла прямо а потом раз и вот так в бок завернулась видишь и формируем долевую видишь здесь одолевую под полоску подстраивалась она тут слетела туда уже потом будем подстраиваться ну вот сейчас она вот ровно более или менее стоит здесь два сантиметра здесь может нам не хватить ширины и значит мы пойдем туда наверх крыть вот это вот точно давай так и сделаем во первых у нас тут ага здесь видишь надо будет пренебрегать целой клеткой видишь почему то есть получается здесь у нас два сантиметра здесь у нас не будет столько сколько здесь да тогда либо вот так повыше ставим если нам хватает там ткани либо все таки пытаемся вот здесь раскрыть я бы не давал я боюсь в ширину мы не входим получается хорошо давай так а наш рукав который мы тоже будем кроить в один слой и мы с тобой приняли решение пока один раскрыть рукава да ну вот считаю вот тут мы потом будем кроить и тоже у нас вот это же центр надо будет выбрать например по черной полосе у нас будет центр рукава вот так да то есть тут расход всегда гораздо больше чем в обыкновенной ткани потому что здесь полоска хорошо здесь еще минус минус будет потому что здесь мы манжет с тобой не убирали минус 5 сантиметров и будет наша вот это вот ширина вот это должна быть 29 за минусом 5 сантиметров мы все равно уберем с плюсом 5 сантиметров мы же если он нам не подойдет мы же раскрываем по другому мы по другому будем раскрывать да мы тогда длиннее выше его будем пока сейчас обводи переднюю половинку и заднюю половинку так вот на перенесли да воткнули вот этот плавный акад вогнутый да мы все линии пометили талию вытачки там вот определили и планочку только лучше было сначала обновить и припуске потом вот это вот так воткнули вот мы от нужны наметили поднимаем вот вторая вот так прямо вот тонким мылом по ней рисуем и следующую следующую тоненьким так четко четко мы ее перенесем что линия середины есть вот смотри вот это наша талия и фактически теперь в принципе вот она напротив вот этой но я говорю это лучше делать когда ты уже припуски наводишь потому что может какая-то деформация пойти когда он снимаешь так выкройку может идти какая-то деформация вот и вот вот они должны у нас четко полинить смотри у нас даже тут посерединке хоть какой-то полосочки но мы попали хорошо давай мы сейчас тут сформируем чтобы она ровно посерединке этой полосочки было хотя нам это не принципиально потому что у нас там будет наш и здесь у нас вытачка вот так идет до вот этой линии то есть мы повторяем можем даже специально вторую часть не рисовать чтобы ее вместе сложить и попе перегнуть я просто тебе вот это пересекает а линия сгиба вот так эти специальные намечают линии сгиба вот и вот эту вот вот и вот эту вот точки мы тоже вот сюда вот так вот сводим но на же проверенная выкройка значит по идее мы можем вот это вот вторую часть раскроить и сострачиваете все не надо нам тут вообще четко почти можно даже наверное четко по линии сделаем хорошо вот сюда если ее вверх завела я сразу не видела что ну короче вот по вот этой вот будем сгибать по низу вот это вот эти два сантиметра припуски сантиметр два сантиметра здесь уже у нас есть припуск вот эту можно будет уже вырезать только когда наведешь припуски на так эти прогревают и наводи сразу же вот эту вот заднюю одну и не буду сейчас вырезать да я а переднюю я тогда что мне нужно будет скрепить булавками и подвинуть продвинуть ткань чтобы навести правильно хорошо доводишь сейчас припуски я тебе показываю как кроить вторую деталь хорошо вспоминаем что у нас вниз по передней половинке тоже шел по низу вот этой вот клеточки значит вы не вот так ставим а вот сюда раздельяем потом у нас дальше идет дилема где же делать нашу вытачку желательно было бы чтобы эта вытачка была одна вот это его черные полоски у нас опять получается будем не экономить ткань будем уже подстраиваться а почему вот именно на черные полоски будет лучше смотреться еще рельефнее будет смотреться талия изгиб талии видишь вот она и тебе вот с одной стороны до другой стороны довожу а вот только теперь мы ее будем обводить или мы можем с тобой вот так сейчас посмотреть можем ли мы хоть как-то еще сэкономить вот здесь чтобы я видела вот эти все моменты давай перевернем о смотри экономится уже что-то уже хорошо уже хоть не столько припуска мы туда забираем да вот опять же мы вот наша вытачка вот прокол 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 да вот мы и ставим вот так вот к нашей как же я дорисую а мы прокол сделали да и вот тут двигаем уже заметь мы тут нигде не наводили прямого угла потому что когда клетка и полоска если очень качественное от качества было то она будет под прямым углом если не качественное от качества то извините ну подстраиваться под полоску и под клетку как мы делали там во всех изделиях хорошо вот тебе вот тебе вводишь да 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 и вот мы еще больше красивее делаем нашу талию все остальное вот мы навели переднюю и заднюю половинку теперь мы ее раздвигаем ткань раздвигаем в один слой и вырезаем хорошо обязательно не вздумайте на два слоя вырезать даже если вы думаете что вы там точно один слой режете там может что-то попасть еще что-то в общем вырезаем по крайним линиям а потом я покажу как зеркалить хорошо переднюю и заднюю вот смотри вот наша горловинка видишь линия у нас вниз полезла мы когда завернем нашу планку у нас вот эта точка может быть не сюда прийти аж вот сюда прийти поэтому ты пока вот такое вот подстраиваемся здесь под вот эту вот чуть дальше мы потом это лишнее все уберем хорошо главное планку сделать а здесь мы поскольку у нас здесь совсем все пляшущее давай сразу же вот так вот резать на а вот тут как раз смотри одна на минус одну полосочку вот так вот так так вот это у нас вот здесь с тобой была передняя половинка да мы же должны ее отзеркалить правда мы же ее должны отзеркалить вот только в данном случае у нас должна быть одинаковая клеточка или полосочка вот совпадать да и мы ее будем сейчас кроить отзеркаливать до микро вот то есть идеально вся клетка у нас должна быть одинаковая да изнанка к изнанке в данном случае получается вот это у нас лицо да тут то все оно это ровно значит нам надо искать в другом месте так что нам делать нам нужно чтобы были две зеркальные половинки правда нам где-то их надо искать какие у нас еще могут быть варианты нам же все равно надо две одинаковые детальки по-любому кроить мы же не можем сейчас взять и две разные вот так раскрыть у нас планка только на одной половинке идет да так тоже не можем видишь тоже так не можем планка у нас на одной половинке идет так давайте прилипать планку каким образом не может получиться или на двух половинках ты представляешь вот засада так пауза вот да у нас сейчас лежит изнанка к изнанке да нам же надо зеркальное все делать то что мы с тобой говорили или мы совмещаем вот эти вот черные полоски это будет максимально видно потом в дальнейшем значит нам нужно соединять именно вот эти вот полоски и в данном случае у нас планка голубая улетучивается либо делать пришивную планку знаешь как мы можем сделать здесь тут сильно все равно даже если пришивную оно не сильно скажем так нам может помочь потому что здесь не голубая часть у нас получается вот здесь голубая и еще раз голубая так обязательно в данном случае совмещаем вот это вот полоску вот так и вот так совмещаем до миллиметра мне тут даже неважно как она тут ровно лежит или еще мы совмещаем вот эти полоски И берём вот так по клавочкам, прям по клеточкам вот так вот скалываем, потому что для нас сейчас главное, чтобы у нас ровно была раскроена клетка и полоска. Ты везде её сейчас увидишь, вот она, раз и вот так накалываешь, вот так. Вот сейчас мы по вот этим полоскам идём, видишь? Зайди сюда, с этой стороны снимай. Видишь, мы по вот этим вот полоскам идём, видишь, оно вот тут хорошо совмещается. И вот эти мы полоски берем Вот эти, видишь, вот она пошла Вот она пошла И вот так ты должна мне ее наколоть А только потом мы будем ее вырезать И здесь вот так дотягиваешь ее Вот так косишь ее Видишь, оно тут странно ложится Ну, значит, странно мы ее и выкладываем Вот, видишь, вот эти вот совмещаются все Отдельная тема вообще, раскрою в клетка полоска Да, и вот здесь, вот видишь, вот эти полосочки все совпадают Значит, вот так Вот давай накалывай переднюю, накалывай заднюю А, что мы решили по поводу планки Значит, будет такая, какая есть Вот, и все Мы ее уже там не трогаем Но с одной стороны голубая Зато клетка будет соблюдена Да, вот засада с вот этими вот неодинаковыми клетками Ну, мы сейчас потом конечные результаты, но покажем Так, говори, что не получается У меня не совпадают пересечения клеточек Точки пересечения клеточек А мы их совмещаем Смотри, видишь То есть их необходимо в любом случае совместить Необходимо, да Вот здесь вот этот вот крестик Вот этот вот Здесь вот этот вот крестик вот так Вот, видишь, совпал Значит, закалываем Видишь, оно начинает здесь вот как-то пузыриться Вот эти вот все точки должны быть у тебя проколоты В обязательном порядке Вот эти вот Видишь, тут оно чуть-чуть дальше Там чуть-чуть ближе Мы же основную деталь-то кроили ровно А мы уже просто крой под клеточку второй детали подстраиваемся Вот здесь смотри, какая вот тут бодяга Видишь, вон тут какие-то перекосы Ну и что? Мы же все подстраиваем сейчас под полосочку У нас основная деталь Со всеми добавками, припусками все есть Нам нужно просто сделать одинаковую клеточку И все Вот тут, видишь, вот так И вот так Вот так Вот кривенько, пускай идет Вот она Вот Но главное, мне тут главная полосочка Все, все остальное, мне не важно Надеюсь, да, ты видишь, что происходит Ага, вот оно чуть-чуть Деформация пошла Видишь, какая деформация А у нас выточка идет четко по полосочке Оно потом все Не будет этих моментов видно Мы здесь обязаны идти по полосочке клеточки Понимаю, а как оно не будет видно? Мне неожиданно пришла идея Вот это у нас было вот так Да? Что нам мешает Вот эту же детальку Вот так крыть Вверх ногами Смотри Вот это как будто Вот она у нас вот так лежала Вот наши все полосочки Да? Только мы ее, поскольку ткань у нас А, нет, знаешь, в чем засада будет? У нас полосочка Смотри, у нас черная полоска Вот здесь внизу Да? А там у нас не черная полоска внизу будет Это единственная засада У нас тогда вот эти вот Планочки все совпадают Я поняла, да Поняла Вот эти планочки все совпадают А тогда вот это вот не совпадает Понимаешь? Вот что тогда выбирать? Или планки, чтобы одинаковые были Или чтобы полоска везде была одинаковая Наверное, полоска к низу должна быть Везде по черной линии, да? Вот если бы она была одинаковой, эта полосочка вообще таких вариантов не возникала. Значит, мы все с тобой правильно сделали. Но на будущее можно уяснить, что можно еще и так сделать планку. Если на двух сторон будет одинаковая, потому что я-то ее вот так-то краю, я-то ее вот так-то положу, вот она будет поодинаковым, но она вот тут очень сильно сбивается. Вот эти-то совпадают, тогда будут совпадать, а сбивается вот это вот все остальное. Поэтому мы вот тут одинаковое ставим, тогда у нас голубая планка только с одной стороны будет. Продолжаем. Теперь краим наш рукав. В данном случае, смотрите внимательно, вот мы подстраиваемся под полосочку, да, долевая по полоске. И центр рукава тоже по черной полоске. Вот мы приложили и на всякий случай мы наводим здесь по 3 сантиметра припусков. Здесь 3 с одной стороны среза рукава и с другой стороны. И 10 сантиметров даем вниз, потому что, не помню, мы это проговаривали или нет, у нас либо будет рубашечный рукав, либо будет вточной рукав. Да, и там, естественно, по окату сантиметровый припуск. И сейчас мы ее вырезаем и опять же зеркалим и краим, уже подстраиваясь под полоску. А мы же решили примерить сначала. Один рукав. А, хорошо, да, давай один рукав примерим и потом раскроим второй. Молодец, ты помнишь, я уже не помню. Я вовремя увидела, пока ты накладывала выкройку, я это не уследила. Вот сейчас, когда мы стали выкладывать наши выкройки воротника, вот они, вот наш воротник и стойка к воротнику, то я смотрю, что выкройка-то у нас, вот, по вот этим даже выпадам, низ у нас весь был вот там, а ты перевернула. Вот теперь давай выкройку, вот, переда. У нас вот эта нижняя часть была нашей клеточки, это был низ. Переворачивай его. Нет, нет, вот чтобы понять, где низ, надо вот так положить нашу вот, вот эту вот. Смотри, видишь, вот, это низ нашей выкройки. Ты поняла, что ты сделала? Обязательно ты перевернула то верх рукава, а это низ рукава, вот эта нижняя часть. У нас не совпадение было бы сейчас нашей полосочки. Вот в полосочках таких моментов может быть миллион, поэтому перед тем, как резать, перепроверяем себя миллион раз. В том числе, я говорю, вот навели крой, пошли попили, поели, отдохнули, пришли, опять посмотрели на крой, а только потом вырезаем. Вот это неправильный сейчас рукав. Нам надо было его вот здесь вот, вот это вот должен быть вверх, а вот там низ. Да, потому что вот я еще раз вот так сейчас сниму. Видите? Вот наше совпадение нашей клеточки, и это низ рубашки, а вот тут вверх. А тут наоборот получилось, там вверх рукава, вот там вверх рукава, а там низ. У нас мы сейчас перевернули бы, у нас наша клеточка была бы в другую сторону. Вот так она была бы. Вот смотри, вот это все изделие у нас. Вот такая клеточка идет, видишь? А рукав у нас был бы по-другому. Оно бы невооруженному глазу и непрофессиональному не было бы понятно, но нам-то с тобой. Надо научиться. Да, да, поэтому вот эти моменты мы все должны с тобой. Мы когда краем рукав, да, ты все правильно положила, но я тебе рекомендую вот эту часть вот так не заводить вверх. Потом будет крайне сложно, вот эти вот, это у нас будет полоса, пройдет по центру рукава. И она, если ты ее некрасиво вложишь, она будет не одинаковая, то есть она может быть не зеркальная с двух сторон. Давай мы себя не будем сразу подставлять, а дойдем до вот этой черной полосы, и вот эта полоса войдет в припуск. Хорошо? А вот эта голубень, да, чтобы ее не было видно. То есть для нас это сейчас в данном моменте не принципиально, но тут настолько кропотливая работа по совмещению этих всех полосочек, поэтому давай-ка мы лучше, ну, эти все моменты, ну, не будем себя подставлять на этих моментах, если есть такая возможность. Хорошо? Да, ты вырезай обтачку, Ин, смотри, здесь теперь все правильно, поняла? Вот эта нижняя часть, теперь у нас относительно всего остального кроя все очень хорошо. Теперь мы берем наши вот эти вот выкройки воротника, и мы должны будем вот этот воротник, я тебе сейчас просто показываю не на кусочках, а как это надо делать, и будем их делать потом из наших выпадов, вот там, там, выпад у нас, вот у нас выпад, будем сейчас искать. А нам без разницы, как вот клетка? Нет, нам разница опять же та же есть, потому что вот это низ клетки, да, низ, мы будем тоже под это, ну, если есть возможность подстраиваться, мы будем подстраиваться, мы можем даже с тобой вообще вот так сделать, положить крой, ну, я думаю, что не стоит, да? Посередине, видишь, вот воротника, который будет виден, вот эту полоску, я просто, она мне, лично мне черные не очень нравятся, поэтому я бы, наверное, вот как-то вот так бы, наверное, положила. Но опять же, вот эти вот моменты, они должны быть идеальны, видишь, тут черная полоска, вот так вот наполовину будет видна на готовом изделии, и поэтому, если не хочешь, ну, париться с этими моментами, ну, вообще, нам придется с ними, конечно, париться. Вот. Да, не так так так. Но у нас же еще другой момент с тобой, смотри, если мы вот так вот приставляем нашу выкройку, вот сюда к этой линии, видишь, она тут доходит до коричневой, а если мы ее в другую сторону поставим, а она у нас в зеленое приходит, ну, в смысле, в бирюзовое приходит, у нас нижний воротник может быть со швом, а верхний должен быть цельный. То же самое с вот этой вот обтачкой, ой, господи, со стойкой, да. Ну, сейчас будем искать тогда из кусочков, ты сейчас вот этот вырезаешь, и мы сейчас с тобой из кусочков выложим, чтобы мы экономим, хорошо? Перед тем, как раскраивать воротник, да, мы промеряем, потому что у нас отдельная выкройка их, этого воротника, да, то есть отдельная выкройка воротника, стойка и воротник. Мы сначала должны примерить вот эту вот линию. Что-то мне не нравится вот эта, сильно высоковато. Еще вот, мне кажется, что должно быть вот так. Давай по ней примерим. А то она какая-то даже выше, чем прямой угол. Ну, вот так складываем, да, вот эту нашу вот сантиметровую ленту. Ну, 8,4, 4 миллиметра, 8,4 по вогнутой линии, а вот здесь, смотри, совершенно все интересно. Вот центр, хорошо, что написан центр. Центр, это же центр. А теперь в одну и в другую сторону по полтора сантиметра и будет наша с тобой вот эта вот планка, да. А воротник же у нас с тобой идет вот так вот по планке. Вот эта вот вся линия должна полностью вот до вот этой линии быть измерена. Тогда точно не 16. Тогда точно не 16. Вот, и мы вот так вот ставим на ребро нашу вот эту вот сантиметровую ленту. И получается... А, ты от того, как сашки? Да, да, да. 12,2, да? Вот. Да вот это вот расстояние 12,2. Но до центра будет другое расстояние. Нам-то надо вот это. И приплюсовываем, получается, заднюю, переднюю половинку. И будем знать, что вот, смотри, 12,2 плюс 8,4 плюс 8,4, 26. Значит, всего вот эта линия должна быть у тебя 20,6. То, чего нам не хватает, мы добавляем вот сюда, да. И мы вот так сейчас примеряем, сколько у нас здесь эта линия. Здесь ничего плохого не случится, если мы добавим. Если отнимать, придется. Ну, нет, мы тут точно не будем. Вот, смотри, здесь 21,2, можно сказать. 21,2. Да? А у нас 26. Ой, точно приходится отнимать, ты посмотри. А у меня просто резеток. Минус 21,2. Ну, 0,6. Даже тут даже можно снимать. Не будем, давайте не будем. Нет, мы четко сделаем, мы добавим припуск по 2 см. Примерим для первых приметов, а потом все остальное. Значит, нам здесь надо минус 0,6. Мы загнем просто. Плюс здесь срежем, да. Можно даже, если такая ситуация еще когда-то будет, то мы можем тут, ну, даже 2 см можно здесь уменьшать. Ничего страшного не будет. А если больше, то надо переделывать выкройку. Вот, варенька. А на сколько переделывать? Добавлять просто по прямой? Отдельный, будет отдельный крой. Хорошо, я тебе дам отдельные филиппыки. Так, значит, что, да, вот сейчас будем кроить. Здесь минус 0,6. И так даже и здесь будет автоматом минус 0,6. Да? А они одинаковые? Они даже, они вот тут вот, вот так вот будут сострачиваться. Вот так. Здесь она, вот эта часть на полтора сантиметра. Это вообще вот центр будет переда, вот по этой точке. Потому что когда ты застегиваешь, она у тебя должна вот тут сойтись. На горле, да, вот на еремной впадине, вот на этом. Ну, должно как бы встык быть, да, по этому. Поэтому мы с тобой запомнили, что здесь 0,6 нам надо убрать. Значит, нам, мы сделаем с тобой на всякий случай двухсантиметровые припуски. Поэтому мы от этого края 1,4 просто отложим и все. Правда? Получается, что мы не будем цельное делать, да? На первую примерку мы всегда делаем со швами. Со швами. Тем более, когда будет полностью отработанная выкрика, только тогда мы с тобой будем... Тогда 1,4 припуск сюда, да? 1,4 сюда. И плюс отзеркалить потом. Да, да. И теперь мы сейчас с тобой будем смотреть, из каких выпадов, где нам там что кроит. Ну, в общем, в итоге мы приходим к вот этому курсу. Или давай все-таки еще масяньки будем шить что-то. Ну, если у нас будет получаться как-то... Вот получится наоборот, да? Вот так вот. Потому что у нас же вот эта линия по низу идет. Ну, да, нет, вот это нижняя часть. Ну, в это сейчас можно не заморачиваться. Именно вот в эти моменты. Потому что в воротнике это не так. Я единственное, что тебе не рекомендую ставить вот эту вот линию вот так. Ну, вот посередине воротника, чтобы она вот так была. Вот единственное, иногда это специально делают и заморачиваются. Ну, смотри сама. Хочешь, что делай. Хочешь, что не делай. Или давай заморочимся. А для чего? Во-первых, смотри, у нас кусок вот выпада есть? Есть. Тут даже иногда можно его так крыть, если ткань нерастяжима. То есть вот это у нас кромка вот здесь сбоку. Отходи назад. Вот это у нас кромка, да? А крой у нас весь крыется. Вот это низ изделия. Это верх изделия, да? Поэтому мы... Давай мы вот... Ну, вообще, ну как? Вот эта линия, если черная будет вот так идти посередине, тебе будет комфортно? Ну, он же будет все равно лежать вот так, диагонально. Ну, да. Тем более ты говоришь, что ты не будешь наверх не закалывать. Нет, я не буду. Я не закалываю. Ну, в смысле не застегиваешь. Ну, смотри, можно вот так ложить. Вот так. Все вот эти вот линии здесь учитывать. А можно вот так положить. Или вот не брать вот эти вот полоски. Вот тогда ты вот в эти части попадаешь, понимаешь? Я вот это тебе точно не рекомендовала. Потому что здесь до миллиметра идеально, чтобы одинаково было с двух сторон делать очень-очень сложно. Поэтому давай мы тогда вот эту полоску положим вот так. Захватим все три клетки. Да, захватим все три клетки. И даже, наверное, вот так. Потому что нам нужно вот здесь. И потом ее же вот на этом же куске и от зеркаля. Просто перевернуть ее вот так. Нет, помнишь, мы не можем так кроить. Мы одну вот в эту сторону кроим, а другую вот в эту сторону кроим. Тогда у нас более или менее совпадают вот эти вот полоски. Короче, вот на нижний воротник вот этот кусок у нас уйдет. На саму стойку можно брать вот здесь где-то. Ну вот, вот она тебе стойка. А припуски? А, есть. Припуски по сантиметру, а здесь ты добавляешь. Да? И здесь она изогнутой формы, поэтому мы тоже здесь будем подстраиваться под какие-то... Короче, вот экономишь. Вот здесь под вот это подстраиваешься, здесь под вот это учтишь, что здесь она на 2,4 в круге лечит. Да, да, я запомню. Ну вот давай. Можешь даже вот так даже их отметить, что вот здесь должна полоска совмещаться. Можем заморачиваться, можно не заморачиваться по этому поводу. Вот давай. И потом покажешь, к чему ты пришла. Хорошо? Значит, смотри. Вот первый ты нарисовала вот так, да? И тут по сантиметру мы даем припуски, а здесь 1,4. Мы уже объяснили, почему. А этот ты хочешь вот так положить. У нас опять собьется с тобой вот эта полоска. Мы вот этот так краим, а этот вот... Господи. Вот так краим в одну сторону. Ой, тут я уже сама. Вот этот вот так краим, да? А этот в другую сторону. Но вот эта полоска у нас, она должна быть одинаковая здесь. А, все-таки я сообразила. Но мы тут не влезаем. Нам надо будет ее чуть повыше вот так краить. Вот тут мы не влезаем, потому что это еще припуски. Поэтому я сначала рекомендую, сначала ее вырежи, а потом сейчас мы будем на основе ее зеркалить. Хорошо? Не надо два сразу наводить. Да, и нарисуй мне вот эту вот стойку. Хочешь, можешь даже здесь. Ну, можешь здесь ее против. Ну, там в другом месте, если что. Давай выложим. Хорошо? Так, вот мы вырезали идеально идентично оба и переднюю, и заднюю часть. Ну, в смысле, левую и правую часть стойки, левую и правую часть воротника. А теперь мы это должны будем либо дублировать дублерином, либо флезелином. Ну, чаще всего флезелином дублируется, чтобы он пожестче стоял. Ну, тут уже смотришь, что у тебя есть, или что ты хочешь, и все остальное. Тоже долевая. У тебя на флезелине идет вот так. Вот два куска вместе складываешь, подкраиваешь и дублируешь только без пара. Потому что пар не даст возможности флезелину приклеиться. Клеим вниз одну и вторую детальку. Потом сострачиваешь сначала вот это на 2 сантиметра. С одной стороны вот тут флезелин. и с другой стороны флезелин. Но ты дублируешь сюда 2 детали вместе. Не по одной дублируешь. Ни в коем случае. Ну, то есть я раскладываю, правильно? Нет. Ты вот эту берешь, выкраиваешь на флезель, как будто вот это флезелин у нас. Тоже на флезелине. Долевую находишь. Вот раскрой флезелин. Сейчас я тебе покажу. Вот наш флезелин, да? Нетканный материал. Вот это долевая, а вот это поперечная. Видишь, она вон играет. Вот. И мы кладем нашу с тобой выкройку. Одну вот так четко к сгибу, да? Подкраиваем ее. Вторую вот так вот, да? Зеркалим. Переворачиваем. Да, переворачиваем. В данном случае это можно. Опять же, вот эту стоечку. Вот так и вот так. И получаем с двух сторон у нас флезелин. А потом, не раскалывая булавки, не раскалывая, мы идем на утюжильный стол, да, кладем вот две детали вместе. Берем одну деталь флезелина, убираешь вот эти булавки, ну, две детали вместе у тебя лежат. Убираешь булавки, берешь одну деталь флезелина, накладываешь, дублируешь. А потом переворачиваешь на другую сторону, ну, две детали вместе. А, вот оно очень. Да, и второй раз дублируешь, чтобы не было никаких смещений, перекосов, еще каких-то дефектов. То есть вот всегда мы все дублируем, две детали вместе. Поэтому вот оно у тебя вот так лежит, так же самое верхний, ну, вот этот воротник сам. Тоже дублируешь, вот убираешь булавки, дублируешь флезелин, все, настыл, перевернуло, ну, у тебя две детали вместе. И с другой стороны дублируешь, и потом сострачиваешь вот здесь на 2 сантиметра, не, на 1,4, а на 2, потому что мы должны были уменьшить наш воротник, да. И сострачиваешь здесь строчку, держишь, уже флезелин здесь будет продублированный. Здесь строчка на 2 сантиметра, и вот здесь строчка на 2 сантиметра. Потом, ну, мы пока ничего не утюжим. Потом берешь и соединяешь вот эту выкругу сюда, именно в таком положении, именно в таком. Берешь ее и вот так вот, ну, только разворачиваешь его, раскалываешь, разворачиваешь его, и в один слой, 1 и 2, вот так, от вот этой линии, ну, грубо говоря, вот так, только в расколотом состоянии. Начинаешь накалывать и можешь наметать, вот так. Да? Ну, тут мы... Или можешь... Ну, давай, наметаем, и потом ты его принесешь, и мы вметаем с тобой в горловину. Хорошо? Так, вот мы подкраиваем флезелин для нашего воротника на стойке. Здесь крайне важно подставлять поддалевую. Да? Поддалевая у нас на воротнике, это нижняя часть воротника, она же стойкая, это верхняя часть воротника. Но перед тем, как подкраивать, давайте разберемся, где у нас долевая, где поперечная на флезелине, она тоже есть. Вот так берем и ставим. То есть вот так, да? Ну, практически, можно сказать, не тянется. А вот так, смотри, сразу же. Вот это ширина, а вот это долевая. Да? Потому что это не тканый материал, но на нем тоже есть долевая. Значит, что мы должны? И вот здесь у нас с тобой долевая, да? Как раз тут по полосочке все очень хорошо видно. Мы берем вот эту детальку нашу, да? Ну, у нас, поскольку здесь, я думаю, что прямой угол, мы можем даже его вот так вот под стол поставить, да? В общем-то, ровно, более-менее ровно нам отрезали, когда продавали флезелин. Поэтому, смотрите, очень внимательно, вот как, во-первых, здесь две детальки, да? Сколотые друг на дружку, да? И еще и идеально подобран рисунок одинаковый, да? У нас же такая блузка, что нам надо постоянно все подгонять, полосочки, клеточки. Так, и вот так прижимаем. И вот смотрите, как вот здесь оно легло, а дальше оно само ляжет. Когда именно вот в два слоя, то вообще очень легко подклеим. Вот. А здесь сейчас все равно, клеим вниз или клеим вверх, мы пока по одной детальке все это краем, да? Ну, и здесь, смотри. Здесь тоже идет долевая по верхнему воротнику, да? Ну, и вот так вот кладем. То есть, главное, чтобы здесь была долева. Вот. Вот у нас, мы сейчас аккуратно обведем тоненьким мылом, да? Эти контуры вырежем, а потом возьмем вот эти две детальки и наложим и отзеркалим. Без припуска. Без припуска. А у нас уже здесь есть. У нас же все есть, да? Здесь все есть. Все сейчас просто аккуратненько обводим, и все. Вот. Мы раскроили. Теперь, смотрите, вот тут у нас клей, шершавая сторона, и здесь у нас клей, шершавая сторона. Или, вот оно вот так лежало, или вот так вот зеркалим, да? Или там клей к клею, или шершавой стороной к шершавой стороне. Давай экономить, что ли. Вот. Тоже здесь проверяем, вот тут долевая, чтобы было. И точно так же вот подкраиваем. Напоминаю еще раз, что так можно делать только флезелин. Дублерин так не кроится. Дублерин будет отдельное видео. Он мягкий, он форму не держит. Так только можно кроить, только флезелин. Так. Так. Что мы делаем еще? Ножем тут закономить. Вот тут, наверное, второй. Не клеевой, не клеевой. Мы сейчас. Да, 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 да. Тоже смотрим, чтобы долевая была. Вот так, да? Тут можно чуть повыше, то чтобы надрез какой-то там еще что-то. То есть проверяешь. О, все. А дальше оно само раз и легло. Хочешь, можем заколоть. Сейчас булавочками аккуратнее. Можно это сделать, да? Да, да, да. Будет легче просто вырезать. Закалываем и по контуру вырезаем. И идем с тобой дублировать. Но перед тем, как дублировать, сейчас мы еще подкроем планки на нашу кофточку. Хорошо? Сейчас вот это вырежешь, и мы планки на кофту сделаем. Все, давай теперь. При раскрывке стойки и воротника получается, что я ошиблась. Я слишком свободно манипулировала стойкой и, получается, переворачивала ее лицевой изнаночной стороной, пытаясь подстроить под клетку, чтобы совпал рисунок, но не обратила внимания, что я прикладывала лицо к изнанке. То есть перепутала. Клетка совместилась, а лицо с изнанкой... То есть лицо должно было быть к лицу, а изнанка к изнанке. Правильно, да. Вот чтобы в дальнейшем этого не было, вот смотри, сейчас я покажу, что нам делать с нашей стойкой. Аккуратненько разъединяем. И вот это все лишнее белое идеально все срезаем этим самым. Срезаем ножницами. Так, вот что нужно было еще? Я приговорила, но, видимо, мало времени этому уделила. У тебя везде должно было быть крестики стоять или какие-то пометки, где лицо, где изнанка. Вот тут мы с тобой рисовали наш предыдущий рукав. Наверное, это изнанка. Наверное. Вот я вижу, что вот здесь, смотри, у нас вот кроилась спинка, да? Вот я вот так вижу. Давай найдем эту часть спинки. Мы сейчас точно найдем, где у нас лицо, где у нас изнанка. Вот. Вот наша вроде бы как спинка. Нет, это не она. Видишь? Это не она. Так, теперь берем другую часть спинки. Видишь, не совпал рисунок. Сейчас мы найдем, где у нас лицо, где изнанка, что в дальнейшем с тобой все это находить. О, а теперь совпало. Видишь, крестик есть. Значит, это изнаночная сторона. Она должна была у нас вот так вот вся быть в крестиках. И каждый выпад, который здесь оставался, если он отдельно срезанный, он должен был быть тоже весь крестик. Помечен крестик. Да, обязательно. Тогда у тебя бы вот это не получилось. Вот, видишь, дальше мы можем что-то сейчас разрезать. Давай еще раз намечу вот такой крестик. Как хотите там, намечайте. Может там палочками, елочками. Главное, чтобы вы понимали, что это изнанка. Вот тут еще можно вот так. И когда подкраивались вот эти детальки, смотри, вот это изнанка, например, мы ее кроили вот так. Например, вот мы ее кроили вот так. Ты ее, тут уже будем потом разбираться, должна была вот так наметить, что это изнанка. А потом вот ты ее вырезаешь, ищешь вторую. Мы же ее и зеркалим, да? И зеркалим мы ее вот так. То есть мы вторую детальку должны были... Вот так мы видим наш рисунок. Вот так, да, получается. Вот. А вторую детальку мы должны были лицом к лицу. А тогда бы у нас с тобой не совпадала полоска. Вот поэтому у тебя... В это я ее уперлась. Вот в этом, поэтому оно у нас... Главное здесь одинаково. В это я ее уперлась. А, знаешь, чтобы... А, вот смотри, нет, оно у тебя, вот. Так, мы что-то там другое тогда подгоняли с тобой. Потому что, видишь, здесь вот эти вот места разные. Видишь? Мы, видимо, подгоняли с тобой вот эту клетку. Вот эту вот черную полоску, да? Потому что черная полоска здесь вот подогнана полностью. Да? Но мы не могли... Нет, это все тут правильно дело. Дезеркалило все хорошо. Вот сейчас я еще найду ее. Где она тут? Это вот так. Мы сейчас посмотрим. Тут, скорее всего, что... Все очень даже хорошо. Деркалило. Определиться, где был крой. Ну, где-то вот так, да? А вторая деталька у нас вот идет. Ты все правильно сделал. Здесь, здесь правильно. Вот здесь на стойке у меня получилось. Что вот здесь у меня лицо, а здесь у меня изнанка. Я манипулировала вот этой частью. Ты хорошо проманипулировала. На самом деле, ты хорошо проманипулировала. Смотри, она у нас одинаковая здесь. Видишь? А нам-то это и надо было. Я под это и подстраивалась. А вот если будет ткань, которая сильно большая разница между лицом и изнанкой, то же клетка. Видно? Смотри, здесь то же самое можно было бы и здесь сделать. По большому счету. Да, вот эта лицевая, видишь, здесь более ярко выраженная вот эта полоска. А здесь менее ярко выраженная белая полоска. А вот это тоже все изнанка было. Все изнанка было. Смотри, мы можем, знаешь, что сделать. В принципе, это особо не видна. Вот эта вот белая, такая более толстая полоска вот тут внутри, черная. Ну, я бы, вот видишь, я что-то не обратила внимания. Я бы все-таки сделала бы их одинаковым. Будет очень некрасиво, если вот тут, покажи мне, вот смотри, один воротник вот так, а другой вот так. Вот смотри, он красиво. Ну, да. Оно должно быть одинаковое рисунок. Ну, вот здесь вот, да. Ну, надо, чтобы были одинаковые рисунки. Давай мы сейчас один перекроим. с тобой, хорошо? Значит, что мы здесь продумали? Чтобы нам получить идеальное зеркаление и чтобы вот эта зеленая полосочка была у нас с двух сторон, чтобы это получить, нам нужно, вот мы положили одну и другую деталь, мы ее сейчас не зеркалим. Мы что делаем? Ну, мы поняли, что, в общем-то, мы имеем право так сделать. Теперь у нас вот это будет изнанка, да, уже продублированная, да, и вот это будет изнанка, да, мы сейчас его вырезаем четко по контуру и дублерин, ну, флизелин ставим вот на эту сторону. Тогда они у нас будут, оба два зеркальных куска верхнего воротника. Но у нас получается, да, я добавлю, что вот здесь вот у нас идет по ткани изнанка, вот это изнаночная сторона ткани, а та сторона у нас получится лицевой. Да, вот то же самое, что у нас получилось, смотри, вот здесь на стойке. Вот тут ярко выраженная белая полоса, значит, вот это на самом деле была изнанка, а это было лицо. То же самое мы будем делать здесь, потому что нам надо, чтобы одинаково было две голубые полосы, две зеленые полосы спереди. То есть я считаю, что так. И еще один момент, вот этот вот воротник второй, мы его никуда не деваем, не выпрасываем. Почему? Потому что у нас же еще будет обтачиваться этот воротник. У нас должно быть вот таких четыре детали и таких тоже четыре детали. Потому что это мы только нижний воротник подкроили, а будет то же самое сверху. Мы же не можем вот так носить флизелином к телу, да, и пришивать его и оставлять его без, грубо говоря, обработки. Поэтому мы еще раз будем это подкраивать. Просто мы сейчас не спешим еще раз подкраивать, потому что посмотрим, что сейчас... С руками. Да, мы сейчас вметаем воротник в горловину, вметаем один рукав и сделаем примерку, посмотрим, что да как. И посмотрим, ну, планки сейчас заметаем, приметаем, все, что надо там сделаем. Вот. Вот то, что у воротника, вот такая вот штука. Вот смотрите, что у нас тут получается, что мы даже если вот так кладем, у нас вот здесь сбивается, видишь, а мы говорим ткани. Вот я тут сейчас приколола вот эту часть и выгибаю наизнанку и смотрю, чтобы и здесь она так же самым до вот этой рыжей линии доходила. Но это мы уже прям идеальное качество с тобой делаем, поэтому вот тут заморачиваемся, пополнопрыгаем. А смотри, а здесь мне надо подтянуть, чтобы получить данную выкройку, видишь? Даже, причем, чуть ли не складку сделать, но это, конечно, хреново. Видишь, что получается, если я здесь подгоняю, то мне надо, ну, вот, аж вот так, видишь, что-то припосаживать, что-то это. Ну, вот это вот, когда не очень качественная ткань, вот ждите таких приколов, грубо говоря. Мне приходится вот так делать, если мы это место выбираем. А мы, когда будем дублировать, мы подрастянем. Ну, по крайней мере, полосочка клетка у нас совпадет. Мы же за этим вот тут выделываемся, извините за выражение, по этому поводу. Вот, а здесь тоже мне надо, видишь, что делать. Давай сейчас вот эти вот концы сейчас подберем. Вот, видишь, вот эта вот часть этой линии. Так, и вот здесь, видишь, полоска. Просто будет у вас какая-то очень дорогая ткань. Нужно будет же делать то же самое. Вот, может, там, конечно, таких мало будет погрешностей, но вы с легкостью справитесь с этой задачей. Смотри, а здесь он вообще сбивается конкретно. Просто, если вот здесь оно еще удерживается, а здесь, смотри, то же самое приходится вот так растягивать. Ну, по технологии, якобы, это делать нельзя. А что нам остается с тобой? У нас, надо, клетка-полоска не совпадет, а у нас клеточка. У нас рубашка в клеточку. Что нам делать? Здесь вот еще и надо ее вот сюда вот так подвигать вниз. В общем, кошмар. Кошмар, с одной стороны, ну, как бы, так, если гипертическая стопроцентная ХБ. Да, ну, вот она дала какую-то усадку, какую-то деформацию, вот. Да, давно я таким не занималась. Так, и вот так вот. И теперь вырезаем. Потом вы дублируете. Ну, по крайней мере, смотрите, две идентичные детальки получились, да? Ну, вот, вырезаем и идем дублировать. Вот кино, да? Вот, да? Вот мы уложили его зеркально, да? Все хорошо, все зеркально. Но, опять же, кладем друг на дружку и дублируем всегда две детали сразу. Тогда у вас никаких погрешностей не будет. Смотри, а мы натягивали, а оно все одинаково, особенно вот здесь. Смотри. Отлично. Хорошо, клеим вниз, да? Потому что и с той стороны должен быть, и с этой стороны. Да? И начинаем. Ну, и сразу можно дальше уже дублировать. Сейчас раздвинем, сейчас покажем, да, как. Никогда этому в теории не научишься. Только через опыт, сколько будете вещей шить, столько будете опыта набираться, приобретать, делиться, восхищаться, злиться. Ее что-то остужаем, да? Только потом перемещаем. И сейчас можно будет вот так раскрыть и посмотреть в итоге, как. Ну, не сильно, ну, можно сказать, что ты об этом не знаешь, что ты не увидишь, что это тоньше белая полоса, а это толще. Нет, нет, не видно. Особо не видно. Вот, видишь, я его раздвигаю, вот две одинаковые детальки. Так что, благодаря тому, что ты в прошлый раз почувствовала, как на самом деле правильно надо сделать, у нас получилось, как правильно сделать. Для данной модели из данной ткани. Вот тут получается такой момент, что мы должны с тобой идти против правил. Лицо к лицу, изнанка к изнанке, потому что, вот смотри, нам же надо, чтобы вот эти вот места были одинаковые. Ну, потому что оно должно, рисунок должен совпадать. Вот с одной стороны воротника, а с другой стороны желательно, чтобы оно было одинаковое. А вот, ну, особенно вот эта клетка-полоска, она не будет видна. Ну, вот эта вот черная видна. Вот эти места очень важны. Это концы верхнего воротника. И вот нужно, чтобы вот эта полоска здесь совпадала. Что мы больше с тобой... Ну, сейчас посмотрим, или этот, или этот, мы будем один из них делать одинаковым. Так что здесь все, на самом деле, ты хорошо все сделала. Да, оно просто не сильно видна, вот это вот перед, зад. Но потом в итоге в изделии это будет... Ну, в данном изделии нужно будет, чтобы это было одинаково. Так, значит, что мы можем перекроить? И нам же надо будет, наверное, на одной полосе перекраивать, да, как-то пытаться. В общем, мы сейчас будем искать, как найдем, так заснимем. Да, потому что, смотри, я сама буду тут искать, путаться. В общем, сейчас найдем и заснимем, как мы это нашли. Вот перед тем, как дублировать, давайте разъединим наши вот эти вот булавочки. Да, просто снять булавки, потому что на булавке, ну, естественно, дублировать нельзя. Теперь давай перепроверим, где у нас лицо, где у нас изнанка, потому что я не вижу здесь... Вот изнанка. Точно? Вот даже мы припуски... Точно? Рисовали, да. Давай мы вот с основным изделием сейчас сравним. Здесь просто полосочка ярче, на лице ярче, а здесь тут склеим. Все, теперь верю. Все, вот, положили, да, вот так. Да, теперь то же самое можно сделать и с стойкой нашей. Положили. А здесь вот, кстати, по-моему, изнанка. Вот. Ух ты! Ага, вот я ж про это-то и смотрю. Ну, так оно тут, видишь, оно практически одинаковое. Потому что где увидели тут лицо, где изнанка, вот мне сейчас вообще очень трудно. Это только можешь увидеть ты, потому что ты здесь, ну, должна была насмотреться на вот это вот все. Но я думаю, что вот это лицо, скорее всего. Вот это проблема, у меня проблема. Вот это вот лицо, а здесь изнанка. Ну, оно так не страшно, тем более, что это стойка. Да, ну, вот я просто перепрямляю. Ну, мы уже по-другому не можем его дублировать будем. Нам повезло, что у нас лицо и изнанка практически одинаковое. Вот так, теперь вот это раскалываем наш вот этот вот флизелин. Что мы делаем потом? Клеевой, шершавой стороной вниз к ткани. Так, вот так положили одну детальку. Там тоже две детальки лежат вместе. Да, там тоже внутри две детальки вместе. Да, мы их, я убрала булавки, но я их не раскалывала. Да, и теперь то же самое делаем со стойкой. Вот, клеевой стороной вниз, там, где шершавая. Вот, положили. Очень все аккуратно. Теперь берем наш утюг. Я предпочитаю это делать с середины. Как будто бы фиксируем эту форму. Просто, чтобы оно хоть как-то там зафиксировалось. Да? Вот, чуть-чуть. А теперь уже подольше будем стоять на одном месте. Смотрите, очень внимательно с градусом утюга. Можно спалить весь флизелин и кожить вот так ткань. Да? То есть, все время, ну, сначала на кусочки там определяйте. То есть, вот у нас сейчас где-то два с копеечкой. На тройке, ну, что-то можно дублировать, что-то нет. Просто смотрите внимательно. Сначала определяете градус утюга, потом только идите на дублирование. Вот, где-то 5-10 секунд. Теперь перешли сюда. Вот так вот, с переходом. Как бы мне не хотелось сюда, но я тут часть сейчас не додублирую. Потом будет очень неприятно. Так. Дожариваем. Теперь в эту сторону идем. В этом со временем будете даже чувствовать, вот сколько нужно для какой конкретной ткани, количество времени для дублирования. Сейчас чуть-чуть остывает, чуть-чуть. Горячим никогда ничего не поднимайте и не перемещайте, потому что форма может слететь. Вот здесь хорошо форму держит и ткань, она, в общем-то, можно как-то и перемещать, и флизелин. А бывает, например, шифон, он будет улетать, и горячим его никогда нельзя поднимать. Да, все то же самое. Переворачиваем на другую половинку. Опять же, напоминаю, у нас тут две детали лицом к лицу. Потом берем вот этот вот флизелин. Вот так вот. Подожди, клеим. Это что? Это лицо. Ну, мы же с тобой проверяли, ты же сказала, что... Ну, оно идентично? Идентично. Уже не будем... Обязательно это будет перекраивать. Поэтому я тут уже проверила тебе. Ну, в какой-то другой ткани, это будет перекройка сразу. Здесь вот там просто повезло, что оно не видно. Есть ткани, конечно, вот одинаковый рисунок, что с изнанки, что с лица, но действительно более такой вот, менее ярко выраженный там. Тоже, опять же, вот так, да? Вот так. Сначала чуть-чуть его надублируем. Так. Ну, вот и дальше продолжаем. Все. Пауза. Так, теперь мы сметываем, да? Мы уравниваем по линиям, четко по линиям. Видишь, вот ты ее вот так смотришь. Ну, тут уже как есть. Видишь, она вот так. Даже, да, что-то надо будет растягивать, что-то надо будет припосаживать. И тут, девочки мои, полосочка. Только смотри, закалываем там, где мы будем сострачивать. Это уже 2 сантиметра припуска. На всякий случай, вот так отметьте себе эту линию, где 2 сантиметра от края, чтобы именно в том месте вы и... Ага, ну, как раз по вот эту вот желтую полосу. Вот у нас 2 сантиметра припуска идет, да? И тогда булавки уже начинаете закалывать. Вот давай я сейчас по тончайшим по вот этим линиям. Вот так вот, да? Сейчас попытаемся ее вот так. Вот, даже вот так вот можете, видишь? Вот там. Сейчас посмотрим. Ну, прошло так, как надо. Да, прошло так, как надо. Но тут еще есть один момент вот с этими вот полосками и клетками. Чтобы они не сбивались. Тут надо манипулировать. Мы когда с тобой боковой сейчас будем сметывать, я на более большом объеме, наверное, покажу. Пока давай вот смотри. Если скалываешь, то вот тут вот скалываешь, да? По верхней части вот этой линии, да? Вот так. Оно тут уже вот прям в другую сторону прям пересекается. Давай вот так. А это вот так. Прям вот так вот вы его... Перепроверяем. Да, поэтому же я вам говорю, что пошив изделия в клетку или в полоску гораздо дороже будет, чем обыкновенная модель. Потому что вы обязаны вот это вот все делать и заморачиваться, и идеальное качество делать. Больше времени. Конечно. Поэтому как хотите, или не берете заказ, или рассказываете клиенту, что вы будете делать очень качественно, значит, ну, давайте надо платить и хорошо. Что там остается-то? Да, и вот здесь белую с белой. Вот хорошо. Ну, чтобы пока наколешь, полдня пройдет, чтобы хорошо сразу прострочить. Ну, мы можем с тобой сметывать, например, сейчас. Можем сострочить. Да, мы сейчас сострочим, раз мы так хорошо уже... Нет, 2,5 мм стежок. Зачем четверочка? Здесь качественная. А вдруг мы сейчас померим, у нас все будет... Ну, по идее, у нас должно быть все хорошо с нашим... Вот, и вот эту голубую линию, и вот эту рыжую, и вот тут вот ее вот подгоняем. Вот так. Вот, в общем, играемся по полной программе. То же самое делаем вот здесь. Значит, мы сейчас застрачиваем с тобой среднюю линию нижнего воротника, верхнего воротника, и сейчас заснимем, как мы сметаем вот эту вот часть. Хорошо? Так, вот мы их сострочили, да? Ну, чуть-чуть тут, вот тут хорошо совпало, а вот эти мелкие не очень хорошо совпали. Здесь тоже, вроде, хорошо. Ну, это уже потом разберемся, вам, дольше времени. Теперь, смотрите, вот эта нижняя часть, это линия притачивания к горловине ростков, самой блузки. А вот так мы должны его наложить и сметать. И потом вметываем в горловину. Вот я здесь даже предлагаю, вот как он сейчас ложится, припуск пока туда-сюда положить, не разутюживать, ничего. Это у нас первая примерка, поэтому мы сейчас вот так вот его сделаем. Да? Вот он очень даже хорошо ложится. Вот эти вот все галочки. И вот так вот просто накалываем. Вот так. Оп. Да? И ровно на сантиметр наметываем. Да? Так вот, уравнивая просто срезы. Сейчас наколем. Тут оно очень хорошо даже ложится. Очень хорошая выкройка. Вот. Ну, либо додвигать, либо не додвигать. Ну, давай додвинем. Уже уравниваем все припуски. Вот. И теперь вот здесь, ну, тут до конца будешь в данном случае сейчас сметывать. Вот. Вот полтора сантиметра и выходят. Те, которые у нас идут на половинку. Да? И вот так, ровно на сантиметрик наметываем. Одну сторону, вторую сторону. И сейчас покажем, как будем метывать в нашу горловину. Когда мы выворачиваем, ну, вывернем, оно вот так будет. В этом ляжет очень хорошо и красиво. Хорошо? Все, давай сейчас пока вот с этим. Так. А теперь мы подкраиваем планку. То, что мы будем дублировать по передней половинке. Помните, мы вот тут решили, что застежка у женской же справа налево, да? То есть у нас вот эта вот голубая большая полоса, она же будет и планкой, да? Вот. Я специально вот так загибаю. Вот. Пока мы там ищем выкройку, сколько там надо было отступать, сколько надо было дублировать. И единственное, тут не вижу надсечки центра переда. Вот он, эта надсечка будет здесь ровно по розовой части. Она же будет вот так вот загибаться, да? Вот четко по вот этой голубенькой. И вот здесь еще сантиметрик вот так вот вовнутрь, да? Вот такая вот будет планочка. И мы дублируем, получается, только вот эту внутреннюю часть. Саму голубую часть мы не дублируем. То есть мы берем и выкраиваем сейчас прямоугольник вот такой ширины, ровно 4 сантиметра. Нам нужен прямоугольник, который мы будем дублировать флизелином, ровно 4 сантиметра. То есть только припуск. С одной стороны и с другой стороны. Да? Так, значит, мы должны раскроить флизелин. Вот я напоминаю, что с другой стороны, помните, у нас никак по клеточкам не получалось. Видишь, она у нас цельная идет. Если так, то она цельная, да. Но никак не получалось зеркально делать вот эту голубую полоску. Поэтому, ну, мы уже решили, главное, совмещаем вот эти вот черные полосы, вот эти, чтобы у нас оно не разбивалось там никуда, не уходило. Вот тут тоже очень хорошо получилось. Ну, в общем, мы разобрали, что ровно 4 сантиметра, а высотой вот так вот. Ну, можно там примерно взять, да, отмечить тем мылом, что где-то вот так нам нужно 2 полоски вот такой высоты. Значит, в обязательном порядке долевая должна идти по длине полоски. Да? Вот это и есть долевая. Долевая вот часто такой стрелочкой рисуется, да? Значит, от края, здесь как раз у нас был край флизелина. Тут его никто не резал. Он тут очень ровненький, хорошенький, да? Значит, мы от края отступаем 4 и 4 сантиметра, и 2 полоски вырезаем. И потом идем все вместе дублировать вместе с воротником. Так, что мы делаем? Мы укладываем сейчас переднюю половинку лицом к лицу, да? Лицом к лицу. Вот нижняя, да, и верхняя. Передняя и задняя, грубо говоря. Так, у нас вот это вот, вторая сторона. Так, что нам тут крайне важно сделать? Помнишь, у нас там такая очень... Ну... В общем, кривая линия была. Помнишь, мы когда резали, мы вот такой линией нарезали эту клеточку? Но нам надо сейчас перед дублированием это дело все устранить. Мы сейчас возьмем поставить край, вот так вот, линейку. И только после этого, видишь, вот тут вот выпад такой. Мы сейчас будем устанавливать его под ровную линию. А только потом дублировать. Это обязательно, когда вы дублируете планки, потому что не всегда везет с тканью, что она прям вот ровно под долевой лежит. Очень разные бывают моменты в качестве ткани, которые приходится нам с вами устранять. Вот, видишь, положила под линейку, установила. А только потом берем наш флизелин, средней жесткости, кстати. Это из наука, да? Да, вот у нас ткань, грубо говоря, ну, средней мягкости, да. Берем средней жесткости флизелин. Ну, вот сильно толстый флизелин, плотный. Я вообще никуда не рекомендую ставить. Только для специальных каких-то уплотняющих моментов. Ну, будет отдельное видео, мы там расскажем. Если будет шифон, шифоновая блузочка тоже с планочкой, вы берете тончайший флизелин, тончайший, он такой мягкий, тонкий-тонкий такой вот, ну, вообще там. То есть не средней жесткости, а совсем тончайший флизелин, тончайший-притончайший. Потому что он сильно загрубит планку спереди. То есть оно должно быть все такое вот очень мягкое, летящее, все остальное. Ну, это тоже касается шифона, да. Вот, мы вот положили с тобой. Вот, видишь, она вот и хорошо легла, в общем-то. Теперь убираем нашу линейку. Двоечка, где-то у нас двоечка жар-учуга. Проверяем на кусочки. Клеем вниз, да. Флизелин клеем вниз. Вниз. И вот так вот. Пока в холостую, аккуратненько. Ну, как я до конца сейчас не дожариваю. Вот так вот, присоединили, все. А теперь после этого мы берем и вот так слегка придавливаем, да. Ну, не просто вот он стоит, а чуть-чуть мы его под тяжестью какой-то вот так делаем, да. Вот это одну сторону мы вот сейчас так продублируем. Где-то минут, не то что минут, а секунд по пять хотя бы на одном месте, но с переходом. Вот за 7 вот это вот место вот сюда. Видишь, вот сейчас у меня утюг стоял здесь, да, вот тут фактически. Вот я палец оставляю, да. Я переношу, делаю переход. Обязательно вот эту часть утюга надо дофиксировать. Не с этой части начинать. Не было никаких пробелов, пропусков, еще чего-то там не было, да. Вот, надублируем. Конечно, смотрите, чтобы был флизелин очень хорошего качества, чтобы клей не отлетал там, не оставался у вас на руках. То есть вы когда его покупаете, кстати, очень важный момент, вот смотри, я так всегда так делаю, вот когда в рулоне вот он лежит, и мое решение купить или не купить, я вот так залазю в рулон, ну как вот аккуратненько, и вот так его проминаю, и вот аккуратно-аккуратно вот такое движение делаю. Если у меня на руках не остается капель клея, значит я такой флизелин беру. Если остался, мы его не берем. То есть, ну, некачественный клей, будет некачественное дублирование, и все, естественно, в носке будут тоже какие-то нюансы, моменты, да. Ну и обратно вот так чуть-чуть прошлись. Так. Бывает флизелин, чтобы вы с ним не делали, а он на ткани может вообще никак не присоединиться, не продублироваться. Ну вот он хорошо тут продублировался, вот я его даже слегка пытаюсь оторвать. Есть флизелин, который вообще сразу отходит, ну там еще от моментов самой ткани зависит, какого, ну, какая поверхность ткани, на которую вы дублируете, то есть там целое дело. Ну, чем лучше качество и, наверное, дороже флизелин, тем лучше это будет. Так, теперь следующую сторону, видишь, она уже совершенно... Она у нас еще и приклеилась практически. Да, она и форму вот уже зафиксировала, поэтому вы всегда все дублируете друг на дружке. Это именно с... Это с клеткой или это совсем? Это совсем, всегда совсем. Смотри, вот здесь я дополнительно сейчас на всякий случай все равно приставляю эту линейку, чтобы вот увидеть... Видишь, вот наша долевая здесь видна. Вот, и у нас как раз дублирование идет до вот этой вот бирюзовой полосочки. Как раз она у нас и будет видна. Видно, да? Тоже в холостую делаем такой вот дугляж, чтобы оно у нас не подвигалось. Все, а теперь дальше вот так вот дублируем. Ну, в принципе, вот тут все по этому видео. Дальше мы додублируем. А потом? А потом? Вот наша планка продублированная. Мы сейчас ее вот так на лицо переворачиваем. Смотри, здесь у нас все четко, а только вот по нижней части нужно убрать вот эти вот лишние миллиметры выступившие фразелина. Теперь что мы дальше делаем? Мы четко по вот этим вот полосочкам должны здесь наметать, да? Вот тут сейчас наметать. Но перед тем, как вот это делать, давай мы вот эту вот линию сейчас тоже ровно на сантиметр наметаем. Если мы возьмем длинную линейку, если бы тут была клеточка, проблем бы не было, но придется навести еще. И ровно сантиметрик с одной и с другой стороны вот так наводим, да? Теперь мы должны по сантиметрику вот так вот наметать эту часть. Лучше наметать. Четче линия будет и все остальное. Сначала мы вот здесь вот так на сантиметрик наметываем, да? Я просто сейчас так фиксирую, как мы сейчас сделаем. А потом, да, по вот этой линии, да. По верху получается, да, этой линии? Только тут надо посмотреть, где 3 сантиметра, потому что тут может что-то сбиваться. Ну вот же, по рыжей линии, да? Вот, по вот этой рыжей линии мы должны будем вот так вот загибать. То есть черную мы загибаем здесь, да? Да, да, да. У нас же должно быть в итоге 3 сантиметра здесь шириной. Вот эта вот планка. Видишь, очень плохо, когда нет вот этих вот... Видишь, ровно 3 сантиметра. Я думаю, что это за линия белая? Я сама же нарисовала. Я думаю, что там... Вроде у нас должна быть линия как планка, но это же другая сторона. Так, вот это сейчас ты наметаешь четко по линии. Вот это тоже четко по вот этой полосочке мы наметаем. Это же у нас та сторона, которая у нас пойдет на... Вот так. Вот, да? Здесь у нас будут петли, а здесь пуговицы пришиваться. У нас вот эта главная наша полосочка. Вот эта планочка голубинкая, да? Здесь то же самое. Как у нас так совпало, что у нас там и там голубая планка. У нас же вроде... Нет, это мы под низ голубую планку забегаем. А, все, все, я поняла. Это под низ, а это наверх. То есть там у нас... Как бы мы там ни старались, у нас там у меня не получалось. Или же нам тогда надо было... О, смотри, какая хорошая мне идея пришла мне в голову сейчас. Как мы сейчас по воротнику поступали, мы могли бы ли так же само поступить и с нашей вот этой вот выкройкой вперед и сзадом? Ну да, если не сильно отличалось. Да, оно бы вот эти... Просто на одной стороне менее ярко выраженное вот это было. Но здесь векомнее было бы, я думаю. Да. Ну вот смотри, вот такой момент. Давай сейчас мы его все-таки озвучим. Да, что... Чтобы у нас идеальное было все совпадение в данной вот такой... Ну, какой-то неправильной клеточке, то нам надо было так же поступать с кроем, как мы сейчас поступали с воротником. Тогда бы у нас голубая планка была и там, и там была бы. Да, но в принципе у нас есть ткань. Мы-то, конечно, можем перекрыть. И еще одну переднюю половину, и еще одну заднюю половину. Мы этого делаем. Я думаю, что у нас может просто не влезть вторая рука. То есть вот как возможность это есть, если уж совсем, потому что смотри, мы сейчас заготовим эти планки, ну посмотрим, вдруг ты изменишь решение. Это совсем не по технологии будет. Но зато у нас клеточка совместится, понимаешь? Здесь то же самое. А вот смотри, здесь даже ничего не надо проводить. Здесь у нас четко вроде бы по полосочку вырезано. Поэтому мы... Вот это у нас планка, которая вот до сюда у нас сгиб идет. И здесь мы с тобой просто вот так примерим. Сейчас давай вот так вот от низа. Сколько? 3 сантиметра ровно по вот эту вот зеленую часть. Видишь? Вот эту первую полосочку, да? Зеленую полосочку будешь сгибать, и все вот ровно сантиметром будет. Вот. Потому что... Вот тут должно быть... Так, давай другую линейку, потому что... Как-то он больше, чем сантиметр выглядит. Так, вот так вот. Нет, ровно 3, все правильно. По зеленую полоску будет ровно 3. Видишь? Ну, знаешь как, по... Не по вот этой... Не по вот этой стороне полоски, а по вот этой стороне полоски. То есть по голубой вот этой вот полоске. Это ровно сантиметром. Это будет ровно сантиметр. Ну, тут погрешность, тут миллиметр вот в этом вот. Вот. Тогда вот будет ровно сантиметр. Да? Видишь? Вот по голубой, не по зелененькой, а по голубой. И вот так мы сгибаем. Вот так вот по голубой. И вот так будем сейчас наметывать. Хорошо? Так что вот имей в виду по поводу клетки, что если очень надо, а она совсем никакая, то если она лицо-изнанка практически не отличается, то можно все и зеркально сделать на самом деле. Так, значит, вот смотрите внимательно. Теперь мы соединяем средний шов спинки, боковые. Стяжки мы заснимали, да, как делать на данной ткани? Или мы ничего этого не заснимали? Нет, стяжки мы здесь не... Я и дома стяжки делала, поэтому мы не снимали. Хорошо, сейчас тогда давай. Вот смотрите внимательно, как мы соединяли. Вот у нас тут шов сколько? Полтора? О, два сантиметра. Два сантиметра. И приблизь, ближе. Все правильно дело. Смотрите, как совмещается полосочка. Не посередине полоски, а в начале полоски. Вот, ну тут маленькая, тут по-другому никак. Вот, по началу полосок. Чтобы они совпали с той и другой стороны. Да, точно так же мы соединяли и сострачивали нашу выточку. Вот, ну тут уже мы все ее полностью правильно сделали. Не знаю, тут сильно видео не поснимаешь. Единственное, что момент какой. Смотрите, в длинных блузках не оставляйте вот эту вот выточку где-то там на 5-3 сантиметра до низа. Возьмите на миллиметр и дальше ее сведите до конца. Почему это хорошо? Во-первых, пузыря не будет. Во-первых, вы плавно сводите, она и линия красивее смотрится. И все остальное, это то, что касательно по выточкам. Да, вот тут 2,5 миллиметра стяжу. Ну, растягиваем ткань и строчим, да? Ага. Значит, мы строчим нашу блузку в средний шов спинки. Мы накололи хорошо. Вот 2 сантиметра у нас уже есть речка, по которой можно будет отталкивать. Так, вставляем, докручиваем на пальчик вот так вот, да? 2-3 раза, вставляем нашу иголочку в ткань и хотя бы 1 стежок, 1-2 делаем. Теперь можно отпустить, чтобы она там внутри не намоталась, да? И еще добавляем 3 стежка, вот это ровно сантиметр вперед. Теперь нажимаем обратный ход, идем обратно и идем вперед. Да, закрепку же делаем, да? Вперед, назад и вперед пошли. Как раз получается 3 раза на одном месте. Потом держим вот эти вот ниточки, чтобы ткань у нас получилась в итоге потом качественной шов. Значит, теперь растягиваем нашу ткань здесь вот так держим и вот так. Там еще есть видео, как делать качественные строчки и все остальное. Смотрите там на канале. Так, и вот так растягиваем. Еще раз напоминаю, что мы машинке не помогаем строчить. Мы просто растягиваем ткань, а машинка просто едет. И когда я строчу, я смотрю исключительно, чтобы эта ткань вот сюда вот близка была к рейке. И все, больше я никуда не смотрю. И также до конца строчим, делаем закрепку. Так же самое скалываем и сострачиваем наши боковые, потому что у нас планка спереди, нам не надо никакую молнию по бокам делать. Да, совмещая вот эти вот все полосочки, боковые и средний шов рукава наметывая. Я могу четверочкой боковые сострочить, а вдруг нам придется убирать? А у нас же отработанная выкройка с тобой. А если не придется? А если не придется? Смотри, почему четверочка не могу понять? Ну, чтобы померить и проще ее вытащить. А то все равно с одной и с другой стороны будем выпарывать, если что, снимем видео, как это быстро распороть. Нет, давай два с половиной, а вдруг все будет хорошо. Хорошо? Два с половиной. Так, теперь мы скалываем, наметываем наши боковые. Что мы должны сделать перед тем, как? Мы должны с тобой вот эту нашу выточку, вот так вот, начиная от центра фактически, мы ее заутюживаем наверх, да? Да, мы ее заутюживаем наверх, да? Нет, мы заутюживаем ее на низ. Почему? Посмотри, видишь, она начинает выступать выше нашего припуска. А мы же потом здесь хотим оверлоком пройтись, а вдруг мы случайно здесь срежем? А вдруг мы потом захотим перешить эту блузку на кого-то, а здесь будет дырка и не получится ничего. Ну, я гипотетически все варианты проговариваю. Вот, и вот мы теперь ее вниз опускаем. Помните, я говорила, что если выточки много, то мы ее вверх не заутюживаем, как по технологии мы заутюживаем ее вниз. Нам главное ее здесь просто точно наколоть. Смотри, вот так накалываем, да? Вниз вот так, да? Фиксируем, как будто бы мы ее заутюжили. А только после этого ты правильно делаешь, да, сначала мы вот это с тобой накалываем. Я просто совмещала. Да, просто совмещала, да. А теперь вот ты видишь, как она должна лечь, вот, да? И только вот после этого дальше там накалываешь. Да, тоже совмещаем все наши вот эти полосочки, клеточки. Все мы обязаны здесь совмещать, потому что мы при раскрое это все совмещали. Да, тоже как можно большее количество вот этих вот булавок. Это касательно боковых швов, теперь смотри, плечевые, плечевые. Вот здесь вот у нас по 2 сантиметра. Еще раз напоминаю, что мы совмещаем не вот эти вот куски, не вот так, ну, в смысле припуски, не вот эти точки, а вот эту линию. То есть мы должны вот так вот поставить, не плавная совпала выкройка. У нас должна совпасть выкройка. Видишь, да, ну, ложится все ровненько. Но тут уже мы полоску не совмещаем, а как нам повезло, потому что сквозь плечей у нас может быть разный, и это совершенно нормально. Если там получается, главное, она должна быть идентична, что спереди, что сзади, одинаково должны как-то совпадать эти, ну, относительно перед, и перед должно быть по-одинаковому в шве видны быть эти полосочки. Вот, поэтому мы вот эти точки совмещаем, да. Я доказываю, что это получилось? Вот так. Вот так. Да. И вот так вот накалываем и сострачиваем на 2,5 мм стежок, да. Вот, так же самое. Потом смотри, что по... Сейчас я доказываю вот этот плечевой. И смотри, что у нас потом с планкой. А с планкой, вот мы ее наметали, вот этот сантиметрик, вот этот вот сгиб, вот этот, где сама планка. А теперь мы ее переворачиваем. Так. И теперь мы ее вот так переворачиваем. Мне важно здесь вот эта вот изнаночная сторона. Вот, смотри. И здесь мы тоже совмещаем нашу полоску. Вот. Совмещаем нашу полоску. Вот, видишь, вот эти вот. И накалываем вот так булавкой. Иногда я сразу строчу, а иногда я наметываю, а потом строчу. Давай мы, наверное... Вот я не уверена, что здесь можно строчить по наметке. Оно может сместиться. Вот эта вот полосочка. Я бы вот сразу бы строчила бы на машинке. Ну вот мы давай сейчас до конца, я тебя не буду закалывать. Ты просто наколешь, а я тебе здесь покажу, как строчить потом. Хорошо? Потому что мы будем на миллиметр здесь строчить и здесь строчить. Ну тут посмотрим, где с изнанки, где с лица. Хорошо? Вот это сам факт. После того, когда ты вот эту хотя бы часть, можешь чуть-чуть, вот этот кусочек наметать. Вот это сострочило, это наметало. И потом мы присоединяем сюда наш с тобой воротник. По нижней линии. То есть у нас средний шов только к лицу. Это же зналка. Вот у нас лицо. Это средний шов спинки. И вот средний шов воротника. Можно и так соединять на первую примерку. Оно у нас даже лучше будет видно все. Не флизелином будет к нам, а вот этим вот тканью самой. Вот средний шов спинки со средним швом рукава. Накалываем ровно на сантиметр. И наметываем. И потом делаем примерку. И рукавом так же само поступаем. Ну можешь рукав сюда принести. Я тебе быстренько его наколю. И вот так вот. Да? Вот так вот. Вот так вот. У тебя потом уже когда плечевые. Да, когда плечевые. Смотри, вот здесь у тебя она по идее должна на сантиметр выйти. Почему на сантиметр? Потому что тут же мы сантиметровый припуск давали, чтобы обрабатывать. Хорошо? Вот так. Вот. Поэтому она тебе должна здесь по идее на сантиметр выйти. Но сначала наколоть и здесь наметать, чтобы оно не подвигалось. Хорошо? Вот пока вот это все. У тебя домашнее задание. Так, значит, начинаем строчить нашу планку. Ну, лучше ее строчить сначала вот эту сторону фиксировать. А потом вот эту. Сейчас мы ставим. И на 0,1 от края. Смотри. Здесь можно, чтобы точно попасть, можно либо вот так ставить. И здесь на 0,1 сразу. Или, как я вам иногда рекомендую, вот эту вот дырочку, где в самой лапке вот она есть. А делать вот здесь смещение. Видишь? Я сейчас сместила. Вот смещение. Тогда точно оно у вас, по идее, если вы будете идти только четко по вот этому краю, по самому краю, то здесь оно четко будет идти на 0,1. Что мы делаем в начале? Даже, смотри, даже не посередине вот этой дужки, а четко, вот смотри, сейчас вот посмотри, вот засними, по вот эту сторону лапки. Видишь? Вот даже до таких. И когда я буду строчить, я буду только вот сюда смотреть. Ну, вот, чтобы у меня эта ткань вот к этой лапке прилегала, то есть к этой стороне лапки прилегала. Ну, там, как куда-то будете смотреть, там, как вам удобно. Я говорю, там, где мне удобно. Так, то же самое, два-три раза намотали, сделали первые два стежка, потом закрепочку. Это же мы сейчас строчим нашу планку. Вот, два стежка, делаем обратный хвост. И на отделке у нас всегда четверочка. Ну, чаще всего будет 4 мм отделочный шов. Так, и вот здесь я буду тянуть сейчас, пока у меня в руку не придет ткань, буду тянуть за ниточки вот эти, которые сзади. Когда следующее делаете, то иголку внутри оставляете. Ну, можно так, как вам удобно будет. Ну, сильно-сильно прям, даже у вас на самом деле не получится ее растягивать. Да, ну, можно вот так. Ну, бывает очень такая ткань, где очень сильная стяжка будет, тут она будет хорошо растягивать. Ну, вот сейчас я попробую. По-моему, сместилась немножко. Ну, вот можно до конца строчить, а потом проверять, корректировать, если надо. Я вот сейчас еще раз вот тебе проговорю, куда я смотрю. Я смотрю вот в эту точку, чтобы вот эта ткань, вот эта ткань, давай вот так еще дальше, чтобы вот эта ткань была вот четко по вот эту точку. Вот тогда очень ровно будет получаться. Вот, давай все равно сделаем маленькую закетку, буквально хотя бы 2 миллиметра назад. Не просмотрим. Ты знаешь, можно оставить. Хорошо. Ровно. Все хорошо. Потому что, видишь, мне казалось, что она там сместилась, на самом деле не сместилась. Так, там, где закрепки, всегда обрезаем нитки под корень. Теперь я тебе перед этим сказала вот эту планку, мы ее вот здесь вот накололи вот с этой стороны, да, и на металле тоже на 2-3 миллиметра от края. Лучше наметывать, чем оставлять булавки, потому что может быть смещение. Не то чтобы смещение, а кривая строчка из-за булавок, да. А здесь нам вот с этой стороны планку вот так надо будет делать. Я сейчас буду смотреть по вот этой вот стороне, потому что вот смотри, она заканчивается вот ровно на 1 миллиметр от вот этой голубой планочки. Как раз то, что нам надо. Но вот дай бог, чтобы она вот везде так у нас попала. То по идее мне надо вообще сейчас строчить вот четко вот по вот этой вот полосе. Ну вот где голубая начинается часть. Ну вот вроде я так проверила. У тебя же четкий-четкий крой был. Поэтому вроде бы как и тогда точно на 0,1 от края вот этого будет вот тут вот по идее. То есть если мы строчим, получается ровно по вот этой полосе. Здесь ровно на 0,1 будет, да. Ну, наверное, да. Сейчас посмотрим. Восстановлю вот это вот смещение. Вот, восстанавливаем вот так, чтобы ровно посередине вот этой вот дырочки, скажем так, было. Сейчас посмотрим. Знаешь, когда же я немножечко перестрахуюсь и не четко по вот этой линии, а вот вплотную к этой линии. Не четко по линии, а вплотную. Ну, посмотрим. Можно больше сместить. Не, зачем? Ну, просто сейчас будем стараться по полной, потому что с другой стороны у нас там другая история. У нас там неправильная клетка, поэтому мы там... Да, вот. Вроде как чувствую, что берется хорошо. Попадает на все слои, чтобы она, знаешь, холостую не прошла. Вот это мне интересовало. И тоже сейчас будем растягивать строчи. То есть мы сейчас строчим ровно по этой линии? Да, я думаю, что да, ровно по этой линии. И тоже растягиваем, чтобы не было при посадке. Все. Главное по этой линии идти. Дальку тоже внизу ставьте, так как вам удобно, чтобы она не прибирала. А здесь в данный момент я фиксируюсь вот на вот этом месте. То есть иголка прямо вот по линии. Вот прямо смотрю на иголку, по-другому не получается. Такая-то при посадке пошла. Куда она взялась? А, мы же там клеточку подгоняли с той стороны. Понятно. Ну вот если там слегка сместится клетка, ну значит сместится. Что ж теперь делать? Ну вот все четко. То, что я тебе говорила, вот мне этот результат и надо был. Вот, видишь? На 0,1. То есть идеальная пристрочка. Все. Видишь, тут сейчас начинает наплывать. Видишь? Мы должны его при посадить. Эта при посадке получится с помощью, только вот когда я буду сейчас вот так вот растягивать ткань. Она сейчас все уйдет. Вот так вот. Ну и так далее. В конце сделаем закрепку. Так, теперь строчим вторую часть планки. Смотри. И вот эту вот вторую строчку. Я сейчас просто определяю, по какой из линий нам здесь строчить. У нас же тоже тут мелкие зелененькие линии. И вот сейчас я вот так перегибаю. Смотрю, что у нас вот практически до голубой. Сейчас перепроверяю равноту линии, что мы будем строчить. Если видна вот эта зеленая, то по краю вот этой вот толстой зеленой линии. Да? Я так перепроверила. Вроде везде мы должны попасть хорошо. Миллиметр точно у нас должен быть. Кстати, вот тут может немножко не прийти. А здесь, да, вот смотри, видишь, как слетела линия. Потому что здесь слетела. Видишь, здесь она везде была по рыжую сторону. А здесь миллиметр сюда пошел переворачиваться. И в итоге здесь пришел вот нюанс вот такой. Ну, я думаю, все равно от низа будем строчить. А здесь там, если что, можно будет вот так вот заколоть булавочкой. Вот так вот чуть-чуть. Потому что это же самые такие видные места. Это же горловинка, да? Да. Это же самое такое деликатное место. Вот. И сейчас без смещения начнем строчить по вот этой стороне линии. Вот прям по зелененькой. Вот так вот. Я тебе начну вот так вот. Уже выматываем там один-два раза на палец. Вот так вот сделали. Даже знаешь, как, наверное, вот я сейчас смотрю, что нужно вот эту вот лапку ставить вплотную к этому. В этой линии строчиться будет на полмиллиметра сюда. На большую. В общем, заморачиваться как хотите. Заморачивайтесь. Главное, чтобы было идеальное качество и ровно. Смотри, вот тут там мы все везде просмотрели. Все хорошо. А вот это место как раз вот не удалось. Что мы делаем? Берем и вот так вот корректируем часть линий. Не надо все распарывать. Здесь надсекли. С другой стороны. Вот так надсекли. И начинаем подтягивать там, где нам надо убрать. А мы потом будем идти от этих сторон. И будем заправлять нитки потом. Вот это я думаю. И длина нитки, в принципе, наша устраивающая. Просто вот так по одному. Вот так вот. Так подпарываем по чуть-чуть. Вот у нас кусочек здесь, кусочек здесь и здесь. Вот так. А теперь мы будем строчить с тобой от этого момента до вот этого момента. Желательно точно из этой точки до даже не точки, а где стежок у нас был. Вот. Вот мы сейчас так его подставляем, это убираем. Естественно, без закрепок. Четко-четко в этот же прокол. Сейчас мы его так... О! Поставили. А здесь тоже подбираем так машину. Вот она идеально пришла сюда. Да? Идеально в ту же точку. Никаких закрепок. Вначале, не в конце. А потом заправляем ниточки. Да, да, да. Сейчас давай проверим. О, вот теперь хорошо все. Почти. Ну, тут микро. Ну, можно оставить, потому что это до бесконечности можно делать. Так. И вот смотри, теперь вот эти вот все ниточки, которые у нас, видишь, с другой стороны. Мы сейчас их должны сюда выправить. Вот, видишь, я их подтянула, и вон петельки стали вылезать. Видишь? И сейчас вот эти петельки мы вот сюда полностью вытягиваем. Вытягиваем. Ну, смотрите, так, вытягивайте, чтобы у вас там дырки не было. Ну, в плане пропуска, стежка. Вот, видишь, нету. Теперь аккуратненько два-три раза между собой их завязываем и внутри ткани пропускаем. То же самое вот с этой делаем. То же самое. Видишь, вот я подтянула. Они сразу вот эти петельки и выпали. Вот, да, завязываем два раза там или три и между тканями пропускаем. Смотри, чтобы не было видно с лица. И, в принципе, наметку можно будет с планок уже снимать. И сейчас дальше будем готовить, например. Так, это наш рубашечный рукав. Помните, мы собирались перепроверить нашу выкройку. И у нас наш центр мы подстраивали под вот эту полоску. То есть мы не просто можем вот так сложить, как бы обыкновенные водолазки, здесь сделать надсечку, это будет наш центр. Нет. Мы его вымеряли. Наш центр сейчас по вот этой вот черной полоске. Потому что мы под окаты проймы подстраивались. Сзади у нас там больше окат, спереди меньше окат. Вот. И вот это будет центром. Потому что так не поймешь, где перед, где зад. Здесь все одинаково. Это же рубашечный рукав. Вот. Мы сейчас вот этот центр подставляем. Сейчас смотрим, где у нас это будет передом. То есть вот эта передняя часть. Смотри. Под перед. Вот сюда. Вот нагрудная выточка. Нагрудная выточка. Этот перед вот сюда. И вот так вот сейчас ставим. Так. Так. Вот так. И что мы делаем? Здесь тоже плечевой. У нас там полоска спала. Сейчас, сейчас. Плечевой сначала фиксируем. Помнишь? Как будто мы его заутюжили, чтобы он у нас тут... Видишь, тоже не доходит на пару миллиметров. Чтобы мы потом не получили какие-то дефекты. Так. И вот это наша полосочка. Четко под центр плеча. Ну, где к плечу. Вот так прямо к шву. Так. Вот центр. И нашу подмышку. Вот. Видишь? Здесь практически посадки. Ну, тут не должно быть. Просто мы сейчас ее будем накалывать. Ее не будет. Скорее всего. Если мы правильно тут сметали вот этот припуск. Потому что мы боковой четко намечали. И здесь тоже, кстати, боковой тоже. Смотрите по поводу вот этих вот всех заутюживаний. Видишь? Я заутюживаю. А здесь она выбивается выше боковой шов. Потому что там идет заужение к низу по бедру. Ну, к талии занижения. И здесь тоже вот этот вот шов на рукаве тоже фиксируем. Чем больше фиксажей таких будет у вас, тем лучше будут вещи лежать и меньше погрешностей, дефектов и всего остального. Да? Так вот тоже здесь зафиксировали. А здесь, поскольку это у нас рубашечные рукавы, мы вообще там ни под что больше не подстраиваемся. Просто срезы уравниваем и все. Здесь больше ничего такого нет. Это как обыкновенный рубашечный рукав вот так вот мы с тобой его накалываем. Я думаю, должны наметать. Здесь, по идее, не должно быть посадки. Мы ее не формировали. Вот смотри, я начинаю его выкладывать, она вся ушла. Но так мы метаем только рубашечный рукав. Точной рукав мы по-другому вметаем. Будет отдельное видео. То есть это допустимо, чтобы мы срез к срезу уравнивали в рубашечном рукаве? Да, мы все уравнивали. А, ну, по идее, мы его в точном должны тоже уравнивать. Но там могут быть разные моменты, нюансы. Я буду просто озвучивать их. И все наметываем ровно на сантиметр по кругу и меряем наконец-таки. Так, вот этот центр груди у нас, вот на сантиметр вверх. И мы когда померили, то есть от вот этой вот закрепочной точки, вот сантиметр вверх, это центр груди. Мы посмотрели, что нам очень, вот тут немножко оно узковато и шли легкие такие заломистые линии. То есть не совсем под нашу чашку бюстгальтера это есть. То есть мы вот это расстояние, которое вот здесь, вот эти полтора сантиметра, переносим. А ну так фактически тут-то и есть. Тоже полтора сантиметра в этой точке. Только мы сейчас от под груди, то есть вот тут у нас где-то талия, да, вот здесь талия. А здесь центр груди. Мы сейчас от этой точки сплавним вот сюда линию. Она сильно крутая вот такая вот. Она не дает нам красиво выложиться. Вот мы вот эти расстояния примерили. И просто от вот этой точки мы вот сюда вот так вот плавно сводим вот эту вот линию. Плавно-плавно. И устраняем вот эту вот выпуклость не на нужном нам месте. Вот так. И то же самое зеркалим на ту вторую выточку. И вносим изменения в выкройку. Я думаю, что практически для всех бюстгальтеров тебе так будет. Хорошо? Вот мы положили вторую нашу выточку на грудную. Вот все полосочки здесь подсказывают. Видишь, у нас даже с двух сторон одинаково. А, ты уже перенесла. Одинаковое совпали. Да? И вот тут вот просто то же самое от этой линии. Можно даже... А, ну тут у нас другие полосочки. Ну вот тут, видишь, тут 0,3, 0,4. Значит, мы и тут столько же заглянем. И вот здесь. И просто ее плавно-плавно выводим вот сюда. Даже лучше будет видно, чем там. Вот. И вот сюда вот ее сносим в эту точечку. Вот так вот. Начинаешь строчить где-то от вот этой точки, где-то сантиметров 7-8, без закрепки. Ну, только идеально строчка в строчку. Вот так прошла, 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 прошла. И вот здесь аккуратненько где-то завершила. Без закрепки тоже. Потому что тут еще раз накручивать закрепку не стоит. А когда вправляешь ниточки, у тебя вот эта нитка не должна вот так вот входить-выходить. Она четко внутри, между тканями. А у меня здесь миллиметры вот. Бутонка иголка должна быть очень. И все. Это вообще идеально. Просто оно может слегка вот так вытащиться. Хорошо? Просто между тканями это даже лучше. Все. И сразу давай приложим выкройку и наведем, ну, внесем туда изменения и все. Смотри. Как найти нам, где же наша была линия талии и что с этим делать? Посмотри. Вот наша нагрудная выточка вот с другой стороны лежит. Видишь, мы ее четко делали по вот этой вот оранжевой линии. Вот эта оранжевая линия. И вот это наш центр груди. Вот она. Вот. Четко посередине. То есть у нас... А, ну мы делали здесь четко по выкройке. Сейчас просто вносим изменения. Что мы должны с тобой на вот этом расстоянии. Я сейчас беру и вот так вот ставлю под прямым углом. Ну, навожу вот этот уровень. То есть нам нужно вот отсюда выводить, вот это снимать. То есть вот это сильно много. Это не наша на данный момент сейчас чашка груди. Паузу поставим. Я сейчас возьму. Вот. И вот она у нас те самые полтора сантиметра вот от этой точки до вот этой. Только мы сводим теперь с этого расстояния к центру груди. И вот плавно-плавно плавним вот эту линию. И все то же самое, что мы делали. Вот мы и выпускаем, и не будет нам там ничего ломать. Ну, то же самое вторую линию. Наша горловина. После примерки нам нужно было по задней половинке, по среднему шву здесь чуть-чуть занизить нашу линию. Потому что она прям наплывала вот таким вот складочкой. Такой. То есть мы ее, ну, осторавливаем под наши все моменты, нюансы. Вот ровно на 0,8 нам нужно ее срезать. Поэтому я сразу же отверх ее намечаю. Здесь-то уже сантиметр есть припуска. Поэтому я отверха на 0,8 отмечаю и сейчас буду срезать. Потому что мы когда наметывали, мы наметывали за 1 сантиметр. Да? И сводим ее вот в эту точку. Да? Вот так вот. Так. Тут как прямой уголочек вот в этом месте, да? И все равно давай вот здесь на 0,5 снимем. Сильно оно... Вроде бы как нормально, но я бы вот тут чуть-чуть бы все-таки бы подсняла. Ну, можно было только здесь. Ну, давай даже и вот здесь, чтобы для лучшего... Вот оно практически сюда и пришло. Да? Плавним, плавним, плавним. Вот она плавно выглядит, когда я на нее вот так смотрю. И сейчас, перед тем, как срезать, давай промеряем сантиметровой лентой, как оно сейчас... Ну, сразу же объем нашего воротника, да? Который нам должен быть нижний. Какая длина воротника должна быть, чтобы сюда вметаться. Так. И вот так вот от этой линии на сантиметрик. Да? Вот так вот кладем. Так вот. Или давай срежем потом. Потом мы просто можем воротником не попасть. При посадку-то мы уберем, а главное, чтобы он растянулся. Вот, видишь, у нас получилось 21,5. Давай еще раз все спримерим. Что у меня такое ощущение, что это прям впритык-впритык к воротнику. Ну, у нас еще 2 сантиметра припуска есть. Очень даже хорошо. Да, 21,5. Запоминаем эту самую. 21,5. И... А, давай, да, сейчас примерим. Вот сейчас вот здесь. Тут же у нас здесь без припусков, а здесь с припуском 1 сантиметр, да? Давай сейчас вот так вот. Угу. Вот так вот. Вот так вот. Четенько. 21,5. Ну, вот. А здесь у нас ровно 22. То есть нам буквально не хватает 0,5. Значит, есть. Нам не хватает на 0,5. Значит, здесь на 0,5 нам надо расширить. Видишь? Вот здесь у меня должен быть сантиметровый припуск. А, я думала, это с припуском уже 22. Тут же у нас 21,5 без припуска. Тогда и здесь мы тоже должны будем его... Вот сейчас я тебе покажу, как я промеряю. Да, вот так вот. До припуска? Да. Вот, видишь, тут 20,5. Видишь? Ага. 21,5. А, надо 21,5. Сантиметра не хватает. У нас ровно нужный нам размер нашего воротника. То есть, когда осноравливаешь, углубляешь, она всегда, линия будет какая-то. А вот сейчас мы вметывали на примерку, у нас посадки даже много было. Видишь, хорошо, что дали 2 сантиметра припуск. Всегда-всегда давайте. Потому что после примерки бывают разные манипуляции. Теперь смотри, что мы делаем. Мы сейчас будем с тобой срезать. Даже можно будет полностью сейчас все раскалывать. Почему? Потому что мы же опять же занимаемся подгонкой наших же этих всех клеточек. Правда? То есть, мы это сейчас опять все раскалываем. В один слой срезаем. А только потом скалываем и переносим это все на другую половинку. Потому что у нас же все клеточка. Мы же уже стали делать все качественно. Уже давай до конца все будем качественно делать. Так, ага. Хорошо. Потом мы будем обрабатывать. То есть, мы тут не ошибемся, потому что у нас клеточка. по которой мы подгоним. А тут что? Ну, что не режу я? Ну, тут вот так режу. Что вот этого? По второй стороне просто зеркалить будем? Ты сейчас наколешь и мы сейчас отзеркалим. Да. Поняла, почему я тут, наверное, цело 80-х занижала без припуска? Ну, потому что там у нас волна была, да? Нет. А, ну, это уже с припуском. Да, это уже с припуском. Тут уже есть сантиметровый припуск. Только теперь нам нужно это внести в нашу выкройку еще. Все. Вот очень аккуратненько. И теперь складываешь, находишь вот эти все полосочки наши. И теперь будешь вторую вот эту вот обрезать. Вот. Видишь? Вот это мне уже даже и не надо, и не важно сейчас. Вот мне надо тут все вот под полосочки под ее подогнать. Вот. Да, вот под вот эти полоски. Ну, наколешь сейчас. Да, это я сколю. Ну, и все. И обрезаем. Ага. Так, подожди. Сейчас мы давай вот с этим разберемся. Ага. Это вот с нашим воротником понятно, да? Да, что его надо расширить. Если ты на нижнем расширяешь, то ты обязана и на верхнем расширить на сантиметр. Поняла? Иначе не сойдутся. Хорошо? На нижнем и на верхнем тоже на сантиметр вот здесь расширяем. Хорошо? Ага. А короче. Так. Давайте сразу внесем все изменения. Вот здесь у нас с тобой по 0,5. Да? Вот так рисуем. А здесь у нас от верха 1,8. Да? Угу. Так. Вот здесь у нас прямой угол должен быть, да? И вот здесь тоже по плечу мы с тобой снимали тоже 0,5. Да? И вот сейчас вот так вот мы с тобой сводим, срезаем. Обязательно вот так вот в сложении переда и зада плечо к плечу лучше выводить вот эти линии. Четче будет, красивее. Все остальное. Естественно, вот эти его значения уже будут другие. Вот здесь сразу сделать коррекцию. Тут что-то выбилось. Возьми его, подснимем. Хорошо? Вот это. Теперь вот это срезаешь. Вот это наша линия горловины, да? На воротнике там надо. Уточненная. Уточнить, что там 1 сантиметр припуск. А он подкраивается сейчас вот здесь. Вот. Да? По вот этим всем значениям. А здесь мы на наших детальках. А мы, по-моему, длиннее здесь сделали. Или нам как раз. Сколько там было? 21,5? Там у нас было 20,5 с учетом вот этих изменений. А нам это 21,5. Мы за счет припуска вот здесь сделали вот эти. Промеряй, и сколько не хватает. Вот, по идее, не хватает 1 сантиметр. И сюда ты должна написать, сколько тебе надо добавлять для следующего раза. Можно доклеить, можно просто написать плюс, обязательно столько-то. Хорошо? Давай сейчас вот это сделаем и дальше продолжим. Приступаем к нашему рукаву. Потому что он у нас очень красивый и очень сложный. Смотрите, что здесь будет. Сейчас мы уменьшим видео. Мы совместили опять клеточку. Так, чтобы у нас... Да, смотри, да. Мы оставляем рубашечный рукав. Очень хорошо было все. Прекрасно и замечательно. И что мы сделали? Видите, у нас вот припуск. Почему у нас она сбилась, вот эта вот полоска? Потому что у нас рубашечный рукав тоже слегка хитровастый. Почему? Потому что я хотела, чтобы полоска была четко по центру, да. И мы рубашечный рукав подкраивали под нашу пройму. У нас спереди меньший окат, а сзади чуть длиннее окат. Потому что сзади половинка вот по вогнутой линии у нас 23,8. А передняя половинка у нас по вогнутой линии 19,3. Да? Поэтому разные у нас окаты. Но центр вот тут у нас так и остался. Вот эта вот черная полосочка центра. Вот. Но на примерке нам хотелось вот тут вот, буквально сразу под подмышкой, вот тут по ширине изделия в груди у нас все устраивало, идеальное облегание, ну просто красотища красотой. А вот в районе руки нам бы хотелось забрать по 2 сантиметра, чтобы оно вот как-то не такое свободное было. Потому что если бы мы, конечно, купили бы эту вещь, мы бы это не делали. Но поскольку мы это индивидуальным пошивом занимаемся, то мы как бы эти моменты все учитываем. И я бы хотела совместить здесь полоску. Чем мы вот и занялись. Мы сначала ее совместили относительно вот переда, чтобы вот эта линия не перекосилась. Мы просто совместили полоску. А теперь мы восстанавливаем нашу линию. Только если будете то же самое делать, просто более детально смотрите видео, чаще там паузу нажимайте. Вот смотри, сейчас первое, что я вижу, у нас изначально здесь был припуск по 3 сантиметра. Мы давали, да? А теперь смотри, сантиметрик ровно выпал, да? И получается 3 плюс 3 это 6, общее количество припуска, минус 1 получается 5, потому что он уже выпал. Итого у нас сейчас здесь реальный припуск всего 2,5 сантиметра. Вот он, да? Это просто реальный припуск, который был. А мне нужно от этого припуска вот здесь, в этом месте забрать 2 сантиметра. Вот здесь у меня выходит уже, ну вот смотри, здесь у нас, вот если в этом месте мне надо забрать по 2 сантиметра, вот здесь где-то, ну 0,5, например, да? 6 минус 0,5, 5,5. 5,5 на 2 это у нас где-то там, поскольку под 2,5 на 2, это 2,7, да? То тогда вот здесь у меня припуск общий вот так и есть, 2,7. Это общий припуск, да? И от него я откладываю 2 сантиметра. Пока я просто восстанавливаю припуски, потому что мы взяли здесь все посмещали, понимаешь? Мне надо восстановить выкройку, а только потом заниматься наведением ушива вот этих вот, да? Но по окату вот здесь у нас все было хорошо. Все хорошо прилегало, без посадки, без всего остального. То есть все максимально шикарно. Значит, вот эту точку я оставляю. То есть я должна буду эту линию выводить вот так. Хотя, в принципе, вот она уже так и выкладывается, по большому счету. А я думала, что мы будем с окатами делать, спасибо. Да, 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 да. Давай сейчас вот, чтобы легче навести, давай буквально вот тут посередине еще один такой просчет сделаем. И внизу. Значит, смотри, у нас с тобой 6 минус, вот, например, вот в этом месте, 6 минус 1 и 8. Паузу нажми. Значит, 6 минус 1 и 8. 4 и 2. 4 и 2 делим на 2. Здесь у нас припуск сейчас в общем от вот этой точки 2,1. Вот, поняла? Да, что происходит? Или вот сейчас от этой линии, бывшей, до этой промеряем сантиметр. И вот тут, ну, умножаем на 2, вот, грубо, почти 2 сантиметра в этом месте у нас и выпало. Мы пока восстанавливаем линию. То есть здесь у нас припуск уже вот такой. Да, здесь у нас вот такой припуск. Здесь вот такой, чтобы мы не потерялись. Да? А теперь давай с низом, с самым низом. У нас было 6 сантиметров припуска. Минус, вот сколько получается. Минус 4 и 7. Да? 6 минус 4 и 7. 1 и 3 делим на 2. И здесь всего у нас припуска 0,7 осталось. И это мы с тобой просто восстановили линию нашего рукава. И вот смотри, я сейчас его вот так согну, наш рукав. И по идее, сколько, 10 сантиметров мы делали, да, здесь припуск? Ну вот он, вот он идет. Вот он, смотри. Я сейчас проведу вот эту линию. Вот все восстановилось. Видишь? Вот она. Вот линия. И вот я сейчас ее по прямой проведу. То есть все восстановлено. А вот теперь начинаем ушивы свои. Ну то, что нам нужно забрать по объему руки, вот тут в районе плеча. Ну в районе там напротив груди, как хотите. То есть мы ушиваем рукав. Как это лучше сделать? А ты вот лучше с другой стороны сейчас начинай снимать. Вот так. Сейчас будет гораздо понятнее вот этот вот момент, да? Вот смотри, сейчас я ее провожу вот эту линию по прямой. Вот, пожалуйста. Только сначала положим наш. Это мы проводим, получается, припуск, да? Да, мы сейчас просто припуск проводим. Сейчас посмотрим, как он дальше будет лежать, да? Все, вот он восстановлен, этот припуск, да? А теперь нам нужно вот здесь забрать 2 сантиметра. И давай сейчас примерим, сколько нужно нам по окату. Ножи руки с тобой одинаковые. Не, у меня пополнее должно быть. Смотри, вот эта линия плюс 10 сантиметров мы длину на всякий случай там добавляли. Вот сейчас у нас 14 с половиной. Чистый рукав, без складочек, без всего остального. 14 с половиной это 29, да? Вот. Я предлагаю тебе здесь, если делать какое-то количество складочек, то минимально или их вообще не делать. Или одну складочку, она сама собой получится, когда мы будем пуговичку застегивать, петелечку. Ну, вот лучший вариант. Ну, вот, что нам нужно узнать, чтобы у нас рука проходила. Вот, рука, да? Мы просто вот этот вот, сейчас измеряем вот это вот расстояние. Вот так вот. Вот. То есть у нас минимально должно быть 22 с половиной, 22 с половиной сантиметра всего вот эта вот линия. Поняла? Тогда у нас пройдет по руке. Ты говоришь, что тебя чуть-чуть больше, мы можем оставить там 23 с половиной. Ну, 23 сантиметра. Давай теперь тебя. Вот так вот. Мы обычно так не влазим, ну, вот, ты говоришь, что у тебя шире рука. 20 у тебя. 20 сантиметров тебе можно делать. Я влезу, правильно. Да, ну, мы обычно вот так вообще входим. То есть у нас минимально должно быть 20. Давай на свободу облегания там 21 сделаем, да? Вот, 21, тогда 21 делим на 2, у нас 10 с половиной. И вот в этом месте у нас должно быть с тобой всего 10 с половиной ширина. Это, конечно, мы, ну, складки там какие-то не просчитывали, мы просто еще проще. Это самая, получается, минимальная ширина. Да, да. То мы не можем залазить дальше. А вот здесь мы можем уже варьировать. Да, здесь мы можем забирать сколько ты хочешь. А я отвечаю на твой вопрос, ты мне говоришь, ой, я боюсь, что я не влезу. Я тебе отвечаю, что ты влезаешь по-любому, да? А все, что лишнее, вот тут же у нас запястье, мы же по запястью здесь будем вот так одевать. Вот 16 сантиметров. Ну, у тебя там может быть 15. Ну, тоже на свободу облегания 17. 17 минус 21. Давай сейчас вот так. Ну, это по-моему 17. Давай по-твоему. Да. У нас с тобой вот 15, да? Вот смотри, 15, ну, пускай прибавочка 16, да? 16 минус 21, 5 сантиметров у тебя будут свободы. Вот это вот у нас манжет не дойдет. Ну, там еще на самом деле не так будет. Вот складка, грубо говоря, 5 сантиметров. Это в двойном сложении по 2,5 сантиметра вот такая вот будет складочка. Очень хорошая, нежненькая. Ты хотела еще очень обработать по типу... Разрез, да. Разрез обработать, что я крайне тебя отговариваю. Если будет очень надо, мы это сделаем. Но не надо себе... Создавать лишние проблемы. Да, да. Мы это обязательно можем сделать без проблем. Ну, это когда у нас совсем не будет хватать количества ткани, мы с тобой обязательно это пройдем. Но я думаю, что у нас вот тут все должно устроить. И смотри, и теперь смотри, как у нас вот эта линия выкладывается... Нет, оттуда снимай, там будет лучше. Вот, смотри, как она хорошо ложится. Здесь, но здесь-то я на самом деле не могу очень много забирать. Помнишь? У нас здесь флагату, вот оно должно так и быть. То есть я сейчас ее вот так вот в кость начну вот так выводить, вот эту линию, вот так вот. Ну, может быть, чуть-чуть меньше, потому что я не помню то ли на этой, то ли на этой линии. Ну, это допустимо. Там не будет складок вот здесь, да, заломок, если мы так сделаем. Мы смотрели, что нам много ширины. Даже рубашечный рукав, он дает всегда большую ширину в районе, ну, вот расчета вот этого. Потому что такую ширину не дает вточной рукав. Он дает, но будет много при посадке, которую мы будем гонять. Поэтому мы с тобой и хотели пройти еще рубашечный рукав, потому что в рубашке должен быть все-таки рубашечный рукав. Вот. И мы с тобой сейчас вот эту линию... Вот смотри, если я не помню тут или тут, я просто делю пополам это расстояние, где нам нужно было забрать. Может, мы здесь все-таки прибавим еще немножечко? Вот, хорошо. Сейчас давай я проведу линию. И мы сейчас с тобой еще обмозгуем вот эти вот все моменты, как оно должно быть. Да? Да? Вот. Вот тут сейчас я тебе вот так провожу эту линию. Хорошо? Ты хочешь складки, да, чтобы еще были дополнительные? Ну, свободненько, чтобы вот здесь вот было более-менее. Хорошо. Давай сейчас вот тут подмышкой посмотрим. Вот у нас ширина нашего рукава 19,5. А ОП наше с тобой... О, что? Батарея. ОП. ОП. 19,5. Это наш... Хорошо. Господи, я забыла. Сколько я сейчас сказала? 32. А у нас 32. Объем плеча 32. Делим на 2. 16. А тут у нас 19,5. Ну, вот, минус там 19,5. Вот у нас прибавка всего 7 сантиметров. Что? Как вату плеча. А в точном рукавесе мы сделали 7 сантиметров. У нас было огромное количество при посадке. А вы можете нам нет? За счет уменьшения аката... Да, у нас идет... Я думаю, что вот эта линия очень красивая. Сейчас к тебе задание. Сейчас мы пока не срезаем вот это вот все. Пожалуйста, возьми, промерей акат вот так вот. Это у нас задняя половинка вот досюда. Сколько будет? И вот отсюда до этой метки сколько здесь будет? Хорошо? Я тебе сейчас дальше скажу, что там надо делать. Так, мы сейчас все проверили. Вот эти вот акаты. Все у нас хорошо. Все замечательно. Поэтому вот эту линию мы срезаем вот так вот. Да, только вот здесь чуть-чуть убираем. Здесь просто очень острая линия будет. Все у нас хорошо. Так, а теперь смотри, что ты делаешь. Вот здесь вот так вот фиксируешь, да? А здесь вот здесь фиксируешь. И просмотришь, чтобы они там одинаково стали, вот эти булавочки. Чтобы мы сейчас ровно срезаем. Смотри, вот здесь вот, вот это основная наша линия, да? И мы от этой основной нашей линии вот сюда вот мы откладываем по полтора сантиметра. Сейчас ее сразу нарисуй, эту линию. Вот полтора ты пунктируешь, а ее проведи четкую, ровную. И мы специально дальше и ближе, ближе, ну, как угодно вам, фиксируем не здесь, потому что нам здесь будет неудобно, а чтобы вот эта вот полоска сейчас у нас не сбилась. И срезаем просто припуск. И только после этого мы краим второй рукав. Хорошо? Четко устанавливаем под полосочку. Ты спрашиваешь, как внести изменения в рукав. Мы вот по вот этой линии вырезаем, кладем на этот рукав, по вот этой вот черной линии, это у нас вот эта середина, накладываешь и все лишнее срезаешь. Хорошо? Подожди. Потому что, смотри, я не могу сейчас вот как обыкновенный рукав вот так вот взять, видишь, и вот так вот его поставить. Вот. Мы тут все как бы рассчитали, все сделали. Вот он, да? Ну, посмотри, у нас даже вот сейчас припечатывается, у нас косиция эта опять долевая. И у нас покосятся опять вот эти вот все полосочки. А мы-то под них хотели сейчас подстраиваться. Поэтому ты берешь ее, кладешь вот так вот, под вот эту вот полосочку, и вот так вот ставишь, и вот так все заново обводишь. Только посмотри, где у тебя перед, где у тебя зад. Потому что вот эта длиннее, это у тебя зад. Да? А, тут написано, да? Все. Давай, сейчас я тебе положу как надо. Вот мы с тобой укладываем лицом к лицу, и мы не поступаем так, как мы это делали в воротнике. Мы не имеем права сейчас так это делать. Почему? Потому что, ну, по технологии якобы так нельзя, но мы тут уже один раз нарушили технологию, чтобы получить хороший результат. Но мы не подгоняли зеркально перед и зад. То есть перед спередом у нас не зеркально, но зеркально только вот эта черная полоска. А вот эта вот желтая и голубая, у нас она не зеркальная. Да? Потому что у нас здесь неправильная полоска из-за этого. Поэтому мы тогда и на рукаве можем тоже этим не страдать. Мы просто подгоняем здесь вот эту черную полосу, да? Вот, например, она так лежит. И вот эти вот полоски, видите, вы даже сейчас, ну, ну, оно сейчас сливается все. Такое впечатление, что, ну, непонятно, чего тут положила. Поняла? А если, смотрите, я кладу вот так, тогда оно вроде бы не сбивается полоса. Тогда вроде бы она не сбивается. Ну, смотри, вот эта вот рыжая полоса, она сейчас с этой стороны, а не с этой стороны. Видно? Вот так чуть-чуть повыше вот так поставь. Видно? Вот сейчас она сбилась, да? То есть нам это с тобой не надо. Поэтому мы кроим вот так наш рукав. Вот. Мы уже его основили. И вот мы забыли тут еще единственное сказать, что мы длину такую сделали, какую мы изначально планировали. У нас она 58 сантиметров. Вот тут максимум для коррекции ставили 3 сантиметра припуска. Все остальные припуски мы там убрали. У нас тут только, да, будет совмещаться вот это черное, ну и вот эти вот полоски. Это примерно прикалывает, и дальше там его... Да, да, это я сделала. На поле же идеально все. А вот воротник, когда мы делаем, мы так же зеркалим, как и здесь. Да, здесь мы нарушаем все и делаем его одинаковым, как вот у нас здесь он и получился. То есть зеленая полоса, зеленая полоса, да? И здесь голубая, голубая. Ну, я примером говорю, что то же самое, мы так же самое и краем. Желательно, чтобы это было так, да? Все понятно? Да. Так, вот один у нас уже есть воротничок, да? Давай мы его вот так положим, да? Вот он сейчас зеркальный, да? Значит, здесь клей, и здесь должна быть шершавая линия, вот, да? Здесь шершавость. Вот, хорошо. Теперь вот эта линия, она является долевой и параллельно кромке, да? Вот так у нас растягивается. Видишь, вот играет лизелин. А здесь у нас идет долевая, здесь не тянется. Вот так мы положили. Да, и теперь вот эти вот детальки четко вот сюда вот к краю. Так, да, и вот тут мы вот подолевой поставили, и теперь вот этот. Здесь, смотри, здесь проще, можно даже не вымерять эти расстояния. А если голосомер позволяет, вот, расстояние одинаковое, можно от вот этой полосочки. Вот. И теперь накалываешь аккуратненько и вырезаешь. Да? Вот, пожалуйста. Правильно, в обязательном порядке перед дублированием мы кладем детальку на детальку, лицом к лицу. Да, только внизу у тебя нет сейчас лизелина. Если он не продублированный, у нас его нет. Ты вот это вот, да, уравниваем все, да? Лицом к лицу. И то же самое мы делаем с этим. Этот уже у нас продублированный, мы его накладываем друг на дружку, а только потом мы с тобой дублируем. Иначе погрешности будут уже не в нашу пользу. Могут быть ближе к дефектам. Хорошо? Вот, давай. Вот линия низа нашего манжета и линия низа нашей плоски мы делаем одинаковые. Вот, видите, вот. Почему тут тоже сейчас опять не... Ну, желательно так сделать. Да, вот это вот линия низа манжета. Манжет у нас внизу со сгибом, а вверху будет он обрабатываться. Значит, вот это низ. И от этого низа 6 сантиметров вниз, это будет у нас вверх манжета. И с этой стороны вверх 6 сантиметров, потому что в готовом виде у нас 5 сантиметров. Правильно же мы сделали? Да. И у нас получается вот эта вот деталька вот так вот складывается, да? И вот так вот по низу у нас идет черная полоса, а вверху мы притачиваем наш рукав. Итого вот мы наметили нашу полосочку. И длиной оно у нас 20 сантиметров плюс припуски 22. 22 шириной и 12 высотой. Две детальки таких должны быть. Так, вот наша планка, да? Вот она. Вот тут у нас будут пуговички. Здесь, 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 здесь. Ну, короче, там посмотрим, где они, на каких расстояниях. Это нагрудная выточка. И вот здесь у нас с тобой будет эти карманы. Вот одна линия с этой стороны. А здесь, наверное, до черной полосы. Потому что, кажется, мне как-то не очень будет хорошо, если у нас прямо сюда зайдет. Ну, наверное, скорее всего, что... Ну, или до конца черной, или вот так. Ну, давай до конца черной посмотрим. Вот примерно 11 сантиметров, да? 11. А высотой, вот, видишь, раз линия, и вот вторая линия. Ну, 14 я брала. Ага. Сейчас посмотрим. Ну, 14, все. Значит, вот так и будет. Вот его делает. Да, 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 да. Значит, продлить надо на 1 сантиметр. Ага. Ну, вот давай сейчас вот 11 сюда продлеваем. Так, все под прямыми углами, да, мы делаем? 11. 11 пополам, это 5 с половиной сейчас в центре химии. Ну, что-то он какой-то сильно вытянутый. Вот я тоже смотрю на него. Что-то мне не нравится. Он должен нравиться, он должен быть красивым. Как квадратик он должен быть. Да, он ближе к квадрату, чем к прямоугольнику. Ну, вот сейчас, подожди, сейчас мы с тобой чисто зрительно. Тут же еще форма вот так усекается. Просто вот еще дело в чем. Так, давай пока на сантиметр уберем. Пока. Пока на сантиметре. Да? То есть у нас вот эти главные линии, да? Давай теперь соединим вот эти центры. Здесь где-то сантиметра, где-то или по сантиметру, или по два идет вот это усечение вот этой вот формы. Вот этих элементов. Если нам низ будет нравиться, мы просто верх сократим, да? Вот оно примерно вот так вот идет. Это же нагрудный наш карман. Вот низ хорошо, да? Одиннадцать. Ну, точно, наверное, не больше одиннадцати. Правда? Угу. Они что-то чисто символические, эти карманы. Они не играют никакой, по большому счету, функцией. Что там у тебя? Мама, ты, мама, у тебя! Что, 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 ты? Смотри, вот мы его заготовили. Вот планка на планку застегивается вот так вот, да? Что так, что этак, да? Но у нас, мы уже тут очень много, было у нас будений, я уже по-другому это не могу назвать, изысканий этих всех полосок. Вот. Смотрим на соразмерность. Относительно низа, ширины, верха. Вот тут у нас еще воротник будет на стойке, да? В принципе, хорошо. И еще ко всему, значит, вот это вот центр должен быть вот здесь, на центре, наверное, вот этой выточки, наверное, да? Потому что я смотрю, как вот здесь, оно на самом деле сутюжится. Вот здесь должно оно притачиваться четко по ровной линии, а здесь как ляжет уже. Вот эта часть должна быть обязательно вот так. Ага, видишь, у тебя центр смещается на вот эту черную. Вот так вот, раз. Ну, может, да. И вот смотри, вот черная линия. Видишь, тогда вот так давай. Давай вот так. Да. Главное, чтобы оно вот близко сильно не было. У меня такое ощущение, что это близковато будет. Смотри. Один карман здесь, вот давай я руку вот так оставлю, а второй карман… Нет, когда вот здесь вот разойдется на груди, будет как раз ляжет хорошо. Ну вот давай сейчас мы это предвосхитим, сейчас это увидим, сейчас вот одну секунду. Вот здесь у нас, ты хочешь вот так положить, да. А здесь у нас эта линия, сейчас я померю линейкой, должно быть, давай, до вот этой вот, от планки. Вот три с половиной сантиметра. Три с половиной сантиметра, ну тоже вот до черной линии. Линии у нас здесь совпадают. Значит, здесь от черной линии вот так вот, да. Вот я кладу ручку. И здесь от черной линии. Тогда и там на карманах должна быть черная линия по краям, получается. Ну, наверное, вот смотри. В принципе, вот тут у нас будут пуговички, вот тут у нас пуговички будут. В принципе, вроде как ничего, нормально. Вот это вот ляжет прямо, а здесь разойдется, поэтому я думаю нормально. Ну, я про вот эти расстояния, главное их, вроде бы нормально. Но в крайнем случае, мы когда уже все обработаем, мы их наколем, на тебя померим, мы их обработаем. Может быть, надо будет черную линию показать, сейчас потом посмотрим. Просто, в принципе, по соразмерности он хороший, он будет с клапанчиком, здесь тоже будет петелечка пробита, тут будет пуговичка пришиваться. Теперь давай по вот этим вот полосочкам. Ну, вот, грубо говоря, вот квадратик, да. Ну, вот мы по краям ставим вот этот черный квадратик. Только нам надо, чтобы вот так оно лежало, да. Да? Нет, не так, вот так, вот так, да. Под 45 градусов, что такое 45 градусов? Как мы будем тут его выставлять? 45 градусов, тогда это будет вот так вот. Будешь вся, ну, скажем так, в ломаных линиях. Надо ли нам эту? На этой клетке не надо. Не надо, да? Она и так очень, как сказать, много всяких разных линий, если еще и ломаные сюда поставить. Значит, что, тогда мы берем, наверное, вот эту вот, да, часть. Чтобы вот эта вот линия была тогда вот здесь, да. Эта линия в эту линию проходила, да. А здесь будем как-то... В общем, играемся. Найдем, заснимем. Ищи, где тебе больше нравится. Ищи. Давай потом заснимем. У нас с тобой, перед тем как, да, мы с тобой, даже если мы отутюжили или нет, мы все равно с тобой фиксируем вот эти боковые и плечевые в нужное им состояние, направление и все остальное. Чтобы мы потом с тобой не переживали, что там что-то... По линии мы выровняли, да? Да, как заутюжим уже плечевой и боковой в обязательном порядке, чтобы у нас никаких смещений там не произошло. А потом берем наш рукав. Мы помним прекрасно, что у нас спереди чуть-чуть больше, ну, меньше накапки, сзади чуть больше. Но в итоге оно все очень шикарно сидит. Предыдущее видео смотрите, почему такая ситуация. Потому что рубашечный рукав мы подстраивали под нашу реальную пройму. У нас не трикотаж, у нас хэбэшка. Вот, у нас по черной полосочке был этот самый, да? Да, по черной полосочке центра. А здесь у нас в центре должен совпадать, ну, боковой шов на блузке со средним швом рукава. У нас тут все беспосадочно. Мы что-то... Мы уравниваем по срезам, рубашечный. Да, 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 да. Только давай вот эти вот все нитки, которые мы уже там строчки строчили, мы все убираем, чтобы они нам не мешали. Все остальное, да? Вот, чертка. Центр по вот этой белой полосе, да? Вот так вот, да? Совместили и перепроверили в обязательном порядке, да? И теперь низ. А, еще, видишь, вот низ рукава надо зафиксировать. Средний шов рукава. Вот эту вот линию. Вот эти оверлоки уже их можно убирать. Хорошо, хорошо. Оп. Вот так. Да? Вот здесь, хочешь, можем сразу вот это срезать, чтобы оно тебе тут в жизни жить не мешало. Вот эта часть. Тебе так же само сниму и с той стороны. Видишь, я просто вот к этой линии вот сюда пришла. Да, да, да. Ну, чтобы тебе сейчас легче было это все делать. Это мы нагрудную выточку немножко откорректировали, да, получается? Ну, со стороны... Нет, это не нагрудная выточка, а это просто перед, да? Так выпало. Да, да. И мы вот так вот сейчас с тобой совмещаем четко наши боковые. Они должны были быть так совмещены, вот. Да? И все. У нас тут нет посадки. Вот. Даже вот еще посрезы, да. Да, и просто вот сейчас аккуратненько-аккуратненько эти все срезы совмещаем, 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 и все. По кругу. И идем строчить на сантиметрик. Сразу можно 2,5 миллиметра стежок, только не тянем. Ну, давай заснимем, как будем строчить, хорошо. Вот и вот так вот наш рукавчик. Аккуратненько-аккуратненько накалываем. У нас же не вточной рукав, напоминаю, у нас рубашечный рукав. Здесь мы просто вот эти все линии просто присоединяем, совмещая вот эти вот срезы. Видишь, мне тут что-то выпадает чуть-чуть. Ну, значит, так надо ему. Не дотягиваем. Ну, вот не хочет, не надо. Видишь, у меня изначально вот так лег. Видишь, просто здесь более плавная линия, а здесь более вогнутая линия, да. Вот так вот с тобой сейчас все-все-все. В крайнем случае, если здесь какой-то форс-мажор, смотри, не здесь посадки, не здесь посадки нет. Это рубашечный рукав. Мне главное, чтобы там не получилось так, чтобы у нас не хватило где-то чего-то. Просто ты мне в прошлый раз что-то такое рассказывал. Вот, видишь, тут микро-припосадка. Даже такая, которая вообще, в общем-то, сейчас увидим, она отсутствует. Вот здесь. Мы один рукав накалываем и идем строчить. Чтобы посмотреть. Да, ну, на всякий случай нам нужно будет играться опять с полосочкой. Она должна также у нас совпадать. И с другой стороны. Мы же изначально начали играться. Продолжаем играться. Микро-припосадка. Верни ее полное отсутствие. Помнишь, как мы делали дальше? Вот так. Что нам мешает вот так сделать и выложить ее нормально? Ну, ничего не мешает. Правда, что вот это ее там не гонять? Вот, видишь, у нас же стяжки есть на проеме. Видишь, вот тут я там палец кладу. Вот, положила все. Как хорошо, что я вам дала вот эту тюрьму. Всегда все выталите хорошо. Да, при том, что у нас нет стяжки на рукаве. Она нам и не нужна была здесь, на самом деле. Почему? Вообще нужна была. Вот, кто-то что-то ее не сделал. Мы, может, рубашечный рукав. У нас обновенная пройма, рубашечный рукав. Нет посадки. Ну, я вообще думаю, что ты сделаешь, ну, мы его просто обрезали. А, ну, значит, что она там была или ты сняла? Была. Изначально она была. Мы просто его сверху обрезали. Нет, ну, у тебя частично бы осталась бы эта стяжка. У тебя не было здесь стяжки. У тебя стяжка была на пройме, но не на этом самом. Ну, и тоже здесь тоже все хорошо лежит. Все. Дальше вот эту вторую часть накалываешь. И идем с тобой строчить. Потом мерить. Что вот тут? Чтоб легче было сейчас его вметать. Помнишь, это самое наше коронное движение? Потому что ты почему-то сейчас начала со стороны проймы накалывать. У тебя, получается, здесь не хватает. Чтобы вот вверху, в плече вот тут хватало все. Давай мы вот так вот сделаем. Что нам мешает так сделать? У нас стяжка на пройме есть. Мы уже перестрахованы. У нас же рыбашечный рукав. Он должен быть беспосадочный. Ну, или там микропосадка. Вот. Ну, пожалуйста. Тут даже сейчас выкладывается, как ему надо. Может быть, надо было мне так и по переду сделать. Что-то я... Сейчас я просмотрю по переду. Вот так ли там. Ну, вот смотри, он у тебя идеально лежит. И вот где у тебя микропосадка, видишь? Ну, или ее отсутствие там. Вот, видишь, вот. Руками вот там у тебя всегда пальцы вот тут живут. У тебя должно быть там все без посадки. Да? Вот. А лучше сверху накалывать рубашечный или снизу? Да, рукав накалываешь по рукаву. Можешь от бокового, можешь от плечевого. Но по рукаву всегда. Просто мы же здесь не можем допустить, чтобы у нас была посадка вот снизу, да? Может быть. Ну, это уже вточной рукав. Вот я тебе показала, как быть с рубашечным рукавом. Мы сейчас... У нас тут не должно. Видишь, вот я положила, слегка подтянула. Вот пальцы у меня там выравнивают все. Вот смотри, как оно сейчас там лежит. Видишь, как оно все лежит? Оно на сантиметра 4, почти на 3-4, лежит ровно. Вот это мне главное. Вот, видишь, оно уже стоит, форма. Вот, и мы вот так сейчас накалываем. Нам сейчас все равно... Ну, все равно будем как во вточном рукаве. Сначала по пройме начнем сострачивать. Четверочка. А потом по рукаву 2,5 мм стежок. Ну, все великолепно. Сейчас давай я чуть-чуть все-таки отколю переднюю половинку. Сделаем так же? Да, сделаем так же, потому что что-то у меня там есть один момент. С передней стороны. Видишь, он хочет на пару миллиметров выпадать. Пускай на пару миллиметров выпадает. Ничего страшного. Совершенно. Так, давай сейчас переднюю тоже расколем. Вот тут у нас уравнено было. Это бок со средним швом рукава. Сейчас я посмотрю. То же самое движение. Потому что здесь сильно резкий переход был. А у нас в трикотажных изделиях такого нет резкого перехода. Сейчас посмотрю, как он хочет ложиться. Резких переходов быть не должно. Они должны быть все плавные. Поэтому мы выкладываем рукава. Нет, нет. Тут у нас отработанная пройма. Здесь все хорошо. Вот она, видишь? Мне вот этот угол, где резкий поворот. Я сейчас посмотрю, как хочет выкладываться рукав. Мне же вот там надо положить ровно. Видишь, руки опять же. Там выравниваю линию. Выравниваю линию. А рукав сейчас сам ляжет так, как ему надо лежать. Вот. Видишь, вот. Вот тут пару миллиметриковый идет. Напуска. Ну и что? Видишь, я там убираю все складки вот там внутри. И тогда рукав будет выкладываться ровно. Вот он. И теперь опять поворачиваю. Ну, мало чем оно там отличается от предыдущей наколки. Но все же. Вот. Вот там, смотри, должно быть ровно. Видишь, что я выравниваю? Вот так мне надо сделать. Вот так. Сейчас мы бы накалываем. Слушаем музыку. Вот. Вот это посадка. Да, все-таки посадка сюда вот вверх уходит чуть-чуть. Так это мы до верха сейчас колем. Да, мы сейчас опять до плеча. Вот так. Видишь, распределяем вот эту вот микро-посадочку. Ну, какая прелесть. Какая мелодия классная. Да, тут же все четко софта. Это мы до плечевого, да, точно? Да, да, да. Да, все четко. Идеально все. И теперь вот так выгибаем. Идем строчить по пройме. Ровно на сантиметр, четверочка миллиметр. Ну, на всякий случай там микро-посадка будет. Сейчас заснимем. Мы перепроверили наши рукава. Там все внутри хорошо. Вот смотри. Я сейчас пыталась смотреть под вот эту вот полоску. Здесь она вот так совпала, эта черная. А здесь она вот тут вот не совпадает. Мы вспоминаем с тобой, что у нас... Можно, конечно, ее подвинуть, если это получится. Но она у нас не зеркальная здесь полоска. Помнишь? Видишь, у нас даже рукава не зеркальные. Видишь, тут с черной стороны вот зеленая полоска. А здесь с черной стороны, с другой стороны полоска. Там даже от зеркалить так практически невозможно было. Поэтому вот смотри, под этим можно сильно здесь не заморачиваться. К тому же, что когда ты ее там дальше отболишь, она, смотри, она практически, видишь, она ложится там вровень. Видишь? Ну и на руке он ляжет нормально. Да, здесь невозможно ее зеркально поставить. Проверить. Пошел? Нет, здесь все четко вот. Вот. Как и здесь, так и здесь, да? Вот, кстати говоря, вот сам ответ. Вот плечо, да? Здесь тут еще как-то. Вот, видишь, здесь оранжевая с этой стороны полоска, а здесь оранжевая с той стороны полоска. Поэтому, видите, тут сложновато с этим. Так, вот смотри, наши состроченные все детальки, да? Вот теперь попробуй здесь сказать, где изнанка, где лицо. Вот, смотри. Тебе, тебе я задаю вопрос. Где тут изнанка, где лицо? Я не вижу. Если бы пальцем не открыли. Ну, более, если вот так вот я только не покажу. Даже шва не видно, девочки. Да, даже шва не видно. Шва вообще среднего шва вообще не видно. Видишь, вот эта передняя сторона, это изнаночная сторона. Мы же хотели здесь, чтобы было зеркально, особенно вот эти вот части, да? Поэтому нам нужно было на это идти. Значит, вот так мы накладываем одну деталь с другой деталькой. Сейчас накалываем с тобой. И начинаем сострачивать. У нас верхняя часть на сантиметрик с тобой. Да? Припуск у нас был с тобой сантиметровый. Да? Ну, в общем, вот так мы кладем. Здесь можно без всяких там, ну, моментов. Так, где у нас лицо? Лицо у нас с той стороны, до которой с лица. Значит, особенно вот эти моменты, их лучше накалывать. Сейчас я посмотрю, чтобы они совпали здесь. Да, все. По линиям, да? Ну, не то, чтобы по линиям. А, кстати. У нас же черные здесь совпали, да? Вот еще и линии должны совпасть. Ну, вот давай. К чему я вот тут говорю? Вот так, да? С одной и с другой стороны. Вот давай, занимайся этим. Но для чего мне еще нужно, чтобы оно вот так вот было? Когда вы... Смотри, что я делаю. Я закалываю нижнюю ткань, а выкалываю верхнюю. Ну, вот сейчас вверх, да? У меня нижняя деталь начинает припосаживаться здесь. Припосадка. Мне нужна здесь припосадка для того, чтобы потом с лица не тянул вот эта часть воротника, а чтобы она хорошо лежала, чтобы она не заворачивалась наверх. И мы там еще плюс манипуляцию при утюжке сделаем. Поняла? Мне вот это даже главнее. Поняла? Ну, естественно, вот эти все полосочки только накалываешь обязательно вот так. Вот ты тут совмещаешь вот эти полосочки. Вот эти вот линии. Но обязательно лицевая деталь должна быть внутри. Видишь? Мы тут уже формируем. Вот даже смотри, как линия ложится. Она как туда выпуклая в ту сторону. Уже идет вот эта микроприпосадка. Мне это и надо. Да? Особенно вот здесь вот на вот этом кончике. Только тут мы уравниваем там срезы. Вот так мы делаем. Да? Все, давай по кругу. А там так же, да? Нет. Здесь по-другому. Мы вот эту часть будем сюда вставлять. Ты мне сейчас накалываешь и ровно на сантиметр строчишь. Но когда будешь строчить, меня позови, я тебе покажу вот этот угол еще раз, как строчить. Что мы с тобой углы еще острые не проходили. Хорошо? Пауза. Смотри. Только сначала это рукав, обрезка рукава. Смотри, я тебе четко шов посередине. Посередине, середина будет у нас рукава. Но мы тут внизу уже не заморачиваемся. Это у нас центр рукава. Это центр рукава возле плеча по этой линии. А тут мы не заморачиваемся. Мы просто центр рукава ищем. Хорошо? И вот мы его так взяли. Скололи с одной стороны вот эта линия по центру. Посередине рукава. Со средним швом рукава. Да, получается. И нам нужно было с тобой, мы уже промерили, обрезать четко по вот этой вот линии полосочки. Теперь я один рукав накладываю на другой рукав. У нас тоже тут полосочки. Давай мы тогда по отдельности будем. Чтобы не нарушить. Все было хорошо, чтобы мы там не парились по полосочкам. Да? И вот так вот по низу вот этой полосочки мы вот так вот обрезаем ствол. Теперь у нас ровная. Здесь она не будет ровной никогда. Потому что иначе у нас будет кривой рукав. Так. Ну и здесь тогда. В итоге тоже. Вот у нас остается одна рыжая вот эта вот полоска. Да? То же самое здесь. Расстояние получается у нас одинаковое, да? Мы срезаем? Да, да, да. У нас же одинаковые микроэлли рукава с микроточностью. Все. Вот теперь у нас разрезы есть. Давай сейчас я полностью не буду раскалывать. Потому что мы нашли вот это наш центр. Видишь? У нас даже тут вот на одинаковом расстоянии выбивается почти, ну, вот эта вот полоска. Хорошо. Так. Смотри, теперь нам нужно посмотреть. Мы же все-таки там будем делать разрезик внизу. Выворачиваем наши рукава. Ну, ладно, тогда откалываем. Потому что мне будут нам эти булавки мешать. Мне надо, чтобы мы поняли, где нам сейчас делать этот разрез. По шву мы его не делаем, да? По шву не делается. Он делается сбоку. Поэтому он и окантовывается. Либо там смещается изначально шов. Как в двухшовном рукаве якобы делать. Там нет среднего шва, там есть один боковой шов. Но мы изначально, если бы еще и с этим заморачивались, то вот сейчас можно будет после вот этой вот отработки выкройки этой, да, можно будет этим заморачиваться. Сейчас не очень. Вот смотри. Вот наш перед, нагрудная выточка. Перед, да? Вот. Вот эта часть, это у нас с вот этой стороны руки, да? Как на спинку смотрим. Тогда мы сейчас так и нарисуем, да? Три там нетки. Это у нас спинка. И так же самое зеркально рассматриваем второй рукав, да? Что тоже где-то вот с этой стороны у нас с тобой спинка. Чтобы мы там, где надо, отрезали. И тогда мы берем, складываем вот так вот рукавчик, да? Я вам рекомендую поставить здесь надсечку сразу же, да? Это центр рукава. Такой 2-3 миллиметра больше, да? А теперь мы найдем с тобой четко вот эту линию. Видишь, он уже начинает у меня убегать из рук. Я уже ничего не вижу. Видишь, вот эту точку центра рукава с средней линией по заду. Да? Вот она. У нас же с тобой, по-моему, нет никаких даже складочек сейчас. Да? Потому что у нас настолько маленькие сейчас, что нет даже складочек, да? И у нас получается, что вот здесь мы должны делать разрез. А с какой средней линией по заду? Я немножко не поняла. Это не шов, да? А, шов. Это шов, который вот будет вот рука. И вот с этой стороны будет разрезанный шов. Который мы еще окантуем с тобой. Все сделаем. Вот с этой стороны. И здесь же будет манжетик вот так нахлёст идти. И на нем будут вот эти вот... У меня просто манжета нет твоего. Манжет. Да? Вот наш манжет. И мы его вот так сейчас будем делать. Стык к этой линии. Да? Вот. Видишь, он у нас совпадает. Ровно. Видишь, вот тут вот. Ровно. И минусом вот этих сантиметров. Ровно, чтобы он у нас получился. Теперь надо было разжевать вот это. Так, значит, что мы теперь будем... Смотри, нам еще придется подгонять полоски. Ты в курсе? Мы тут уже себе сделали. Посмотри, как мы себе сделали. Я даже ничего тебе не делала. Нам само так легло. И то же самое нам придется и с этой стороны делать. Да? Вот если где-то здесь она будет. А, тут засада. У нас с этой полоской. Вечная. Тут что-то на шамане. Потому что раз здесь совпала полоска, то здесь только тут... Только с другой стороны может совпасть. Да, полоса должна, но с другой стороны тут надо ровно выложить сначала. Да, вот здесь вот так. Тогда я тут еще думала, может мне надо тут чуть-чуть сдвинуть вот эту вот полосу. Чуть назад. Если бы тут были вот здесь складочки, я бы ее сдвинула туда, вовнутрь. Вот эту линию. Потому что, когда складочка вот так защипляется, видишь, вот этот центр, он дальше уходит. Или можем вот с тобой не заморачиваться, но уже не можем. Значит, вот эту надсечку мы делаем вот по надсечке, да? Мы по шву, вот ориентируясь на шов. Ну, вот середина шва, вот она. Видишь, шов. Мы поставили вот так приложили, поставили надсечечку. А вот здесь мы должны будем делать надрез. Вот теперь давай смотреть. Вот тут у нас следующая засада в нашей полоске, что нам нужно теперь совмещать вот эту вот полоску. Мы же ее не можем вот так чуть сбить. Правда? Ну, логично. Ну, уже не можем. Поэтому мы сейчас будем тут разрезать там, где... Ну, или сейчас, может, нашаманим что-то. Потому что вообще надо разрезать по вот этой вот линии. Видишь, по вот этой черной. Видишь, тут буквально пару миллиметров не хватило. Так, а ну, давай посмотрим, что у нас тут. Может, на другую сторону просто сделаем. Не будем заморачиваться, а мы все равно будем заморачиваться. У нас тут все зеркально. А тут даже, вон, даже ближе, видишь? Еще ближе эта полоска идет. Но это тут не совпадает. Тогда туда ее можно и так сделать. А, так это как здесь. Да, а ну-ка. Нет? Так, давай их вообще сначала зеркально поставим. Вот эти вот. Вот так. Да? В другом уже повернуть не можем. Правда? У нас же в одну сторону, вот эта нижняя часть полоски... Можем, если отзеркалим, вот так вот получается. Нет, у нас же полоска. Мы решили с тобой, как внизу изделие идет. Вот она, по черной полоске. У нас внизу черная полоска. Да, мы решили ее совмещать. Ну, по низу изделия, вот. Да? Да. Да? И по низу манжета, чтобы она так же сама шла. Да? Тогда вот смотрите. Да, у нас либо этот манжет с этой стороны, либо этот с этой. Вот смотри. Теперь вот здесь то же самое мы с тобой будем делать. Сейчас тут тоже найдем центряк. Тоже мы сейчас там все это делаем. Так. Давай сейчас просто тоже наметим эту линию. Опять же. Вот так вот. Совместили. Вот где шов у нас заутюженный. Вот здесь сделали надсечку. Это центр рукава. Да? А теперь одно на другое вот так положили. Да? Вот так вот. Да? Видишь, я что-то специально вот эти метки поставила. Вот наша линия с тобой. Вот она. Да? Это центр. Теперь давай смотреть. Значит, это у нас типа так. Это типа вот так. Вот тогда давай принимать решение, будем мы заморачиваться по этому поводу или не будем мы заморачиваться по этому поводу. А, стоп. Да, дорогая. Будем. Придется. Да, дорогая. Придется. Выбора у нас нету теперь. Теперь выбора нет. Я же думала, что мы сейчас по этой разрежем, а тем нет. Нет, теперь выбора нет. Теперь, да, вот мы вот эту вот, но нам надо сразу окантовку сделать. То есть здесь у нас мало того, что разрез, и здесь окантованный разрез. Именно вот с этого места мы сейчас ее по полоске будем резать. Да? То есть вот она. Даже давай сразу поставим на тихулину вот эту вот. Потому что здесь я совмещаю вот эти вот места. Правильно же я делаю? Мы же его и окантовываем. И здесь. Ну, здесь уже вообще все видно и понятно. Видишь, вот изначально все, все изначально откроем. Как мы изначально выкладывали, потом оно все оукается здесь. Если вы где-то что-то нарушили, то тут тоже будет колбасня полнейшая. Поэтому чаще всего на рынке вот эти вот вещи, ну и даже в дорогих бутиках, многие так не заморачиваются. Так, ну это тоже вот здесь вот она. Это линия. Вот она. Да, мы тут, получается, 3 мм не дошли. И здесь 3 мм не дошли до этой черной линии. Ну, здесь даже 2 мм. То есть мы не по линии делаем, мы вынуждены так сделать. Да, мы вынуждены, потому что вот мы здесь вот это совмещаем в итоге, получается, да. Так, и что теперь нас ждет дальше? Ждет нас тоже полоска дальнейшая. Значит, мы с тобой этот разрезик сейчас будем надрезать. Но даже я его предлагаю тебе сразу не надрезать, а сначала его прострочить. Так, как нам надо будет строчить? Сейчас хитро как-то мы его сделаем. С пошивом. Вот, вот так мы сюда будем притачивать по вот этим линиям. Ну, смотри, у нас разрез в итоге, ну, вот максимум тогда до черной линии уже. У нас уже с оля випа, полная программа. Правильно? А здесь большие не делаются. Они там 10, ну, от силы 15 см. А там где-то 10 см. Да, тут просто как бы, чтобы ручку про это, и чтобы ты могла потом эту манжету так закатывать красиво, да. То есть с этой стороны и вот с этой стороны мы тоже до сюда его режем. Обязательно внимательно смотрите видео, как мы к этому пришли. То есть мы пошагово сначала наметили, где у нас задняя часть спинки, где задние, а они должны быть еще и зеркальные. Смотрите, наскведь никогда это не делайте, иначе попадетесь, будет уже все готово. Вы взяли рукава полностью, испортили, вообще в другую сторону сделали разрез. Поэтому я очень люблю иногда делать со складками, чтобы не заморачиваться по этому поводу. Так, теперь что нам надо? Нам нужен с тобой прямоугольник, который мы сейчас с тобой настрочим. Вот я думаю, а как бы нам так сделать, чтобы он нам не сильно парится? Не, не получится не сильно париться. Мы сначала разрежем, потом будем его настрачивать и окантовывать. То есть мы здесь не дорежем, давай на сантиметр, чтобы мы могли раскрыть, сделать раскрытие. На столе. Нет, я не могу. Я могу там сейчас порезать. Вот, да, с одной стороны. Ну да, можно на столе. То есть мы вот до вот этой черной линии мы должны будем здесь прострелить. Вот, а теперь мы с тобой находим прямоугольнички. Тоже опять придется заморачиваться по полосочке. Она с одной стороны заморочку делает, а с другой стороны дает возможность ровные строчки часто делать. Смотри, у нас вот так 10, 10 сантиметров, 10. Итого 25 делай, чтобы тут поворотик еще можно было сделать. Да, на всякий случай там 5 сантиметров я тебе на всякий пожарный случай даю. Вот 25 сантиметров одинаковые зеркальные полосочки. Желательно. Полосочки обычные, не по косой, нечего. Нет, не по косой. Ну вот тут потом защипнем ее, ну застрой чем-то. Или будем заморачиваться по полной программе с косой. Не надо, все, бей-ка заморачиваться. Прямоугольники давай. Сейчас дальше будем думать. И тоже получается по полоске вот так вот подстроить. Да, мы будем сейчас вот тут строчить с тобой вот по вот этой линии. Да, и здесь вот тут вот плавно вот так вот повернем и пойдем вот сюда по черной вот этой линии. Ну тут должны быть у нас, ну тут все равно. Можно 0,5 делать окантовку, можно 0,7, можно сантиметр. Ну вот смотри, 0,7, у нас же лапка 0,7. Ну давай по лапке будем делать. Здесь тоже вот 0,7 получается. Ну тут чуть больше получается. Так, давай заготавливай. Вот мы ищем наши прямоугольнички. Давай из тех кусочков, которые у нас есть. Да, давай вот из этих. Только тут полоски не снять те. Ну короче, сейчас будем искать. Я предлагаю тебе что-то взять вот такое вот, голубенькое. Без заморочек там вот этих вот. Вот мне надо 4 сантиметра, да. То есть от вот этой красной линии, например, вот сюда 4 сантиметра. Потому что в готовом виде где-то сантиметр эта окантовка. Вот 4 в ширину и 25 в длину. Ну тут же будет и 25. Ну можешь больше там вырезать. То есть я сейчас полоски не выверяю, чтобы совпадало, да? Совпадают. У тебя все-таки другой жизни у тебя здесь нет. А как они у меня совпадают? Как мне проверить, что они совпадают? Вот с этим разрезом, да? Правильно? Нет, да мне просто прямоугольник сейчас одинаковый раскрыть. Два одинаковых прямоугольника и все. Больше мне ничего не надо. Дальше я тебе покажу. Короче, поройся здесь в кусках, чего тут есть. 4 сантиметра в ширину, 25 в длину. Ну да, на всякий случай 25 пускай больше, да? Здесь 2,5 миллиметра стежок. Это мой воротник сейчас собираем. Да, 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 да. И мы с тобой тут заезжаем на сантиметр от края. Да, вот так вот. Придерживаем кончики, наматываем пальчики. Делаем закрепку вперед. Да? И строчек дальше. Ну вот тут край срез к сантиметру на вот этом вот. И теперь идем вот так вот. Ну вот, если получится, то так и оставлю. Сейчас еще очень удобно строчить на вот это вот. Ага. И мы с тобой здесь стараемся до вот этого вот. Видишь? Вот по рыжую полосочку. Ну, потом покажем. Потом покажем. Поднимаем. Убираем вот эту вот булавку. Ага. Я сейчас тебе сделала как обыкновенный угол. Ну, пускай будет как обыкновенный угол. Но вообще можно было бы чуть-чуть сносить. О, видишь? Ничего не сделала. Можно не совсем острый угол делать. Даже лучше не делать острый угол. А чуть-чуть его миллиметр съедать сразу. Но на самом деле на такие острые углы, здесь по большому счету, привет, все равно делать острый угол, ты все равно его до конца идеально не выработаешь. Можно стараться, конечно. Так, хорошо. Вот делаем здесь. На миллиметр не доходим. Вот сюда вот так вонзаем. Вот так вот. Обратно. И потом на, скажем так, под 45 градусов ставим. Сейчас я покажу, как. Сейчас все увидишь. Потом делаем стежок обратно. Тут где-то даже, где-то миллиметрик. Видишь, все время на пульсе держишь положение. Вот, мы там сделали один раз назад закрепочку и идем теперь сюда вниз. Вот сейчас я дойду. Вот смотри. Вот как оно получается. Видишь, он не острый. А мало того, что ты его усекаешь, ты еще обязательно один раз назад и вперед делаешь. То есть, он тебе должен укрепленный быть. Ну, и так же само мы должны вот на этой стороне сделать. Запоминаешь вот этот вот рисунок, который тут. И так же само вот здесь мы должны быть. Тоже по вот эту оранжевую полоску мы должны было прийти. Светочка, прийти, пожалуйста, что я боюсь. Потом порой-то все надо прийти. Так, я сейчас надеюсь, что мы сейчас тут придем ровно. Так, приходим ровно. Это что было? Пауза. Еще я снимаю дальше. Да. Тоже здесь на миллиметр не доходите. Лучше, конечно, вам бы нарисовать вот эту линию. Как ее вот здесь устанавливать. Ну, где точно поворачивать, скажем так. И вперед. Ну, а теперь, о, здесь идеально прям прошло. Так, сантиметр. Чуть-чуть можно так расправлять. Вот так. Сейчас очень многие моменты были понятны. Ну, как? Дошло вообще все идеально вот зеркально. Вот здесь я так и знаю, что у меня так и будет. Смотри, здесь я вот эти вот ставлю. Вот сюда вот эти точки. Видишь, здесь я по верху. Тут просто чуть больше припуск. Видишь, здесь больше голубой полосы. А здесь меньше голубой полосы. Я-то вроде бы сюда старалась в линию. Короче, здесь либо вот тут увеличивать вот эту линию. Видишь, рыжая здесь идет линия. Сейчас надо посмотреть, где она. Давай сейчас сделаем по вот этой стороне. По середине, да. О, так вот тут они позбивались эти линии. Они тут позбивались. Смотри, здесь рыжая вот, а здесь рыжая вот идет. Видишь? Здесь у тебя вот две рыжие отрезанные. А здесь у тебя одна рыжая отрезанная линия. Я помню, что там косилась очень сильно эта полоска клетка. Вот мы по лицевой стороне. Вот здесь вот может лицевой проверить. Потому что мы же там, точно, там у нас шаманство было. Ну, здесь то же самое, смотри. Все равно съехала. Ну да, вот смотри. Ну, здесь не совпадает. Видишь? Здесь надо вырисовывать сейчас или тонким мылом, или, ну, максимум, карандашом, чтобы они вот здесь были одинаковы. Видишь? И что-то где-то корректировать. Давай тогда по лицу корректируй. Да. Вот. Тут уже полегче. Видишь? Здесь уже, здесь, по крайней мере, одинаково. Надо вот либо этот угол менять, или этот. Выбирай, какой тебе больше нравится. Вот этот мне больше нравится. Потому что здесь, значит, здесь вверх чуть продлеваем. Но они тоже должны быть на, еще, мало того, что так, они еще тоже должны быть на одинаковом уровне. Вот так оно и есть, смотри. Видишь? Вот. Так оно и есть. Значит, по вот этой стороне делаешь турующую сторону. Корректируешь. Делаешь то же самое. Вот я тебе вставлю. Тут куча. Вот здесь вот это. И эту сторону отзеркаливаем сюда. Хорошо? Только сначала ее намечаешь, строчишь, а только потом снимаешь вот эту наметку. Хорошо? Строчку саму? Строчку, да. Строчку, да. То есть по этому. По вот этому сейчас зеркалишь. Хорошо? Хорошо. Ты даже умудрилась даже здесь совместить полосочку. Честь тебе и хвала. Давай теперь вот так вот на лицо. Это же вот с лица, разрезик, да? А сейчас мы его просто опять же будем подгодить двойную зеркалом, типа. С этой стороны. То есть, мы мало бабоклопотов. Ну, конечно, она у нас потом с другой стороны не совпадет. Да, да, да. Ну, вот, наверное. Наверное. Надо вообще вот так потом пройти чик-чик. Ну, хотя бы вот до половины дадить до вот этой вот черной полосы. Одну сторону, на вторую сторону накали, а сейчас мы дальше потом продолжим. А, то есть, вот эту не накалывать, правильно? Мы ее проходить будем, а потом накалывать. Да, да, да. Вот перед тем, как мы что-то типа пытаемся с тобой все зазеркалить, ну, хочешь, можно заморачиваться в этом, можно нет. Видишь, тут три вот эти навсеченные линии. Значит, вот эта, это задняя часть, бок, да? А здесь она вот с этой стороны. И получается, мы не зеркалим сейчас, присоединяя вот эту штучку. Тебе надо ее сейчас в другую сторону. Со стороны вот этих вот линий. Сейчас проверим. Она ляжет только, если мы ее вот так сделаем. Помнишь наш эффект бабочки? Угу. Вот так вот. А, она легла. Легла, потому что я там лицом к лицу, а здесь изнанкой к лицу. Помнишь, я же говорю, эффект бабочки наш с тобой. Вот, да, и мы сейчас вот так вот его накалываем. Там, по кругу. Сейчас мы одну детальку уже накололи. Сейчас я покажу, как вторая будет. Да, здесь тоже заморачиваемся по поводу вот этих вот полосочек. Хотя бы там через одну. Заморачиваться. Да, проверяем. Ну, просто эта сторона линии и эта сторона линии. И здесь мы, вот это наше место, где мы должны плавно обойти, мы вот это вот так вот, нам же здесь надо пройти. И мы начинаем сейчас его вот так вот заворачивать. Видишь, создавая микро-складку. Но только вот здесь. Здесь у вас ни единой складочки не должно быть в итоге. Там, где мы шить будем, да? Да, там, где мы будем шить, там не должно быть, да. И вот так вот мы его заворачиваем, вот эту складочку. То есть вот эту ткань больше натягиваете, а нижнюю, смотрите, чтобы там тоже не было никаких складок, да? Микро-повороты вот такие вот делаем. Закалываем булавками. Видишь, она тут сложно будет выкладываться, но мы потом надсечку сделаем, она лучше разложится. Но сейчас лучше надсечку не делать. Вот видишь, как она идет. Угол очень острый. Угол очень острый. Поворачиваем. По-моему, тонкую, как-то успешнее прошли. Вот тут смотрим, видишь, что тут у меня припосадка получилась? С той стороны такого не было. Видишь? Я ее буду строчить. Но ее раздвигать надо будет и строчить. А, у меня вот вроде бы. Там все нормально. Там, когда пойдет строчка, там хорошо все ляжет. Не хорошо. Да. Уверена. Хорошо. Вроде да. Вроде да. Сейчас я хочу посмотреть, что у нас там с этой полоской. Тут что-то как-то она загадочно легла с другой стороны. У нас, по-моему, там как-то не так она была. Там по одной стороне она совпадает, по другой она совпадать не может. Тут она как черная на черная, а здесь я просто другой угол как-то. Видишь, она здесь ниже прошла. Потому что я здесь на самом деле получается, что больше здесь поприпосаживала саму вот эту вот штуку. Смотрите, говорю, что что-то такое печенье, как будто как-то по-другому. Там у меня гораздо легче легло. Здесь вот она как-то более. Здесь вот я про что, вот про вот эти вот. Видишь, она тут совпала, грубо говоря. А здесь она... А, выпала. Семь. Семь. Хотя здесь получше легкий угол. Вот, видишь? Угу. Здесь ее... Так, подожди. Нет, я же вот тут буду строчить. Нет, здесь надо перекалывать. Давай сейчас попробуешь ты наколоть, хорошо? А я тебе прострочу, хорошо? Угу. Даже знаешь, как можешь? Даже вот так вот сразу поставь. Вот так. И отсюда накалывай. Да, и оттуда туда веди. Сейчас посмотрим, действительно ли это так. Хорошо? Давай, давай, давай. Ты накалывай. Сейчас покажу, только на булавке. Давай. Все, очень. Ага. Вот тут у нас несовпадение вот этих моментов. Вот тут от рыжей полосы у нас где-то вот так идет. Застрочка. Вот тут. А здесь чуть-чуть дальше. Вот. Тут буквально 3-4 миллиметра. Здесь у нас уже 6-7 пошло миллиметров. Как мы корректируем? Без светки. Хочешь, конечно, можно линию проводить. Даже лучше, конечно, привести линию на ту кучу. Тонким валом. Вот она вот так вот должна усекаться. Так. Чтобы ты видела, откуда тебе начинать. Укуда тебе нужно плавно сойти. Ну, вот это почему-то, наверное, не так вот. Сейчас я перепроверю, чтобы он источник был. Вот то, что нам надо. Да, укрепляешь этот срез, потому что нам будет. Вот тут на красной линии мы уже пересекаем. Ну, тут чуть-чуть эти как раз легкую коррекцию. Ладно. Вот это старые линии надо делать. Ну, и фактически здесь можно даже, наверное, это даже не распарывать. Ну, что дожится, да? Ну, я надеюсь, что мы не будем нам там ничего мешать. Так, значит, что мы делаем? Мы теперь вот здесь надрезаем вот этот угол на 2-3 миллиметра. Вот эту часть срезаем. А так мы уже изначально срезали сейчас на 0,5. Просто я тут посмотрела, что у нас тут что-то надо скорректировать. Ну, вот там еще, смотрите, по ткани, которую у вас, может, там 3-4 миллиметра надо оставлять. Может, не всегда нужно 2-3 миллиметра. Потому что бывает очень сильно сыпучая ткань. И вот здесь тоже сейчас очень важный момент. Надо будет подзаснять. Как я сейчас буду его выворачивать? Потому что вы берете там конец карандаша, вот это острие, грифель, который вы пишете, туда тыкаете, конечно, вы вытыкиваете все. Там надо очень аккуратно, там даже тупой стороной надо карандаша это делать. Ну, только не совсем острой, ну, как бы не совсем там, как квадратом там. Ну, есть такие вот специальные штуки для выворачивания. А я даже это сейчас не делаю. Я беру и иголкой сейчас все делаю. Смотри, это у нас изнанка, я точно помню. А здесь у нас все вот зеркально, красиво. Значит, мне вот эта главная сторона, вот эта. Ну, даже иногда я делаю это не острой иголкой, а вот этой цыганской. Здесь очень аккуратно, вот так вот я вытягиваю. Очень аккуратно. Ну, у нас же там не будет острого совсем угла, да? Ну, иногда как-то везет. Иногда даже получаются вот эти супер острые углы. Тут как вот она сейчас, как она будет выворачиваться. Бывает оно прям, ну, вообще красота. Многих факторов. Ткань, уплотнитель, руки, тра-та-та. Ну, солярий какая-нибудь. Ну, вот в принципе, вот еще вот так формируешь его. В принципе, вот лучше больше даже не вытягивать. Потому что лучше и враг хорошего. Проверяем здесь в равноту линии. Я бы вот это бы оставила. Всю остальную коррекцию мы делаем на... Здесь смотри, очень аккуратно. Можно все испортить. Делаю на этот самый. Здесь я подтягиваю, а эту, например, туда закладываю. Делаем основную коррекцию уже потом самой отделочной строчкой. Мы ее тут точно должны будем пройти ровно под прямым углом. И вот этой строчкой мы как бы и фиксируем, создаем зрительно вот этот вот идеальный угол. В принципе, он хороший. Ну, да, он там не супер, там, острый, но он не совсем уже там круглый. Здесь вот видишь, я что делаю вот в этих местах. Вот туда. Слушай, курку пахнула. И здесь давай так же само. Да, супер дочка. Супер мама. Может, у нас это параллельно, параллельно у нас ведется детская работа. Так, вот сейчас дальше я выворачиваю. Вот этот кончик. Вот здесь даже еще лучше выглядит. А, там, потому что была вторая строчка. Я поленилась меня снять. А, у нас там кончики совпадут вот так по цвету. Вот здесь я сейчас тут и это. Видишь? Я что-то их ищу. Ой, ну нормально. Ну нормально. Ну чуть-чуть меньше. А там чуть-чуть больше. Главное, что есть. Так, сейчас. Сейчас. Вот одинаково. Сейчас туда загубают. Не, на зарядку надо поставить. Сейчас, сейчас, подожди. Давай, мы это снимем, что-то эти мои все инсимуации. По воду. Вот тут вот прям не хватает. Тут даже лучше выгнулся. Уров, почти здесь ровный. Вот, все. По поводу ставь. Только, смотрите, вот такое движение. Не вырвите там кусок нитки. Берешь и выметываешь прямыми стежками в раскол. И стоят с этой стороны одинаково. То есть вот так. Раскол. Одинаково. На ребро. Раскол на ребро. Вообще-то раскол называется. Да? Вот. Не туда. Это перекант. Будет вот так. Перекант. На 0,1. Перекант. А вот это вот в раскол. Нанотываем. Здесь прямыми, здесь косыми стежками. Вот в этих местах. Хорошо? Давай. Все. Все. Мы вот тут вот должны с тобой наметить этот центр. Центр пересечения. Лучше идти со стороны самого рукава. Не со стороны обтачки. Да? И вот здесь смотри. Мы здесь с тобой идем на 0,7. Да? А вот здесь нужно ровно его выложить. Вот так вот. И вот так вот сюда вот прийти вот к этому миллиметру. Да? Вот так. Как бы в кость его усечь. Да? Ну вот просто вот тут на этой линии 0,7. Сюда вот четко мы сюда приходим. И так же само вторую часть. Я сейчас может для того, чтобы он лучше выложился. Сейчас может его на цеку вот в этом месте на 0,5. Чтобы мне легче было сейчас его строчить. Ну и вот здесь у нас идет линия по вот этой стороне. Тут, конечно, надо, чтобы он так не лежал. Очень сложно. Все. Тут еще мы опять вот так вот секунду. О. Видишь, он теперь легче лег. Здесь даже можно было и дальше его выпускать. Вот эту часть. Видишь, для чего я давала тебе больше сантиметров. Для вот этого поворота. Иначе здесь по-другому не пройдешь. Так. Здесь что-то у меня тут припосадка какая-то пошла. Вот так вроде нет припосадке. Ну да. Тут мы уже идем, приходим к вот этой семье. Так. И строчим со стороны рукава. Надеюсь, что сейчас перехожу со всеми. Строчим два с половиной миллиметра стежок. Ровно на 0,7. Да. Намотаем на парке. Такую растяжку делаем. Перед тем, как идти, становимся на... Здесь я точно буду сейчас тянуть. Здесь еще на 0,7. А вот здесь, видишь, хорошо, что нарисована линия. Как идти. Если что, будем делать коррекцию. Там можно будет ухватиться, не разлезеться. Нет. Там же я не надсекла. Хорошо. И вот здесь я сейчас проверю, чтобы там тоже не было при посадке. Вот она такая. Что-то среднее между острой и плавной линией, наверное, будет. Здесь постараюсь сейчас сильнее тянуть. Смотрю по вот этой вот черной середине. Видишь, там маленькую закрепку. Сильно там партись с этими закрепками. Тут вот микроскладочка мы сейчас ее... Она не будет видна? Нет, она будет. Сейчас я ее просто распределю. Сейчас я ее уберу. Перебелу нитку в иголку. Сейчас выметывается. А, нет, сейчас не выметывается. Все. При посадке. Так, вот здесь вот. Видишь, тут все хорошо. Даже здесь ровненько все. Здесь вот микро. Может быть, мы сейчас ее и распределим. Да, ты права. Можно ее распределить, что ее даже и видно не будет. Да? Типа мы с утюжили. Да? Особенно, если мы перевернем ее туда. Может, будем переворачивать. И там... Ну, такое не всегда бывает, что... Ну, иногда нужно этот защипон менять. Вот теперь можем даже и больше надсечь. Видишь, вот сюда. Один миллиметр там оставить. Два миллиметра там оставить. Что-то не полезет. Нет, не должно ничего. Ну, ты крышки не вырывать. Вот, видишь? А вот здесь у нас есть несколько вариантов. Мы можем либо вот так окантовывать. А у нас других вариантов нет. Вот так окантовывать. А вот этот край туда загибать. Не вот так по кругу его выметывать. Вот так вот. Только вот смотри, как мы сейчас делаем. Вот эту часть мы сюда загибаем. А вот эту вот так обворачиваем. И вот так вот. Вот, то есть мы полностью его. Да? Но чтобы сейчас это легче было сделать, наметь здесь, ну, в итоге 0,7 вот этот край. Вот так. Да? Можешь мылом, можешь иголками. Вот так. Просто легче будет заворачивать. Смотри, вот здесь у нас четко на ребро. Да? Вот так вот. А вот эту часть, может быть, придется чуть срезать, потому что мы-то... Смотри, здесь вообще идеально получилось. Что здесь, что здесь вообще. Просто класс. Да? И теперь... А свет выключишь? Вот так вот. Ну, убираем, короче говоря. Смотри, самый эффект того, что вот мне надо... Ну, ты все поубираешь. Вот в чем. Ты вот так вот окантовку вот эту делаешь. Там 0,7, здесь 0,7. А когда вот это задвигаешь, она может быть и одинакового уровня быть. Просто ты выкалываешь булавки... Задвигаем по срезу, получается. Да? Он может выйти четко к срезу. Но ты должна отодвинуть на 1 мм. Чтобы прошла строчка. И вот так вот с этой стороны накалывать. Вот так. Чтобы это удлинялось, а это сюда припосаживалось. Ну, как бы вот в эту сторону наплывало. Чтобы, ну, вот такой вот момент. А, или подожди. Или вот как? Нет, видишь, там я, получается, сюда задвигаю, да? Тебе надо с изнанки. Я тебе еще там скину видео, или выложу на ютубе, посмотришь. Вот с этим вот. Там главное сначала наметай его ровненько. Хорошо? Так, мы приутюживаем. Можно с паром. И смотри. Вот так вот мы приутюживаем нашу метку. И в обязательном порядке, пока оно горячее. Вот так вот. Вот так делаешь углы. Вот так. Это будет зафиксирована та наша с тобой посадка. Вот так их. Заворачиваешь кублешком. Вот так. Остынет, зафиксируется. И они всегда у тебя будут смотреть вниз. И они, когда в Жене, не будут заворачиваться наверх. Обалдеть. Это в любой ткани, в любой этот самый. Вот. Все. И мы же будем по лицу строчить эту самую отделочную строчку. И, соответственно, внизу она будет припосаживаться еще больше, еще лучше она сработает. Все. Вот она у тебя вот так готова. Пауза. Это у нас верхний воротник. Мы должны его положить. Где у нас верхний воротник? От зеркалей. Тот, который идеальный. Вот этот вот. Вот этот верх. Вверху этот внизу будет. Вот это вверху. Да. Тогда это у нас вот так линия идет. А та идет линия вот так. Да? Вот. И ты между ними накалываешь. Да? Вот так совмещая вот эти срезы и четко сострачиваешь на один сантиметр. То есть я их скалываю. Эти три слоя, правильно? Да. Сострачиваю на один сантиметр. Давай тогда вот так сделаем. Нижнюю пока мы убираем. У нас там точно лицо к лицу, да? Ну, вот ты же говоришь, что это лицо. Вот это лицо и вот это лицо. Хорошо. Да, вот четко уравниваешь вот эти срезы, ну, вот эти вот швы и накалываешь вот так булавками. Сначала одну, а потом сверху второй, да? Да. Сначала вот так вот ты накалываешь, да? Совмещая вот эти вот четкие линии. Ну, надо, чтобы оно точно там совпало. Видите, как свыжилось. Съехало. Вот так. Вот так, да? Вот так вот, да? Так. И вот так, да? И вот так. А здесь, смотри, я не знаю, это у тебя линия такая. Наверное, это так. А здесь вот так вот ты соединяешь вот эти. По срезам, правильно? По срезам, да. Соединяешь срезы. Даже, ну, слегка, точно вот здесь ничего, ну, такая линия. Что-то я не могу понять, что-то из-за линия. Вот так вот накалываешь одну сторону, а потом, да, вторую сторону. И между двумя слоями вот это вот все. И вот так обрабатываешь. Ровно на сантиметр мы делаем со строчкой. Ну, я, когда третий слой накладываю, скалываю, тогда я делаю строчку. Третий слой, да? Да, вот это одна сторона в эту сторону, да? Вот оно тебе сколото. А теперь вот эту сторону ты накалываешь, да? Вот так совмещаем. Ну, вот посередине между вот этими строчками. Вот оно у тебя все идеально совпадает. И ровно на сантиметр, вот тут закрепкая, ровно на сантиметр по кругу сострачиваешь. Потом его выметывать. Хорошо? Давай сейчас тебе. Здесь можно в другую сторону, чтобы там сделать какие-то. Хорошо, там тоже надо будет совместить. Ну, вот так. Все. Оно будет четко удерживать и будет все замечательно. На сантиметр, да? Вот смотри, вот это у нас лицо нашего воротника, да? Мы с тобой вот эти вот уголочки делали, чтобы были одинаковые. Потому что у нас и с этой стороны все идеально, и все хорошо. Можно, вот сейчас, ну, пять стоял, смотрелось, что у нас лицо, что у нас изнанка. А потом вспомнил, что мы вот эти голубинки с тобой, это самое. Значит, вот это лицо. Чтобы сейчас это не потерять, давай с этой стороны заколем вот так булавку. Да? Я вообще рекомендую вот эти вот концы, чтобы лучше выворачивались. Здесь можно на 0,5 срезать. Потому что вот здесь, когда идет поворотная линия, можно-то, в общем-то, это и оставить. Не, ну, у нас нормально было. Ой, ты знаешь, хорошо, не надо ничего срезать. Здесь великолепно все. Не надо. Отлично. Так, теперь берем нашу вот эту вот горловину. Тут у нас тоже вроде все должно было быть одинаково, да? Вот так вот закалываем нужное направление, куда хотят. Мы планировали их класть, ну, заучушивать назад, на спинку, вот эти вот, убираем верлоки вот эти вот все трескалитно нужны. Так, и закалываем вот этот шовчик, да? Чтобы тут шва нету. Вообще не скажешь. Ну, тут вообще есть. Так. И второй плечевой. В общем-то, нам больше нечего с тобой тут закалывать, да? Так, а теперь берем наш вот вот этот вот. Стойку. И теперь смотрим, что у нас лицо. Вот, вот это лицо, а это вот так. Потому что мы же его вот так будем разворачивать, значит, лицо должно быть с этой стороны. Вот это специально, это из-за кого. Значит, мы берем, это у нас лицо, и вот эту часть, это лицо, мы берем нижнюю часть. И вот так вот четко по вот этим вот точкам встанем. Ага, по колешкам. Вот так вот, да? Вот так вот. Накалываем. Вот тут. А потом, теперь дотягиваем вот сюда. Потому что мы же с тобой сноровили, все, что нужно, сделали. А вот эту часть вот так. Вот здесь крайне важно. Вот так вот поставить. Смотрите, чтобы оно не перешло четко в раскол, чтобы он потом вот так завернулся. А даже я сейчас вот рекомендую сразу это сострачивать с двух сторон. Потому что потом в дальнейшем будет очень сложно это сделать. Сначала вот эти вот уголки вместе, чтобы там не было ни наплыва, ни даже можно вот так в раскол, вот так даже еще лучше. Четко, чтобы оно вот туда вот упиралось. Четенько-четенько. И сразу две ткани сострачить. Я сейчас тебе, в общем, наколю, а ты там, в общем, посмотришь там более детально. Тебе надо, чтобы тут оно прилегало. Здесь микро, ну, полмиллиметра не пристает к этой линии. Вот, вот это ты сначала вот так накалываешь и сострачиваешь. Сможешь или не наколоть тебя? Ну, хотя бы одну сторону, чтобы я поняла, как это делается. Вот смотри, с этой стороны, вот так вот, в плотняк. Оп. Чтоб не было ни наплыва, ничего. Вот, а потом вот так вот переворачиваем. Вот, и уже оно никуда не денется. Хотя бы, если хотя бы сантиметр можно сделать, тоже хорошо. Потому что потом заворачивать очень сложно одинаково. Вот эти вот линии. Так, чтобы оно что-то распарывается. Дальше не накалывай, дальше не получится. Нету возможности завернуться. И вот здесь ровно на сантиметр. Ты можешь даже эту захватить закрепко. Вот так, лучше тут не трогать. Вот тут закрепко, закрепко, да? Аккуратненько, ровно на сантиметрик. А потом, вот эту дальше начинаешь накалывать. Вот, нужно все беспосадочное с тобой, да? Видишь? Присоединяешь и ровно на сантиметр одну вот так вот сострачиваешь. Ведь то же самое и с этой стороны делаем, да? Мы сначала с тобой вот так вот ее в стык кладем, приставляем. Вот так вот, отгибаем вот этот припуск. Тебе остается только на сантиметрик пристрочить. Да? Сначала часть вот этой горловинки по переду. А потом уже весь одним слой, только за один слой. А потом второй я тебе покажу, как будем делать. Ну, это уже потом, да? Да, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Подожди, я тебе сейчас вот это... Смотри, вот, чтобы оно тут точно никуда не выбивалось, наверное, с тобой вот эту вот наметку можно снимать. И вот так вот заворачиваем. Так, чтобы более точно было. Вот тогда у вас всегда вот эти уголки будут очень хорошо получаться. Здесь главное, чтобы... Все, твою задачу только здесь пристрочить. А потом вот эти кончики прострочишь, и здесь нормально вот так выложишь. И ровно на сантиметрик прострочишь саму горловинку. И все. Два с половиной стяжек, да? Да. 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 Лучше два с половиной. Сторона, это как нужно. Смотри, вот тут, когда мы вот эту часть прострочили, вот, да? Вот она. Мы ее так отворачиваем. Вот для того, что вот когда ты вот так накалываешь, чтобы лишнего ничего не захватить, лучше даже по этой стороне строчить, тогда точно все будет окей. Не по вот этой, чтобы можно перейти как-то, ну, может залезть сюда, еще что-то. Ну, смотри, по этой стороне сейчас пройди, вот тут отойди на 3-4 сантиметра без закрепки, пройди вот четко вот в эту линию закрепки, вот. Четко-четко вот сюда и все, проблем никаких не будет, потому что это сам воротник, видишь? А это вот само, этот самый, наша рубашечка, да? Ну, вот ты сюда вот идешь, вот, закрепочку, потом дальше сейчас посмотрим, чего там. Вот, мы теперь с тобой ее берем вот так вот, то, что прострочили, вот так выворачиваем. Просто давай сейчас пока проверим, а потом срежем лишние все припуски. Видишь, в общем-то, у тебя и так, в общем-то, ничего выкладывается. Единственное, надо все равно срезать припуски, сильно тянет. Так все хорошо, вот тут чуть-чуть тянет. Сейчас посмотрим. И теперь следующую, вот так же, оп. Просто легче, удобнее вот эти места обрабатываются. Ну, все, тут надо, чтобы она была одинаковая. Не дошли, там перешли. Ну, в общем-то, нормально. Видишь, тут до линии и здесь вот до линии. На самом деле, кажется, что что-то не то. На самом деле, все четко. Видишь, здесь вот к линии. И здесь тоже вот на 2 миллиметра от вот этой конца зеленой линии. Все отлично. Убираем вот эти блоки. Сейчас тоже там все посмотрим. Чтобы не было защипулечек каких-то там. Ну, все великолепно. Хорошо. Вот, теперь давай обратно вот так. Оп. И срезаем теперь вот этот припуск огроменный, который здесь. Ого, колтюн какой. Смотри, мы какой вывернулись спокойно. Да? Не, мама, мама, папа. И вот так вот на 0,5 срезаем. Я только смотрел аккуратненько вот так вот. Смотри, боже. И вот так вот мы ее плавно вот сюда вот так вверх. Ну, к самому вот этому вот воротнику. Видишь, сейчас? То есть воротник мы не... Я вот эту... Ну, сейчас, если надо, мы сейчас ее и вот этот так вот угол снимем. Ну, сейчас посмотрим, надо ли делать. Потому что здесь тоже сильно... А если шифона вы будете шить? Сейчас посмотрим, как он тут ложится. Вот, тут уже лучше, ровнее. Видишь, лежится эта линия. Я думаю, что и вот этот тоже можно снять. Вот этот угол, он сильно такой... Единственное, тут просто... Видишь, ты оттуда строчила, а лучше строчить от вот этого места. Видишь, я сейчас тут вот надрежу, и получается, вот эта вот точка, она не держится за крепками. Вот тогда только вот так могу. Хотя я бы его тут вот так бы еще сниму. Он просто лучше будет выкладываться. И очень сильно там не выдергиваем, аккуратненько все. Вот, видишь, он как хорошо выложился. Вот эти припуски, они мешали выкладываться. А вот здесь аккуратно, аккуратно, вот так вот. Великолепные, просто великолепные. Сейчас выметываем и все. Отлично, просто все вот так вот. Мы сейчас же еще, естественно, это все отделочной строчкой зафиксируем. Все будет отлично. Отлично, молодчина. Видишь, сразу раз, этот кусочек, он лег, и сразу он в две стороны обработался. Нигде ничего не наплывает, и здесь все замечательно. А он распарываться не будет? Может, там срезали? Нет, мы там сделали закрепки. Нет, вот тут я все аккуратно тебе предохранила. Просто вот я сейчас тебе на втором покажу, о чем я говорю. Вот здесь вот, тебя лучше, чтобы закреп... Вот тут можно еще раз просрочить усилий, но я бы тебе не рекомендую это делать. Можно делать какую-то тут погрешность, еще что-нибудь лишнее там подзабрать. Вот тут, просто вот здесь поворот должен быть. Или вот тут у тебя закрепки на 2 мм отходят вот так. Ну ладно, пускай так будет. Не, ну хорошо, удержалась там. Вот так вот, на 0,5 где-то вот так вот сейчас я его сейчас... Оп, вот так вот срезаю. Не мешаю вот эти припуски, чтобы лучше оно выложилось. И здесь где-то так, на бочок. Но здесь, смотрите, сильно это все не срезайте, потому что он может вот эти все обрезанные углы припечатываться потом на лице, и не очень красиво смотреться. Вот эти косые углы, там еще что-нибудь. Вот все, вот я тебе его управляю, он сразу фактически по струночке, все очень хорошо ложится. Все, великолепно, молодец, ты просто на пятерку справилась. Так, вот смотри, видишь, вот. Молодчий, вот. Отлично, отлично. Теперь смотри, что дальше делаем. А вы, выметывай даже не... Короче, здесь надо выметать в раскол. Вот это вот, видишь, закрепка. Если ты сейчас ее не снимешь, то ее потом никогда в жизни не достанешь. Помнишь, я говорила, что если у вас остается где-то какая-то намёточная ниточка, у вас есть большой шанс переделывать эту вещь. Поэтому я тебе ее сразу здесь вот убираю. Так, уж ты потом можешь здесь вообще не достать. Видишь, вот он. Сейчас мы ее вот сюда перетянем. Здесь у нас просто такой очень большой опыт. Больше 20 лет. Вот, поэтому... Вот, поняла? Вот это я его сейчас перетянула. А теперь берешь вот так в раскол. Вот смотри, здесь он пытается кривую линию выкладываться. А ты ему говоришь, нет, дорогой, мне нужна очень ровная, плавная, красивая линия. Здесь манипулируешь вот этими вот моментами. Вот тут, например, вот это прогибаешь. Ну, вроде ровная, плавная там линия была. И вот так вот выметываешь. Лучше по той стороне, где у нас изнанка. Потому что это будет лицо, которое будет вот так отворачиваться. Вот это наше воротничок. И вот так будет все видно. И вот так вот, вот так. Смотри, вот такими движениями. Лучше здесь даже прямыми стежками, потому что здесь нам просто надо было краю держать. А здесь мы должны будем просто вот так вот, ну, на миллиметр отделочную строчку прострочить. Или не будем строчить. Может, только вот так ее прострочим. И все. Ну, сейчас мы с тобой решим, как это сделать. Пока мне вот это выметывай. А я себе сейчас дальше покажу, как вот с этой частью работать. Красивенько. Мы потом ее вот так вот будем делать. Хорошо? Поняла? Все, у тебя с первого раза. Вот, мы с тобой выметали все красивенько. Теперь смотри, наша задача вот этот вот шовчик зафиксировать сюда вверх. Что мы делаем? Мы сейчас просто с тобой вот так накалываем булавки. Не с этой стороны, а вот с этой. Просто фиксируем вверх вот это вот булавочками. Вот так по кругу. Сейчас дальше покажу. Я тебе рекомендую... Могу понять, что это такое. Второй раз уже. Рекомендую... Видимо, зацепка. Надо вправить туда. Так вот. Сейчас мы тут подтянем. Помните, никакие зацепки. Мы просто так не обрезаем. Вот перетянули и все. Это была зацепка. Так, а теперь... Ну, то же самое. Видишь, я вот такое движение. Как подтягиваю и фиксирую. И так давай по кругу, по кругу. Потому что здесь есть два варианта. Либо все строчить. Везде все отделочные строчки. Либо я бы упростила бы и сделала тебе только вот здесь. Делочную строчку. Но только вот по вот этой стороне мы будем строчить. Хочешь, можем по этой. Тут все зависит от того, как ты сейчас выметывала. Она просто везде должна быть одинаковая строчка. Что тут на миллиметр. Что тут на миллиметр. Будет очень некрасиво, если где-то она тут поскачет. Вот так. Понимаешь? Поэтому, чтобы вот эти моменты все устранить, я тебе предлагаю вот так вот прострочить. А здесь мы сейчас ее вручную будем подшивать. Можно строчить. Можно вручную. Пауза. Вот мы с тобой накололи. Можно было, конечно, наметывать. Ну, по-моему, проще наколоть. И вот когда оно вот так лежит, видишь, мне надо, чтобы вот эта стойка сейчас лежала ровно. И мы ее вот так вот кладем. Вот. Когда выметан вот этот край, мы его потом вот так загибаем и вровень вот так вот закалываем. Хочешь поиграться, можешь тут полосочки пособещать. А я закалываю на какой? Вот так. На сантиметры. Закалываешь ровно встык к этой линии. Вот. Видишь? К линии строчки. Вот. Только не на булавку закалывай, а как-то рядышком. Потому что... Это к линии строчки. Строчки вот этой. Вот. Все, я поняла. К линии строчки вот этой. Вот. Видишь? Вот. Вот ты сначала берешь вот эти ровные линии. Я сейчас тебе покажу, как вручную подшивать. Сразу, с первого раза будет все ок. Окей. Понимаешь? Вот это вот так. Да, вот где оно ровно лежит. Мы сейчас его вот так вот все стыканим. Я стараюсь там колоть, там, где нет булавок. Еще и в данном случае в кость. Видишь? Вот как между. Ну, просто легче будет. Можно... Ну, я думаю, что тут даже не надо ничего наметывать. Ну, тут здесь будет все очень хорошо и так. Ну, вот. Мы потом с тобой вот так поворачиваем. Вот так вот. Вот эта вот часть. Смотри, вот здесь я тебе рекомендую вот так ее подзаколоть. Хотя бы вот здесь. Потому что она тут разрушился здесь. Вот этот вот флизелин. Он как-то совсем. Ну, мы сейчас будем приутюживать. Мы это все поубираем. И вот эту часть. Видишь, я даже тут тебе специально вот так делаю. Не было никаких там набегов, ни перетягиваний никаких. И вот так вот, смотри. Так вот. Оп. Четко формируя к вот этой вот линии. Только четко, четко, четко. Там есть еще разные обработки. Их можно посмотреть. Ну, просто как вот я тебе объясняла. А если у вас, например, стойка, четко, ну, полностью прилегающая к горловине, и, например, может быть даже разрез сзади, где молния, или просто разрез спереди у вас должен как-то красиво быть обработанный. Ну, вот тебе вот тут показывала, что лучше убрать вот эту выметку, потом ее не достанем. Я сейчас пыталась ее достать, она не достается. Потому что она так и останется. Ты потом ее надсечешь, и она тут так и жить останется. С одной стороны убрали, с другой стороны не смогли. Держи. Я тут пытаюсь достать, она не достается. Что-то осталось. Видишь, вот какая-то выметка. А, ну, это вот это. Все, это все нормально. Все, главное вот это, чтобы у тебя никуда там потом не ушла. Да, и вот оно лежит вот так, да. Вот так вот закалываем булавочками. Здесь тоже просто, чтобы ровненько лежало. Вот, так я про вот эту стойку, которая у нас прилегает к горловине. И вам не надо, чтобы там была обтачка, например, какая-то очень тонкая ткань. Она может не всегда красиво быть. И вам надо стойку обрабатывать вот таким же способом, как я сейчас. То есть, ну, как бы прообраз такой вот совсем ручной работы. Она может вам пригодиться. Видишь, так ровненько я расправляю и четко-четко вот здесь встык сейчас ты заснимешь. Как сильно там не закалывайте булавку, ну, там внутри, если вы чувствуете, что на булавку попадаете, можете так чисто, вот, символически вверху. Видишь, вот оно прилегает, вот четко вот, четкое прилегание. Мы сейчас за один миллиметр будем подхватывать и вручную прошивать. То есть, если на машинке строчить, то с одного раза может не получиться, не красивая строчка будет, может. Ну, может, вот смотри, тут надо сначала вот это наметать вот так, а потом стараться строчить на один миллиметр. Но может не получиться, будет такая вот здесь ровная, а там как-то она куда-то может попасть. Вот там нужно было немножко другие манипуляции делать. Ну, я чаще всего вот так делаю, потому что мужские рубашки я, конечно, смогу пошить, но я их крайне редко вообще их заказывают, потому что их проще пойти и купить. Вот поэтому, вот, и вот здесь тоже, видишь, там более четко лежит. Там, конечно, будем шить мужскую рубашку, покажу там более детально. А здесь в женском можно такое делать. А здесь вот так чуть-чуть, да, поворачиваем вот этот припуск, выкладываем. Вот, чуть-чуть он, видимо, ты там чего-то присборил. Чуть-чуть легкая посадка. Сейчас вот сюда мы ее тоже сгоним чуть-чуть. Видишь, я что вот этот вот шовчик вот сюда аж подставляю, да? Ну вот, оно просто должно вот ровненько лечь. Желательно, конечно, чтобы у тебя и тут была более, ну, такая ровная строчечка. Ну, ничего, она там особо ни на что не повлияет. Мы просто сейчас вот так вот позакалываем. Все. Оп. Здесь же идет круглая линия поворота, поэтому может из-за этого еще казаться, что она как-то длиннее. Вообще, конечно, мне не с той стороны немножко я закалываю. Два часа проверну в эту сторону, чтобы тебе было виднее, как я это делаю. Видишь? Вот. И вот тут, видишь, даже я сейчас буду корректировать. Ну, это на самом деле у тебя ровная строчка, просто вот булавка закололась так, что она выделывает вот эту линию, ну, совсем кривую. Вот, видишь, я встык кладу. Сейчас я вот этот чуть-чуть припасажу. Тут надо как-то захватить вот эту вот нижнюю ткань. И вот так вот. Ну, лучше вот с той стороны, которую я тебе сейчас накалывала. Вот, оно все очень даже... Очень даже хорошо вложится. Очень четко, очень все красиво. Ну, вот. А теперь вот здесь можно еще чуть-чуть поближе. Вот так вот. Слышишь, я пальцем там придерживаюсь здесь, чувствую. Тут почаще старайся. Может еще и... Ну, на самом деле оно уже никуда ничего не денется. Нужно выставлять. Вот. И давай сейчас ты вторую часть накали, а я тебе покажу, как вручную присоединять. Все великолепно, все хорошо. Вот тут даже можно... Ну, только, наверное, почаще, если я не буду. Сейчас я попробую отколоть те булавки. Видишь, у тебя здесь вот они видны, где она проходит. Вот, когда я откалываю их, оно... Вот это, видишь, вот эта вот волна уходит. Оно ложится туда ровненько. Те булавочки, которые мы с изнанки... Ну, да, да, но если можно, потому что, смотри, вот здесь я не вижу тех булавок, лучше не стоит. То есть, если с этой стороны мы прокалывали насквозь, тогда можно... Ну, если получалось, да. Например, там дальше не получалось, лучше не стоит их вытаскивать. Ну, и вот эти. И все, и бери сейчас нитку в иголку, я тебе показываю, как ручную подшивать, и все. Умнее. Вот, включу. Смотри, какую сторону удобнее. Ну, мне, например, в эту сторону удобнее идти. И смотрим, откуда мы чего начинаем. Видишь, вот тут закончилась строчка. Значит, я вот так сначала прячу узелок. Тоже так, чтобы он у вас не был виден с лица. Вот так вот. Вот так вот даже я его прячу. Где-то на 5 миллиметров я перешла. Потому что мне надо вот отсюда начинать, а я чуть дальше. Нам же надо ее подзакрепить чуть-чуть. И вот так вот я ее там... Ну, это, по-моему, совсем тонкая иголка. Очень сложно ей. Ну, может быть, сейчас дальше легче будет. Сейчас, сейчас, сейчас. Так вот. То есть, и длинная нитка будет все время вот так путаться. Мы ее должны там где-то спрятать. И вот, буквально, один, смотри. Тут главное, что? Каждый раз начинать, ну, желательно через миллиметр-полтора вот так делать. Вот так, смотри. Напротив. А потом напротив мы будем делать второй стежок. Вот, смотри. Вот. И напротив этого же места вот сюда. А вторую, выход иглы, вот сюда, вот вбок. В раскол на миллиметрик. Ну, там даже, может, за одну-две ниточки, три там. Вот, и вот так напротив. Оп. Ты как будто бы имитируешь саму строчку. Здесь, может, даже будет такое, что ты будешь брать за строчку, которую ты сострачивала сам воротничок. Вот, вот так раз. Видишь? Можно, да. Ну, там либо за строчку, либо за ниточку. Но главное, чтобы с лица не было с другой стороны видно, что ты там хватал. Вот, видишь, вот так вот. Сейчас посмотришь, как оно будет получаться. Где-то через миллиметр-полтора. Но в обязательном порядке напротив нее, вот так. Видишь, напротив нее, вот так. В общем, такая медитативная работа. Получается, чтобы получались не диагональные, а прямые, да? Прямые, да. Вот эта вот наметка, она не должна там вообще быть видна. То есть вы ее прячете. Ну, на самом деле, не очень комфортно. Не с этой иголкой. Может, если тебе будет хорошо, то оставляю. Но так вообще надо чуть-чуть вот побольше. Она изгибается у меня прям под пальцами. Столько тонючка. Видишь, вот так. О! Видишь? А теперь вот эту булавку можно убирать. Как только ты к булавке подходишь, ты ее убираешь. Ну, вот. Оно там дальше само на автомате, вон оно все, видишь? Ты же, и с той стороны, вон палец у меня, да? Я там удерживаю. И с этой стороны, вот. Вот так вот медитейшн. Вот так. Оп. И в бок. Оп. И в бок. Оп. Да? Ага. Давай, медитейшн. Вот мы прострочили наши манжетики. В том числе, идеально совместили все полосочки. Как иногда, идеально совмещенные все полоски. То есть, это, не знаю, дипломная работа в квадрате у тебя, наверное. Не только красный диплом, а уже золотой диплом. Я не знаю, как это сказать. Смотри, часто производители что делают? Они в два слоя вот так обрабатывают. Просто берут, обметывают. И просто закрепляют здесь отделочной строчкой. Можно так. Ну, как-то. Как по мне, так можно очень красиво. Я просто тебе забыла сказать, что есть еще одна обработка. Мы за один край хватаем, вот так, пристрачиваем. Да? Вот тут, до вот этой точки. А потом... Сейчас мы что-то сманипулируем. Сейчас что-нибудь я придумаю. Вот. А потом мы его вот туда прячем. Ну, то же самое, как мы делали сейчас с воротником. А, ну, я поняла. Потому что один край обрабатывает другой край. Да, да, да. Потому что он будет торчать. Я что-то, видимо, не узрела. Смотри, может, давай переделаем? Нет. Это хорошо, вот этот вариант был с аглиоткой. Да. Смотри, в крайнем случае, смотри, я вижу, что тут очень легко. Можно даже вот просто вот так отогнуть. Вот я сейчас так трогаю руками. Смотри, что можно. И вот так возьми просто вот так вот в раскол. Только чуть-чуть подозреки. Давай попробуем. На 4 мм стежок. Вот так вот. Можешь в каких-то местах. Ну, давай попробуем. Ну, вдруг получится. Вот так вот эти вот полоски. Вот просто где-то в нескольких местах. Через 2 см их. Вот. И вот так вот прям впритык четверочкой прострочи. От начала и вот здесь вот до конца. Ну, тут чуть-чуть придется подпороть. Вот ты сейчас начинаешь обрезать. Ну, вот мы по черную линию с тобой изначально договаривались, что будет наша блузка, рубашка, длину. Да? А смотри, какой большой огроменный припуск остается. Ну, это вроде бы хорошо, но зачем? Если бы мы планировали 2 раза подгибать, обметывать не надо. И потом оделочную строчку строчить. А все рубашки, ну, сантиметр, ну, максимум край полтора сантиметра припуск. Не надо больше. Вот я тебе рекомендую на полтора сантиметра сейчас обрезать, обметать. И потом вот так вручную наметываешь вот так вот. А строчить будем вот здесь по вот этой стороне, вот этой вот черной линии. Четко по началу черной линии, по кругу. И обыкновенную делаем закрепку. Вот. Смотри, отлично ты все подшила, все шикарно, замечательно. Вот. И частично там, где ты могла, ты прострочила. Ну, я считаю, что ты как дизайнер и модельер имеешь полное право себе выдумывать любые отделочные строчки. В том числе и вот такие. Я не вижу здесь ничего плохого, что оно не острое, а скошенное. Ты как модельер, главное, чтобы оно было с двух сторон одинаково. Ты как модельер имеешь полное право на это. Я считаю, можно оставлять. Говоришь, а я так хочу. Это моя дизайнерская мысль, идея. И хорошо, отлично. Так, теперь смотри, мы вот тут тоже можем либо вот так пройти и вот сюда дойти. Можем вот это не сострачивать, не сострачивать. То есть, как хотите. Мы сейчас это приутюжим, никуда оно не денется. Единственное, вот отсюда надо будет идти, но надо так, чтобы и здесь тоже красиво оно было одинаково. Ну, давай сейчас попробую. Значит, я поставила 4 мм стежок вот здесь. Пока посередине. И я вот, а ты делала со смещением или без смещения? Без смещения делала. Ага, ну, значит, я тоже буду без смещения делать. Сама на глаз устанавливать вот этот 1 мм. Мы сейчас сделаем эту отделочную строчку. Помните, надо придержать, поставить. Ну, это может быть сильно. Сейчас посмотрю, большой-небольшой. Наверное, нормальный. Вот еще второй надо это самое стежок тоже придержать. Он может там накрутиться. Можно иногда на вот этих поворотах делать двойную закрепку, чтобы она не, знаешь, как, не выгибалась полукругом. Ну, сейчас посмотрю. Тут очень сложно, но можно сделать вот эту полукруглую. Тут все главное зависит от выметки, которая здесь была. Здесь она очень четенькая. Тут у меня должно быть вообще все очень ровно. Здесь можно было под это не подвязываться, если мы вот так по кругу пошли. Вот так, вот тут и здесь все строчки, там они свои собственные эти строчки. Видишь, оно там, чтобы мелкая строчка не была, я пытаюсь сейчас везде сделать один и тот же стежок. Видишь, вот остринка получилась. Была остринка на выметке и остринка у меня в строчке. Ну, это только если заутюжить, да? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, ты знаешь, можно ставить. И получилось хорошо. Да, вот видишь, я вот эту манипуляцию сделала. Да, получилось хорошо. Все, тогда то же самое давай с той стороны. Хорошо? И что? Сейчас. И мы с тобой еще делаем... Петли. А, петлями занимаемся. Вот эту сейчас штучку еще застрочим. Вот эту. Ну, это можно внутрь и дома, я могу, да? Ну, мы сейчас быстренько, я тебе покажу, уж все равно. Да мы все равно должны все сделать. Пришить пуговицы, одеть и наслаждаться. У нас карманы. У нас еще карманы. Карманы, это очень можно дома. Мы их сделаем, наколем, посмотрим самое выгодное положение, а все остальное можно это сам. Ну, вот я думаю, что... Так, ты угольничком, да, я понимаю. Так, вот. А ты просто булавочки. Милок, мылка. Милка, да? Нет, тут же булавочки. Тут же булавочки, что она вот так тебя сейчас заколола. Да, и мылка, точно. Чтобы красиво наметить диагональку. Ага. Сейчас посмотрим, достаточно этого будет или будет недостаточно. Вот так. Ну, я просто тут срезы вот эти совместила. Давай мы пойдем, может быть, от серединки назад и вперед. Это тут часть не застричи. Угу. Не может пройти, мне там тяжеловато. Ну, давай посмотрим, нас тут строят. Не устроят, что мы, если что, мы ее отрежем. Под 45 градусов. Нас это устраивает. Ну, почти. Нормально. Почти ровно. Ну, вот сейчас посмотрим, там. Сейчас посмотрим, как она вот так будет лежать. О, ну, ну и вот и все, я думаю, только тут сейчас подшаманим. Вот, вот тебе. Она, по крайней мере, не торчит. Она туда сразу же западает. Можно было просто обойтись складочками без разреза. В общем, мы там уже все рассказывали многократно, почему мы так решили и все остальное. Все, тут должна быть наша ручка. Ок? Ну, давай. Да. Начинаем с того, что мы тут тоже долго-долго понимали, как мы, чего мы хотим. Ну, вот не знаю, чего мы таки хотим. Ага, смотри, такие у нас вот так будут располагаться. Я думала, по черным линиям. Нет, потому что, смотри, первая стоит вот здесь, пуговица, а вторая не вот здесь, а поближе вот сюда. Где-то на сколько от края, столько от верха, от вот этой вот планки. И в итоге они будут посередине, между. Либо вот на эту сторону пуговицы, да, либо вот на вот эту, смотри, чего больше нравится. На голубенькую. Ну, значит, на голубенькую. Хорошо. Вот, и вот количество пуговиц, вот оно, фактически. Если очень хочется, можно и сюда, чтобы там, знаешь, как, типа, совсем. Но обычно вот тут не делается. Вот это где-то здесь последняя пуговица, сантиметров 10 до низа. Ну, и не будем, да, не будем делать. Да, потому что нам можем по две пуговицы, и тогда остается у нас с тобой на манжеты, да? Нет, по одну, манжет на одну. Не будем на две. А две пускай запасные останутся. А вдруг? Правильно, правильно. Ну, да, здесь можно хоть на одну вот так вот. Не нужно на двух, крайняк, на две. Нет, не будем на две. На одну. Ну, и все, хорошо. Там сейчас мы тоже это наметим. Значит, смотри, здесь у нас без вариантов. Здесь мы просто должны посередине планки прострочить. Вот у нас ровно три сантиметра. И мы с тобой намечаем вот так вот, ровно посерединке. У нас везде одинаковый рисунок. Нам здесь вообще все просто и легко, фактически. Можно от черной до черной. Ну вот, от начала полосы до конца. И вот у нас получается 8 сантиметров. Значит, середина пуговички у нас с тобой вот. Серединка петли, вернее. Измеряем нашу пуговицу. Она типа полтора сантиметра. На самом деле 1,6. 1,6. Это значит нам по 0,8 в одну и в другую сторону надо. Значит, вот здесь вот так вот. Да? Это конец петли. А вот это начало петли. Наверняем все. Вот у тебя одна петелька. Мы будем пробивать с лица. Вот это тебе надо будет на каждом из вот этих вот полосочек вот это наметить. Здесь они одинаковые. Потому что вот смотри. Это вот так, это вот так. А здесь без вариантов. Так я бы там еще что-то как-то бы там. А тут у нас вот клеточка, полосочка у нас по-другому здесь не будет. То же самое здесь. Вот здесь мы померили, что 1,6 наша петелька. Значит, ну вот она получается. Отсюда должна пробиваться эта петелька на полтора. И сюда вниз на 1,6. Вот она по вот эту нижнюю часть. Вот. Ну и вот так вот по серединке будем. Вот даже если ты криво наметишь вот серединку, ничего страшного. Мы будем сейчас, когда обметывать петлю, мы будем под края лапки. Сейчас подстраиваться и легче будет. Потому что тут можно ровно, неровно. Мне главное вот от одной стороны до другой стороны вот эти вот должны стопарики быть. Ну, конечно, лучше четко вот наводить. Ну, вот как раз вторая линия ровно на полтора. До одной, до другой стороны. А здесь то же самое. Мы должны ее намечать ровно по серединке. На полтора сантиметра, потому что планка у нас три. Мы когда застегивать бум пуговицы, она отсюда начинается. Вот. Видишь, вот. Я вот эту линию просто вверх сюда продлила. Вот отсюда она начинается. Женская застежка всегда идет справа налево. У мужчин слева направо. То есть у нас по этой стороне будут идти с тобой петли. А у мужчин с другой стороны. А здесь мы просто делим ровно напополам нашу вот эту планочку. Ну, конечно, лучше ее бы... Надо было вот эти нитки позавязывать, приутюжить. И только потом пробивать. Ну, ладно уже. Потом. И здесь тоже на 1,6 мы вот так пробиваем петлю. Она как вот здесь не пробивается. Она вот параллельно застегиванию входа... Ну, как воротник застегивается вот. Вот это вот одна. Правда, что 1,6? Так вообще, как будто вот тут 1,8 все. Кажется, что больше. Но это потому, что она расположена. Не-не-не, тут я больше чуть... Ну, жирные линии, короче, навела. Здесь просто вот с этой стороны линии, да вот этой стороны линии. То есть не по крайней, а по внутренней стороне линии. И все, вот это сейчас намечаем. И намечаем наш этот самый рукавчик. Только давай сразу же определим, где мы должны это делать. В общий вид возьмем. Вот смотри. И это у нас вверх. И это перед. И это перед. Это спинка. Нам же надо, чтобы вот так застегивалось на рукаве. То есть вот тут у тебя петля. И вот тут у тебя петля. Смотрите, не на другую сторону. Можно уже 2 секунды с другой стороны сделать. Вот вообще в 2 секунды. Видишь, какая ты молодец. У тебя полосочка вот так прошла. Так, и тут уже все совпало. Да даже не дипломная работа. Это, я не знаю, наверное, уже профессорская работа, если честно. Так, вот то же самое мы с тобой вот здесь делаем на... А здесь уже другая история. Смотри. Здесь, по идее, минимальное расстояние, которое мы можем, куда пришивать пуговицу, 0,5 от края. Или еще лучше, вот мы сейчас посмотрим, какие у нас возможности здесь есть. Вот ровно расстояние пуговицы, и отсюда намечается дальше петля. Вот сколько сама пуговица, столько вы от края отходите. Но у нас с тобой здесь должна быть, по идее, отделочная строчка на 0,1. Будешь ее делать? Тогда, вот если мы бы делали вот сюда, то мы от отделочной строчки. Если здесь будет идти отделочная строчка, то вы не имеете права ставить вот эту вот пуговицу дальше отделочной строчки. Значит, от отделочной строчки, и вы вот тогда от другой вот этой второй линии намечаете петлю. Вот так. И вот тут она вот... Сейчас давай мы наметим, сейчас разберемся, насколько мы ее там, чего сделаем. Вот 5 сантиметров, 2,5. Ну, вот смотри, я думаю, что надо якобы вот тут делать, да, строчить. Ну, можно ровно посерединке вот этой вот рыжей штучки. Правда? Ну, симпатичнее, наверное, будет. Да? И вот на вот этом расстоянии нам нужно определить. Минимальное расстояние это 0,5 от края пуговица у нас начинает пробиваться. Это значит, или на вот этом расстоянии, или на вот этом расстоянии. Это серединка пуговицы. Да, а как мы сейчас проверим? Мы сейчас твою ручку сюда... Как начало петли? Мне нужно, чтобы она вот прям была близко-близко к краю. Мы сейчас проверим по объему, потому что у нас там были некоторые нюансы, моменты. Давай, я подержу. А ты заходи рукой сюда. Вот, просто смотрим, насколько... Как тебя вывернут. Вот так. Вот, да, видишь? И вот мы смотрим, вот, фактически мы по синюю линию приходим, видишь? Вот, то есть это для нас максимальный комфорт такой будет. Вот, небольшой заход в итоге. Ну, он так и должен быть, на самом деле, почти. Вот, да? Вот сейчас мы это вытаскиваем ручку. Сейчас я тебе дальше все показываю, что мы делаем. Держи. Значит, мы вот так вот закрываем и смотрим, что если мы вот так вот прострочили с самого минимального расстояния... Подключите. С самого минимального расстояния, вот я тебе первую вот тут пробиваю, что вот это минимальнейшее. Часть, куда мы можем пробить петлю, да? Вот сейчас я тебе вот так ее одеваю. Это вот так. Видишь, на 0,5 от края, да, наша петелька. И мы смотрим, куда мы потом пришиваем пуговицу. Вот сюда, да? И одеваем эту пуговицу вот сюда. О! Хорошо! Значит, на минимальное расстояние мы имеем право делать, чтобы у нас вот так пуговицы не было. Вообще, желательно, конечно, вот так ее пришивать. Но можно и вот так. Хорошо? Вот. Поэтому вот мы сейчас с тобой и вот с этого расстояния и начинаем намечать петлю вот от первой вот этой вот линии на 1,6. И точно так же зеркально намечаем с тобой вот этот рукав. Да? И точно так же намечаем вот этот вот рукав. Только смотри, здесь у нас полоска не зеркальная, поэтому тут смотри, чего да как. Опять же, вот возьми в общий вид. Это, смотри, видишь? Смотри, не попадись на это. То есть вымеряем. Ты просто могла сейчас наметить с этой стороны, если зеркалить. А это будет не ей. Да, да, да. Она даже вот с этой стороны. Значит, здесь то же самое. У нас тут полосочки все совпали. Значит, тут можно просто вот переносить, что вот на вот этом расстоянии, да, посерединке ровно вот этой полоски мы намечаем от края на 1,2, где-то вот так вот. Это начало петли. И 1,6 вот ровно на вот этой вот штутичке. Ну, практически вот, почти до нее. Ну, да, притык все-таки толстая. Ну, все, вот пробиваем сейчас петли. Идем пробивать петлю. Да, начинаем сейчас. Смотрите, что такое. Все, все, все. Вот, вот, отходить. Смотри, вообще, она даст кусочка, но, в принципе, она хорошо настроена. Тут лапку мы уже поменяли. Смотрите на ютубе видео, как поменять лапку, что тут настраивать. Ну, вот, показываю еще раз. Петля. Вот, в данной машинке вот так, и вот так должно быть. И начинаем. Я, опять же, показываю, что я без, ну, там, без пуговицы это все делаю. Мне проще так. Хотите, делайте с пуговицей. Так, и мы начинаем с того, из крайнего вот этого положения. Я ставлю ровно посередине лапку. Поскольку у тебя тут одни полосочки, мне вообще не составляет труда ее ровно сейчас поставить и прострочить. Видишь? Я под лапку вот эти все полосочки подстраиваю. И вообще все очень даже хорошо. Так, только сейчас смотрю, куда она собирается. Ага, отлично. Чуть-чуть подвину ее. Я, лапку, нужно поставить ровно на ту линию, которую мы чертили. Да. Вот ровно она должна быть посередине, но это все же должно быть параллельно вот этой вот, ну, остальным каким-то там полосочкам. Ну, по линии, правильно? Вот ту, которую мы намечали. Обязательно, да. Сейчас в итоге сейчас поставлю ровно посередине вот этой оранжевой. Скорее всего я должна попасть. Сейчас посмотрим, как получится. Да, 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 даже небольшой очко. Отлично. Отличненько. Ужики, помогаете. Даже не помогаете. Может, даже не надо только еще помогать. Вот она, видишь? Вот она. И вот там делаем щелк, опускай ниже. Давай, я сейчас покажу. Вот она. Вот она, видите? Давай сейчас вот там. Вот она, вот эта петля сама вон тут нарисована, вот я за нее сейчас делаю там тынс, и все она сейчас пойдет вперед, да, все, так, теперь я нажимаю вот тут вот сзади тынс, вот на эту штучку, и она сейчас пойдет вперед, закрепилась, и теперь здесь надо налочиться так, чтобы она у тебя все время на одинаковом расстоянии начиналась и заканчивалась, все, здесь хорошо, вот, она тебе всегда перед вот этой вот второй оранжевой полоской везде начинается, заканчивается на 0,5 дальше, ну, как бы мы же попали в геометрию, так попали по полной программе, вот, да, вот это мы все под корень обрезаем, иногда нужно заправлять, ну, я думаю, что здесь не обязательно это делать, можно спокойненько, вот, красотища, так, ну, это мы еще там заправим эти все нитки, мы не успели еще что-то сделать, ну, все, сейчас я тебе, смотри, делаем сброс, и только потом переходим на новую петлю, каждый раз переходим на новую петлю, мы делаем сброс, потом мы не ставим еще там, не щелкаем, да, щелкаем только в конце, да, да, у тебя какая машинка, Ну все, так у тебя то же самое все будет, как и у меня Лапка автомат у тебя была или нет? Да, да Нет Автоматический Или полуавтомат у тебя? Ну вот полуавтомате тебе легче будет разобраться Потому что я фактически лапку автомат превращаю в полуавтомат Я сама ей говорю, где ей заканчивается, где начинать петлю Ну, где начинать, где заканчивать петлю Так, и вот тут вот мы тоже вот так вот ставим Вот здесь чаще всего очень плохо идет она Потому что здесь бывают очень плотные, большие такие припуски, еще что-то Ткань просто элементарно может быть потолще и все Да, и мы вот так опускаем Вот так вот, вот начало петли И желательно каким-то образом все это дело придержать Ну, можно на крутяном там таким Иногда бывает наматывается Очень неприятно Так, и давай Сейчас надо помогать Тянуть на себя Ну да, чуть-чуть придвигай, потому что она на месте будет стоять Не сложно здесь Якобы ей сильно толсто здесь Щелк и закрепульку Она сама автоматом это делает Слушай, чуть-чуть ей помогает Она там пыталась стоять на месте Длительное время Если у вас какие-то моменты, то есть одинаковые должны быть расстояния Если какие-то моменты, можно еще раз, не снимая лапки, просто сбить здесь вот так И еще раз второй раз прострочить петлю Вдруг пропуск получился Или еще прямо по ней Да, 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 да То есть можно и вот так тоже поступать Ну это тоже мы сейчас корняк обрезаем Ну и вот эту вот сейчас петельку начинаем делать Ну и сброс мы уже сделали Вот, а остальные там тебе легче будет Там уже просто повторяешь, повторяешь, повторяешь А потом я лезвием аккуратненько разрезаю И лезвием А чем? Режиками или острыми Ну можете лезвием И распарывателем может не надо Я не рекомендую, потому что можно Я сейчас тебе буду показывать, как ее разрезать Можно взять и случайно вот эту ниточку обметанную зацепить Не надо лезвиями Не надо распарывателем Распарывателем вы можете раз И вообще перерезать ее Ну я вам сейчас покажу все Хорошо, что ты это проговариваешь Вот, дети Так, вот так Я вообще лезвия распарывателя Ну в редких-редких случаях вообще беру в руки В исключительных даже То есть опять на начало петли Вот, видишь? Она сразу же приходит Перепроверяете Видишь там крестик? Видишь? Крестик Ага Крестик это красиво На всякий случай еще раз перепроверьте И вдруг вы забыли, что мы сброс не сделали И поехали опять О, видишь она стоит На вот этом вот Подвигаем Если ты сейчас поднимешь лапку У тебя собьется все Она когда поднимаешь лапку У нее сбивается вот эта часть Видишь? Вот она уже дальше стоит У меня тут стоит на каком-то этапе Вот там Якобы сама Как будто бы там стоит пуговица Видишь? Она дальше отошла Я сейчас подниму лапку Мне надо сейчас как бы передвинуть Как обычно мы это строчим Но у меня сейчас нет такой возможности Ни в коем случае лапку не подвигайте Я сейчас буду тянуть на себя Чтоб она дальше пошла Потому что автоматом Вот сейчас у меня было такое желание Раз оно было у меня Значит оно будет и у вас Однозначно Вот А теперь Ну это я просто вам убираю О, слышала? Щелк Он делал Теперь я назад Вот назад он легче могу убить Вперед Когда на какие-то подъемы оно идет Ну очень сложно Все Чем больше вы работаете Чем больше вы кроите Чем больше вы Что-то там случилось Все делаете Тем больше у вас есть опыта Все Очень хорошо Видишь? Даже тут ровно посерединке Какая ты молодец Видишь, как у тебя все четенько Даже Даже вот эти все полосочки До микрона У тебя с другой стороны С изнанки даже Получается Молодец Золотые руки Профессорская Так, кандидатская работа уже Это вот у тебя была дипломная Дипломная магистрская работа Да ладно Вот это вот Под 45 градусов Платье И две блузки Из аквы С кружевом Расшитым Это была дипломная работа Это уже кандидатская работа Так что Вот следующая у тебя профессорская Это будет черный жакет С опластными вставками И карманами в рамках Вот это точно будет Профессорская работа Вот смотри Чуть-чуть съехала петля Видишь? Здесь больше А здесь меньше Надо такую распарывать Как распарываем? Берем Вот так вот Режечками Но если у вас будет это получаться Ее на самом деле Очень сложно распороть Не сделав дырку На самой ткани То есть очень аккуратненько Можно распарывателем Но очень аккуратно Я вот даже в руки Сейчас не буду брать Распарыватель специально Потому что им можно Такое наколбасить Извините за выражение И вот так вот Поднимаем И вот так подпарываем 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 Вот так Вот И Сейчас вот с этой стороны Берем Вот так дергаем Аккуратненько Вот это все же обрезаем Вишнее Ничего В следующий раз Просто более детально Будешь смотреть Как она там Посерединке Становится Вот эта сама лапка Я сразу тебе делаю сброс Чтобы ты не забыла Ничего Бывает У нее тоже бывает Не всегда с первого раза Она получает Вот С одной стороны Ну как обычную строчку Начинаем пороть И все Это просто зигзаг Мелкий И все С одной С другой Потому что я Ну Якобы Быстрее можно Распарывателем Сделать Но можно случайно Взять и срезать Часть ткани Понимаешь А потом На это место Крайне Сложно Поставить Этот самый Опять лапку Ну то есть Уже дефекты Нужно будет убирать Не делайте Сделайте как я Вот пускай вы на 10 минут Дольше ее будете Пороть Чем пороть Распарывателем Ну пускай у вас Не будет никаких дефектов Ну очень вас прошу Видишь Вот туда-сюда И туда-сюда И чик-чик-чик-чик Давай распарываем Здесь вот смотри Видишь Она уже Не посередине Стоит слегка И вот тут У тебя двойной Такой стопарик Здесь должна быть Четкая тонкая линия Потому что Когда начинаешь идти На лапке Тебе вообще ничего не видно Вообще ничего не видно Поэтому у тебя Четкая линия должна быть Здесь-то понятно Тут у нас рыжая полоса А здесь у тебя И тут И тут линия Ты можешь Либо вот здесь Закончить Либо дальше Закончить Наметь четко Хорошо Это очень важно С первого раза Получать вот эти Вот все петли Так Вот смотри Вот наш карман Он у нас может Выше Ниже В итоге мы на реальной груди Уже будем смотреть К тому я бы не ставила Под эту черную линию Вот так Например Да И к тому же Вторая вот эта черная полоса Вот эта вот Она начинает сбиваться Она не посередине кармана становится И визуально Карман не будет смотреться Что-то Да Поэтому я тебе предлагаю Вот ровно поделить Например карман пополам Вот Например по нижней точке Вот так пополам И найти его центр Можно Вот так Вот определить Где центр У тебя вот этого вот Креста Например Да И мы вот так Можем ее положить Вот Видишь Ну вот Она получается Нижняя часть До черной Ну и вот это Мы загибаем Можно вот этот крест Соединить Прямо на Грубо говоря На соске Будет Вот это вот Пересечение Можно вот Его ставить Пересечение А можно Вот это вот Пересечение Ставить Например Ну с ним будет Потяжелее Мне кажется Надо вот этот Крестик Ставить Да И можем Здесь заморачиваться По поводу Ну положения Их Вот эти Да Они соответствуют Значит где-то здесь Ищем этот Выпад Вот так вот По выпадам Там смотри Вот Я думаю Что вот Вот эта вот Линия Она должна быть Короче говоря От начала У тебя Черная Черная До конца И все Да Вот смотри Здесь так было А здесь я вот так Поставила Оно Смотри Выше Круто А это Должна быть Одинаковая Клетка Вот как она Может быть Выше Если она Везде Одинаковая Ну ладно Не важно В общем Вот две Одинаковые Детали И делаешь Здесь Второй Второй Карман Я тоже Делаю Такой же Да Ты его Зеркалишь Карманы Здесь Ой Ну у нас То все равно Здесь же Линии Вот здесь же Идут Да У нас же Тут она Неправильная Все Давай карманы Четко делать Одинаковыми Значит у нас Один Карман Получится Налицо Другой Наизнанку В итоге Помнишь Как с Воротником Было Котовая Все Хорошо Давай хотя бы Карманы Будут одинаковыми Потому что Здесь видишь Вот это У нас Смещалось Оно же У нас Вот так Вот будет Голубая Голубая Сейчас тут Запутаемся Если будем Пытаться Под вот это Подстроить Карман Два Одинаковых Зеркальных Кармана И все Мы вот Его так По сантиметру Здесь делаем Припуски В том числе Вверху И у нас Еще отдельный Клапан Мы потом Ты сама Дома его Сделаешь Мы где-то Там Клапан Например Ну он Будет Соответствовать Вот этим Семь полоскам Мы его точно Так же Подкрыем Чтобы совмещался Рисунок На клапане Или Был Совершенно Другим Каким Захочешь Можно делать Короче Сейчас вот Два Вот этих Вырезаешь Ровно По сантиметру Припуски И одеваешь Кофточку На тебе Закалываю И на тебе Буду сейчас Намечать Уровень положения Вот этого Кармана Ну если Будешь меня ждать Берешь И обметываешь По кругу На верлоке Хорошо В одно Сложение Ты сказала Что будет Как на воротнике То есть С двух сторон Правильно Да У нас С одной стороны Как вот здесь Вот у нас Она реальность Она не сразу Видна Здесь Ярко выраженная Белая полоса Здесь не ярко Выраженная Белая полоса Но у нас В данном случае В данной клеточке Тогда зеркальный Будет У нас неправильная Здесь клеточка Мы с тобой Вот Лицо Изнанка Тут переворачивали Это То что мы Зеркали Да А вот Внутри Получается Только припуски Будут Да Он не будет Вот так вот Сложения Со сгибом Не-не-не Он одинарный Будет Одинарный В один слой Не надо двойным Совершенно не надо Хорошо Все Смотри Отлично Все ты пробила Все замечательно Красиво Мы вот тут Не делаем с тобой Эту петлю Ты распорола А делаем вот здесь Потому что у нас Тогда вообще Ну Почему мы ее Вот здесь не делаем Потому что нам В обязательном порядке Нужна здесь петля Именно на этом месте Тогда пришлось нам Делать по вот этим Черным Полоскам Потому что Иначе он у нас Не будет Ни по центру груди Будет расходиться И под грудью Тоже Ну Будет все Не так как надо Нам лежать Основной параметры Это был Даже не вот Не под грудью А на груди Да Иначе он будет Вот так расстегиваться Ну Неправильно будет лежать Да Вот здесь на черной линии Здесь не делаем А вот здесь делаем К тому же мы с тобой Не будем Застегивать До верха Поэтому мы вот тут делаем А манжеты У нас с тобой Вот здесь Пуговицы тоже пришивают А да Про пуговицы Да Пуговицы тут совсем Все легко У нас Во сколько с тобой Рисунок Ровно посерединке Вот этой вот Планки И ровно На расстоянии Посерединке Вот этой Петли То есть между Вот этой Вот этой То есть на середине Черной линии У тебя должна быть Пришита пуговица Ровно На середине Черной линии И посередине Черной И посередине Между вот этими Даже не ошибешься Как вот это Вот сделать Да здесь она вот она видишь где петля мы вот так вот соединяем так вот и вот здесь прокалываем и пришиваем с лица это самое да и пришиваем здесь пуговицу и все манжеты манжеты смотри здесь у нас основной параметр это черная вот эта линия да мы должны были бы как вот так вот положить да и вот так вот по ровной срезы да вот на это черная линия вот там вот так срезаем и получается что вот здесь она чуть-чуть вогнутая но это просто так получится потому что зауженный рукав да а так мы вот 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 так вот сложила да и обрезала и получается ну да как раз черную вот эту линию и закрываем то есть мы ее если это ровно сантиметр то мы ее убираем потому что нам длинно было надо было убирать минимум три сантиметра а если хочешь сейчас можешь быстренько одеть на руку я посмотрю как оно там будет смотреться и все то же самое вставляешь вот этот вот манжет все тоже самое делаешь все без проблем хорошо у нас готово все утюжите все карманы а карманы пауза ты сейчас говоришь что ты прикладывала если мы делаем под сорок пять градусов то не имеет неважно какие они там фигурные фигурные проще даже сделать их прямоугольным этим прямоугольным и все только берешь же опять же вот этого ткань ищешь этот прямой угол обязательно в порядке две зеркальные детальки у тебя должны быть вот этот крестик или вот этот крестик ты за основу берешь мы по-моему сказали что вот этот надо за снова брать то есть вот так надо как-то крыть то есть вот так мы берем и вот этот вот допустим этот кармашек но вот так крым с тобой одинаково здесь неправильная полоска вот тут правильная вот наш карман хорошо вот так чтобы как крестик только не как креста как иксик стоял потом на твоем груди вот так на груди должен как иксик быть хорошо вот мы такие с тобой решили укоротить наш рукав вот да складываем в средний шов среднему шоу этот боковой вот так и сейчас обрезали низ когда вот этот шовчик внутри вот а теперь будем делать по тому способу который мы изначально его проигнорировали может даже не спроста проигнорировали потому что как оказалось надо было укакать это мы не досмотрели с тобой поэтому смотри как я внимательно выкладываю вот у нас перед нашей блузки а это спинка вот рукав значит у нас с тобой вот с этой стороны должна быть наша петля у нас других вариантов нет я уже другой не могу положить правильного же зеркально все вот тогда вот так хорошо я уже забыла что у нас вот это низы вот да и вот а мышь там совпадение всех полосочек да 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 я же помню так значит вот совмещая вот эту полосочку только за один слой мы с тобой сейчас будет придачивать ровно на один сантиметр вот так вот как мы делали наш поясок у этот воротничок вот так вот начинаем еще строчить будем с тобой на один сантиметр а вторую сторону мы не трогаем еще сделаем чистый край обработку манжета вот здесь помнишь да что мы вот так делаем а даже можно как я тогда тебе и показывала сразу же его как на воротнике вот так вот помнишь вот так делали хотя бы вот этот сантиметр тебе легче потом с ним работать то есть мы как обтачиваю так завернули так и мы сейчас вот так вот хотя бы вот эту вот часть можешь даже хотя бы вот так сантиметр прострочить уже легче будет хорошо прострочить и потом дальше да а потом иди совмещая вот эти вот все вот эти вот наши полосочки все которые мы вынуждены совмещать хорошо и по кругу по кругу по кругу по кругу хорошо вот у нас аж на сантиметр не хватает нашего манжета после подрезки подрезки да либо мы расшиваем здесь по бокам наш манжет что на самом деле было бы наверное лучше либо мы ушиваем наш рукавчик вот мы можем вот так вот заложить вот эту сейчас посмотреть складочку насколько нам надо вот все остальное вот сюда вот посмотри действительно вот нам сколько сейчас сейчас все сделаем при посадите это практически невозможно полтора сантиметра значит нам по среднему шву нашего рукава давай мы сейчас так сложим выводим наизнанку по 07 сведем плавно линию хорошо хорошо давай сейчас наметим вот тут у нас с тобой 0,7 вот 0,7 вот 0,7 вот так вот сейчас вот эта линия она даже сама ложится видишь вот под вот эту точку и вот так вот проводим где-то до локтя примерно вот она так у нас и ложится видишь вот единственное что нужно сделать это вот эти вот линии опять же совместить черненькие особенно в точке вот и все можно еще на всякий случай вот эту чуть-чуть загонять надо вниз ну и здесь тоже здесь мне не так интересует потому что это будет шов а давай хотя бы вот эту и так же самое с другой стороны делаем ну все тут раз нужно даже не срезать припуск и как раз вот сейчас мы же все никак ее не доутюжим с тобой вот сейчас прострочишь намочишь квадчиком приутюжишь и заутюжишь шовчик хорошо вот этот средний средний шов рукава хорошо вот вот наш карманец отутюжили это лицо и положили ну ты в курсе да что у нас один на лицо другой наизнанку будет карман ну чтобы зеркально было так и вот здесь уже под вот эти вот красоты ставим вот так видишь вот здесь под миллиметры ну вот эти вот белые вот эти линии видишь тут на два миллиметра не дошла и здесь просто вам надо рассмотреться на вот это вот или посерединке короче вот тут оно пытается улететь может быть из-за того что как-то смещена вот эта вот сама полосочка и клеточка давай перепроверим вроде нет здесь смещения вот тут я смещение видишь берем и так вот даже под вот эту вот полосочку да вот а теперь кладем под вот это вот теперь должно быть точно все хорошо тут начало черное тут конец черный да тут и тут вот смотри видишь здесь конец под белую и здесь конец под белую здесь острие под белую здесь вроде бы все ок и у нас с тобой припуски по одному да везде по одному но вверху надо дать два там обычно ну можно обметать оверлоком и загнуть а лучше конечно лучше два тогда красивше загнется ну да сейчас я тебе нарисую сейчас мы посмотрим как он будет смотреться вообще да вот этот центрячок я тебе вот так еще и вот я тебе центрячок мы решили без клапана видишь вот эти вот если сохранишь одинаково вот эти что больше здесь меньше здесь тоже боль здесь не должна косая эта клетка когда она грудь ляжешь знаешь что давай манипулировать тогда сразу вот здесь если боль вот тут давай так же само ну если начну уменьшать она у нас косится линия а ну нам другого выбора нет правда у нас будет косой кривой наш вот этот вот до миллиметра поняла что я делаю то есть это допустимо ну а что нам делать с тобой вот в этой клеточке здесь ниже здесь давай дальше делать или так как вот здесь кривить да видишь здесь у нас вот так вот сейчас сделаем вместе хорошо и здесь давай тогда вот так вот убирать и вот здесь вот так усекать чтобы одинаковое расстояние вот этих вот вот концов да никогда тоже не думала что вот клеточки такие можно заниматься а другого выбора нет например вот смотри если вот эти этот центр с вот этим центром или вот с этим да вот этот вот этот видишь он даже не по центру стоит этот центр ну почти вот вот видишь где центр будет и вот эту линию мы вот сюда ее сносим вручительно чтобы одинаково они выпадали можно и здесь меньше вот вот оно одинаково везде по вот этим вот черненьким кончиком должно у тебя выпадать хорошо навожу припуски а потом какие зеркалом давай мы вот одну сейчас сторону вот так вырежем давай по сантиметру делать не будем париться здесь не будем два оно будет пропечатываться на верлоке полностью по кругу вот тут зафиксируем на 0,7 отделочной строчкой или или вручную даже наверное подошьем потому что отделочная строчка под 45 градусов может растянуть нам с тобой здесь вручную подшивка идет а вообще такие карманы нужно вообще двойными делать может и сделаем не-не-не-не тут она начнет опять все сбиваться ты начнешь уже начинает начнешь материться извините за сленг я уже просто по-другому не могу не просто обратная сторона ж не будет видна она как бы да вот я сейчас тебе и буду сейчас ее сразу же и резать извините нет не буду вот так резать вот так буду резать вот так сейчас мы это сантиметрик да и эту сторону будешь туда потом зеркалить со всеми вот этими вот микро как мне потом правильно выложить я сейчас тебе все покажу да я сейчас тебе все 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 покажу да главное вот эту вот часть надеюсь не надо так вот да мы сейчас тут центрячки сделаем сечки маленькие да и теперь вот так вот зеркалим да нет зеркали что-то оно же кривое все оно же кривое ну вот смотри нет что там можно открыть зеркалить а все правильно ну вот так и надо зеркалить опять будем с тобой вот эту полоску подгонять вот по полоскам скалы там а там другая полоска кажется тогда по белым о по белым видишь вот эти белые соединяем вот этот и вот именно по белой полоске и здесь походу мы здесь если мы дотянем то там может уголочек нет я знаю что этот что он опять объясняет а здесь видишь как вот тут же тут не чернов тут не черные линия нам нужны вот эти lindo а нам надо вот эти совмещать в любом белыми неманом как совмещать и эти тоненькие белые линии да тоненькие белые линии На то совмещать Видишь, он начинает коситься, но зато оно вот тут ровно будет. Вот эти вот, вот эти перекрестки для меня же важны, да? Вот они. Вот они. Вот. Не будем скалывать. Можно, но сейчас оно не ровно ложится. Оно не хочет так ложиться. Так, да? Ну, теперь вот эту. Сейчас посмотрим, что оно у нас тут получилось. Видишь, а тут дальше, а здесь меньше. Сейчас посмотрю, как-то, чего оно там выложило. Вот. Вот. Ну, красиво. А вот здесь вот не меньше уголочек. Ну, короче, ты будешь наметывать. Сейчас тут вот это вот. Да, дорогой. Да, бегу. Вот эти вот только точки смещились. Снимаешь? Да, дорогой. Все. Ну, точно такой же зеркалишь. Хотя, ты знаешь, там же никто не запрещает два одинаковых поставить. Да? Никто не запрещает. Но мы хотели, чтобы линии сводились вот так, да? Как-то к серединке. Ну, единственное, что, смотри, он такой тогда будет. Не зеркальный, а просто крестик будет вроде бы как. Ну, то есть вот эти линии, они такие же будут дублирующие. Так, а что мы теряем, если мы вот так ставим? Якобы ничего, да? Ну, зато полное... Ну, да, ну, так, конечно. Полное отзеркаливание, да, получается? Так, как мы, куда нам его вот так ставить? Только, наверное, можно. Или так? Здесь не хватает, здесь не хватает. И здесь не хватает. А, видишь, если я начинаю зеркалить, у меня остальное все начинает рушиться. Видишь? И так, и так. Ну, то есть, допустим, вот, да? Ага, и нам опять же вот эту зеленую полосу надо будет искать. Так нельзя. Да, да? Так. А так, видишь, получается, что? Если я в другую сторону... Короче, нах, это только так можно делать. Чтобы вот эта вот была вот здесь. То есть, либо вот эта полоска, да? Вот так вот, но она у нас не проходит. И там где-то надо любой кусок где-то искать. А вот тут еще есть какие-то выпады такие? Ну, там все коротенькое, там все маленькое. Вот это разве что? И единственный вот этот вот, да? Ну, вот еще вот здесь вот есть. Вот. Вот этот вот. Нет, там большой уже. Давай мы сейчас на вот этом, я думаю, получится у нас. А здесь мы его просто берем. И нам-то даже вообще ничего не важного. А, опять на такую проходу. Что ж такое? Ну, вот там вот так просто прошли. Может, вы здесь? Вот здесь давай, да. Вот здесь. Вот, вот, вот. Мы нашли его. И вот так же само, четко. Контур по контуру, по линии вырезаешь. Обметываешь на верлоке и на сантиметр. Ну, чтобы вот здесь одинаковые были вот эти вот. И наметываешь. А в результате он будет один с изнаночной, правильно? Нет, оба на лице. Оба будут. Да, иначе если мы меняем, у нас вот эта начинает меняться, вот эта полоска. Они тогда будут разными. А так у нас получается один карман вот такой и второй. То есть у нас в одну сторону идут вот эти полосочки, да? Давай продумаем еще раз. Вот в обоих сторонах идут вот эти вот так полосочки, да? А что бы мы хотели? Мы хотели, чтобы они вот так вот шли зеркально вот в эту сторону, да? То есть мы якобы должны были бы вот так перевернуть, если была бы такая вот возможность. А возможность это может быть только, если мы это сделаем вот так. Там не получится. Вот так, да? Там выпадает. Тогда это будет лицом. А, так нам так и надо с тобой лицом к лицу. Ну, вот тут, видишь, не совпадают начинают. Ин, короче, покрутись здесь чуть-чуть еще. Может, ты еще какой-то вариант найдешь. Хорошо? Попробуй. Вот так вот кладешь, да? Вот так вырезаешь, и тогда у нас получается зеркало. Один на лицо, другой наизнанку. Видишь, зеленая линия вот так, галочкой такой, да? Вот тогда только вот так и будет. То есть вот с каждой клеткой. Вот сейчас я спросила у Инны, сколько бы она хотела уже за пошив данные вещи. Она мне сказала 20 тысяч. Я ее полностью поддерживаю. Я ее получила. Хорошо. Я ее у shell.